Журнал «Юность», апрель 1993 года. Сказание об Александре Георгиевича Бакаеве, который мог бы спасти человечество. Уличение нимбов, иногда он проговаривался, «пока я в городе, ничего не произойдет». За две недели до Нового года Бакаев покинул Пермь, во все стороны прыснули электрички, в которых сгрудились пассажиры, делающие вид, что разъединены каким-то поводом, самочинной зубной болью, но припасенные сухари железнодорожных билетов надкусили единые щипчики предосторожности, потому что это были не просто пассажиры, а предупрежденные. И если бы кто-нибудь из них разоткровенничался в дороге, пытливо спросил спутника, не догадываетесь, почему мы едем, то с удивлением бы обнаружил, что чуть ли не весь вагон, а может быть, целый поезд посвящен в причину. Но так устроены жители Земли, что как раз в причине-то, именуемой предсказанием, то есть в том, что не входят в допуск под слеповато-защитного освоения мира, стыдно признаться не только соседу, но и самим себе. Однако ехали. Я не ехал, я предупредил родственников и друзей, хотел позвонить женщине, с которой расстался, но подумал, если она права, с ней ничего не случится, а если нет, я проступлю где-то рядом. Надо острее вслушиваться в бакаевские примитивы. Будьте добрее, часто повторяет он, не повторяет, а как бы даже просит. И вообще, изъясняется притчами, чьи окончания, как рыболовные крючки, погружены в тишину близкого будущего. Пока в мозгу моем громким удушливым лаем перекликались вероятные разрывы пермских заводов, и кость моста через Каму, в один глоток, протолкнула ледяная, пересиливающая плотину вода, и две половины города сомкнул перешей к горящему лесопарку, и дома, точно западающие клавиши, оседали в карстовые пустоты, будущее подошло, но с подветренной стороны, по Перми в мягких тапочках ступал Шопен. Люди с нечистой аурой начнут умирать, морги будут переполнены, болезни, непонятны и как бы беспричинны. Соедините это пророчество Бакаева с его предыдущей, ничего не значащей формулой. И улыбнитесь, но теперь уже скорбно, уголками губ. После рождественской недели в пермских газетах стали преобладать жирные шрифты. Одного из моих новогодних гостей с нетевидным пульсом и непостижимой интоксикацией выхватила неотложка. Бакаев, вернувшийся из коми Пермятских лесов, куда он увозил свою семью, рассказал, что 29 декабря луна, окаменевшая в небе жестким коленом, в 23 часа 15 минут вдруг опрокинулась, словно пресс-папье, промакивая ночные чернила. Справа и слева зажглись звезды. Левая горела обрюзгшим малиновым цветом. Знак беды. Правая, наоборот, убаюкивала ту вьюгу цепких излучений, которые слепились, как собаки, на Земле и выше. Получился монстр, нефтеорг-синтез, накачавший собственный кишечник смрадной желчью, получилась тяжело замерзающая кама, принявшая под закатанный рукав мощную дозу соликамского бензина, получился интернированный воздух, перевозимый в облачных цистернах из местечка со жгучим названием Ицея Маса, чье подземное жало постукивало по нервам Земли мирными ядерными иголочками. На небе выступила Эула, вторая, во Вселенной все имеет пару, запасная луна. По Бакаеву, Эула, теневая планета возмездия, но она и хранительница первозданного. Как связано, Господь мироустроил космос, если планета, в данном случае Земля, начинает заниматься самоедством, десница Божья сметает с нее всех потакающих. Их коричневатые нимбы, магниты. Они сами притягивают карающие персты Эулы. Мы братья по космосу, но не по разуму, сокрушает Собакаев. Изречение нужно прочитывать так, космос спасает не нас, он спасает себя. Оранжево-белым колтуном стояла Эула над нефтью Арксентезом. С одной стороны, она убирала грязный снег человеческих аур, с другой, та щадящая звезда, что вспыхнула близ Луны, усмиряла разыгравшихся собак земного самоедства. Собаки расцепились, но погнались за фосфорическими кошками Эулы. Во след им медленно покатился огромный ухающий барабан. Какой же он упыль, этот ваш Бакаев, упредить своих да наших, не выступить в газете, не объявить по телевидению, объявить о чем? О том, что есть вторая Луна, Эула. О том, что Бакаев работает с космосом, что существуют лучи, неизвестные ученому миру, что с 19 по 30 декабря из Перми лучше уехать. Про чистые и нечистые ауры, и вы бы поверили, не дергались бы в конвульсии, смеха, не нарекли бы Бакаева шизиком. Не упрятали бы его в дурдом. А если бы и поверили и в панической давке оставили город, и ликующие ловкачи проветрили бы ваше жилище. А вы бы вернулись, ни пожара, ни наводнения, вы что, не бросили бы в Бакаева камень. Если это не так, тогда мне следует рассказать вам о многом, а начать, с малого. Ну, скажем, со скворца. Столкновение нимбов, скворец сел Бакаеву на плечо. Бакаев схватил птицу и мгновенно завернул ее в блин на тарелке своего приятеля. Приятель поднес блин к рту, а там хвост трепещет. И чир-фыр. Скворец в скафандре выпорхнул из открытого рта, как из лунного кратера. Дело было в очаковской столовой, в доме отдыха. Приятель засмотрелся на яркую повариху в окошечке. А как познакомиться? Бакаев глянул, рядом конь пасется. Подошел к окошечку и призывно заржал. Распаленный жеребец перемахнул через бордюрчик, сбил несколько стульев и подрагивая предгрызовым камышом, просунул в окошечко горячую морду. Бакаев воскликнул, Валентина твой кавалер пожаловал. Следующее, что отчудил Бакаев, и это двигатель на воде. Какая же связь между двигателем на воде, отчаянным скворушкой и околпаченным жеребчиком? А такая, что двигатель на воде, это те же блинчики со скворцом, тот же конь-кавалер. Я о принципе мышления. О стертом смысле слова изобретатель. Стоп, машина. Канализация протекла. Вы хлопаете дверцей, набираете в стакан жиковской муте, граммов 100, не больше, заливаете через воронку в небольшую приставку к двигателю, включаете зажигание и вихрем с места. 100 граммов хватит на 1200 километров. Можно смешать бензин с водой или воду с бензином, развести пудру, зубной порошок, вылить бутылку фанты, эффект тот же. А на моче даже лучше. Стоит у машины, как передвижная бензоколонка, автомобилист Коля Шабуров. У меня приставка, на водно-бензинной эмульсии. Из трех литров бензина я экономлю литр. Вместо 93-го заливаю в свой москвич 76-й. А надо пищу разогреть. Остановился зимой среди леса, снял приставку и шуруешь как на газу. Это уже Юра Костарев, другой помощник Бакаева. Сразу предупреждаю мафию, я называю подлинные имена, почти ничего не шифрую, потому что то, о чем я повел уже речь, при всей своей невмещаемости в мозговые деления, катастрофически серьезно и хотя и будет воспринято снисходительным большинством как очередной наркотик для читателя, исключает всяческие объезды. А посему, безусловно, у кого-то по паучьей задвигаются пальцы. И вот когда они задвигаются, лучше все же не жимать их в кулаки, ведь любая приставка Бакаева, вшитая спиралью под капот, закодирована. Ею может пользоваться только владелец автомашины, сам. Но даже если его допечет любопытство и он вскроет внутренности преобразователя воды, тот мгновенно и бесследно расплавится. Была и другая форма защиты, которую Бакаев испытал лет 30 назад и при необходимости мог бы применить. Три компаньона договорились снять приставку с нашего автомобиля. Первый подходит к машине, дотронулся, паралич. Подбегает второй, цепная реакция. И третий, стоящий на стреме в стратегическом отдалении, но настроенный на ту же приставку, закольцовывает на себе вырвавшийся сигнал. Когда на Бакаева вышли пермские военные, связанные с ракетной техникой, и подполковник Фетисов предложил услуги по серийному производству приставок, Александр Георгиевич по доброте душевной подвел их к высшей математике, раскрыл формулу ионизации ядра. И удивился, узнав вскоре, что в городе проходит пресс-конференция, куда Бакаева даже не пригласили и где Фетисов объявляет, что его группа движется параллельно, и по сути, через местную коммерческую фирму, делает заявку на патент. Вместе с фирмачами, искосо поглядывая на размытое российское пространство, подполковник летит в США и вколачивает звонкие костыли патентов в заграничные шпалы. Однако подкатывает время, и исчерпав его отпущенный резерв, параллельный мир паникует, запечатленная в буквах и цифрах, доступная теоретически тайна Бакаевского преобразователя не подается хирургическому вмешательству. Бакаев посмеивается и открыл ему формулу, но что там происходит, не рассказал, какие компоненты стыкуются, он не знает. Военные пожелали узнать. Благо, у них есть свои штатные ванги, Бакаева начали зомбировать. Брали меня так, лопата, Эйфелева башня, американская подводная лодка, Останкинская телевышка. Но я вывернулся, закрутил всю эту шушеру, сбросил и наказал. Спокойно. Это пока что первая Бакаевская инъекция для неподготовленного читателя. Дальше, по мере нашего повествования, дозы будут увеличены. При коммунистах изобретатели вызывали в КГБ, где не церемонились, сейчас мы тебя за яйца к потолку привяжем, хочешь? А хочешь, будем резать потихоньку, пока мест ты нам схему не нарисуешь? При демократах действовали деликатно, через Эйфелеву башню. Бакаев сужал круги и обреченно опускался до уровня службистов в попытке объяснить. Но поскольку речь звездного Афени пересыпана выхватками да перескоками многомерного пространства, ни те и ни другие не поняли, что значит работать с космосом. Это страшная сила для них и радость для нас. Я держу два слипшихся прямоугольника, два магнита, две синеватые мармеладины, две позабытые пастилы, не расцепить, туда-сюда плавают, а попробуй взять на разрыв слабо, выдерживают натяг в 450 килограммов, это не предел. Есть магниты в сотни раз мощнее, подобной же мощью начинены бакаевские приставки, вы привыкли считать, что у магнита два полюса плюс и минус, а у наших до десяти. Крутящий момент ноль, лучик, запирание-отпирание. Мы добились того, что магнит может притягивать воду, золото, воздух, ветки деревьев. Судьба однажды забросила меня в Сирию. Я бродил среди погребально-оранжевого убранства Пальмира, подобрал два черепка какого-то мягкого и теплого камня, сохранившего ветхозаветную точенность, и думал, если так царственны эти черепки, каким же венценосным был сам город. Сейчас у меня на ладони лежали не осколки прошлого, а два равновеликих обломка будущего, пытающегося стать настоящим. И снова я думал, каким же может быть это будущее, если два его маленьких обломка, два влюбленных магнита притягивают к себе целый мир, воду, золото, воздух, ветви. В моей сентиментальной слезе барахтаются и тонут президенты, членкоры, прокуроры, промышленники, генералы, не говоря уже о подполковниках. Бакаев провел около 400 испытаний своих приставок, существуют акты. В них подписи крупных ученых, в перегоревшей гирлянде инстанций, где пробовал зажечь лампочки наш изобретатель, можно назвать имена Горбачева, Крючкова и Сухарева. Самым легким на подъем, потому что летчик, оказался Рудской. Для Бакаева, Саша. Он летал на Бакаевской приставке. Причем топливо использовали каплю, в сравнении с тем, что обычно вырабатывает в воздухе самолет. Рудской не мог не оценить значение топливного преобразователя. Но дирижерская палочка подает знак одним, а в оркестре звучат совершенно другие инструменты. Махве, как говорит Бакаев, в худшем случае он терял работу, выслушивал брань, жил впроголодь, в лучшем, по-детски доверялся академическим чинам, а потом таращил глаза, когда в наукообразном, в паукообразном, уточняет Бакаев, рескрипте фамилия какого-нибудь членкора уже стояла сверху, а след Бакаева заметала бумажная пурга. «Из-за вас не видать и нас», — твердит поношенную поговорку Александр Георгиевич. Впрочем, и характерец, если измерять его нормами обыденного сознания, у Бакаева обрывистый. Но это не характерец, а скорее неотвратимая особенность, запредельная аксиома его земного осуществления. Бакаев вел переговоры о поточном выпуске приставок на одном из крупных пермских заводов. Александр Георгиевич разложил все по космосу и представил список, необходимо было переместить с инженерных должностей 650 человек, не имеющих грамоты в бакаевском понимании, и оставить на своих местах 10 специалистов. Каково, или демонстрировала его группа испытания преобразователя с записью на кинопленку. А самое главное в этом испытание начинка. Особый энергетический режим. Любое отклонение от программы, крах, 18, а теперь уже все 60 тысяч рублей, истраченных на эксперимент, летят на ветер. И тут сотрудники службы безопасности, контролировавшие съемку, заменяют кинооператора. Казалось бы, какая разница. А приставка уже расплавилась. Что же происходит там, внутри? В ЦИБУЛЯ, по выражению Бакаева. В ЦИБУЛЯ сотворяется нечто, напоминающее термоядерный синтез. С той лишь разницей, что при термоядерном синтезе остаются радиоактивные отходы, а стало быть, излучение, пожирающее природу и человека. Здесь же, ионизация, то есть полное уничтожение радиации. Вы понимаете, что это значит? Словно пытается докричаться изобретатель. Однако ушная раковина России устроена так, что пока истошный крик огибает ее изощренные виражи, он уже превращается в шепот, а шепот, набравший на виражах скорость, лупит по финишным перепонкам барабанными палочками крика. Но у запада ухо востро. Прослышав про эксперименты Бакаева, в Перм прибыли французы, испанцы, немцы и самые восточные жители земли, японцы. Бакаев ни к чему не прикасался. Показал только, куда что подсоединять, и гости сами испытали приставки на Тойотах. И сразу же предложили пермскому левше 375 миллионов долларов, это, в знак внимания. Бакаев, в свою очередь, испытал гостей, мужики, тут у нас чекисты волнуются, поэтому давайте так, нарисуйте нам бумагу, как вы будете наш огород распахивать, по вашей лицензии, а каким путем. Остановим у себя все, вплоть до производства консервных банок. Питания у нас хватит, 3-4 месяца работы, и миллиардов 5-6 приставок готово. Миллионов 20 продадим России, ах, молодцы, отшатнулся Бакаев, что от России-то останется. Покачал головой и ушел играть на цимбалах. Вот сидит он у себя в квартиренке, русский гений, растяпа, бессребренник, в 5 минут могущий стать кумом всем королям, а квартиренка, шаром покати, мебели ту сам сколотил, сидит и наворачивает двумя деревянными палочками музыкальный рис. И все ему по цимбалам, которое, кстати, он тоже смастерил сам, по цимбалам, что он не нужен России, по цимбалам, что он нужен Японии, по цимбалам, что его страшатся Саудовская Аравия и Пермнефтергсинтез, по цимбалам, что он знает, как убрать озоновые дыры и заменить ядерные реакторы. И ему совершенно, по цимбалам, что он не кудышный режиссер, что смотревшие фильм об испытании водяного двигателя считают случайностью или трюком с пуговицами проносящиеся над трассой летающие тарелки. Оторжение нимбов, летающие тарелки были замечены над моей родной речкой летом прошлого года. Точнее, одна тарелка, поигрывая красными и белыми лучами, она медленно двигалась по над руслом ночной часовой к месту катастрофы, там никак не могли перетянуть перерезанную вену нефтепровода. Река подергивалась катарактой. Я рассказываю Бакаеву эту историю, а сам за ним наблюдаю, он часто загораживается фразой «Встретиться не могу, мы вылетаем». За светящимся объектом следила чуть ли не вся бригада спасателей. Объект, охватывающий, по их прикидке в диаметре около километра, остановился, завис, исторг из себя крылья, а на утро, глянувший с вертолета мэр города пожал облегчен на плечами, нефтяное пятно стало синим. Вот документальная запись, помог ли нам НЛО или нефть рассосалась сама, определить трудно. Я спрашиваю Бакаева, вы знаете об этом случае? Мы ничего не знаем, невинно улыбается Александр Георгиевич, но полузакрытые веки не в силах скрыть удовольствие ума. Он листает журнал, а заглавленная работа с высшими силами и другими планетами, бормочет где тут у меня по тарелкам, тычет пальцем и говорит вот формула пробой нефти. И тогда я набираюсь духу и уже с грозной решимостью ломаю треснувший наст. А большая у вас тарелка? Небольшая, отвечает он. Метров 800, значит, объект надчусовой? Нет, невозможно поверить. Однако в комнате, кроме меня, находится полковник Масюк, кандидат наук, преподаватель высшего командного училища, лицо посвященное, во всяком случае трезвомыслящее, и тот разговор, который затевается между ним и Бакаевым, окончательно убеждает не только в моем озарении, но и в том, что, оказывается, при всей сегодняшней рентгеновской проникновенности остается непроницаемым и даже не прочитывается между строк. Речь шла о травняках, так Бакаев с Масюком называли девять инопланетян, высадившихся в Сибири два года назад. Точное место и дату высадки указывать мне было запрещено, равно как и фамилии лиц, действовавших с земной стороны. Чужемирцы прилетели с планеты Эйма. Их миссия была благородной, взять пробу растений, чтобы определить степень радиоактивного поражения, а потом очистить энергетический фон. Тарелка не имела зашиты. Этим и воспользовались наши военные, применившие пси-оружие. На объект накинули лептонную сеть, командир катапультировался, а восемь членов экипажа вместе с летающей тарелкой были доставлены в Пушкинский район Подмосковья. Там, в тайных глубинах, начались эксперименты, уколы в конечности, мигающий свет, для того, чтобы сбить ориентировку. Дальше русский язык Бакаева и Масюка становятся настолько сумеречным, что я различаю единственное, вмешался и наказал, но как вмешался и с помощью чего наказал, тут уже включилась некая знаковая система, взаимное переглядывание, глухонемое знание результата, а он был отважным, спасение инопланетных травников. Я все же пытаюсь выяснить, на каком уровне работает с космосом Бакаев, на астральном. Бакаев обижается, Бакаев работает с космосом на физическом и другом уровне, разве вы не видели фильм, где документально засняты летающие тарелки? Я умолкаю. Я оставляю вас наедине с Бакаевым. В космосе я как ребенок, блуждаю и путаюсь против них, страшное дело, экзамены сдаю. Здесь, на Земле, меня за правду многие не любят или недопонимают. Солковский тоже дурак был, и когда я пришел в Генштаб и сказал американцы запустили спутник на Марс, мне не поверили, между прочим, там цивилизация жила посерьезнее нашей, и вот сижу я в Генштабе со своей аппаратурой, она у меня на руку надета, и говорю через 10 минут спутник садится на Луну. Вот уже сел, через 20 минут он улетит. Так они включили всю свою контру, несколько месяцев работали, прежде чем подтвердили, что я рассказал правду. А я посмотрел на их аппаратуру. Но что это за аппаратура? Смех, по своим каналам мы предупредили американцев, то, что вы задумали на Марсе взять, не трожьте. Даже мы не трогаем, измените программу. Вспомните про Фобосы, если бы тогда у нас спросили, Фобосы бы на свалке не лежали. Они были экологически грязные, и со шпионской аппаратурой. А такие в космосе работать не могут. К ним подошел корабль, длина его была 25 километров, и сжал их. У нас есть фотографии, как они лежат, сжатые. Когда нам будет разрешено, мы эти фотографии покажем. Не мы ценны, а ценны другие цивилизации, что только не писали о пермской малепке. А там шарики не дают открыться озоновой дыре. Потому что от нашего туберкулеза могут почернеть легкие космоса. А чем отвечает Земля? В Краснодаре зенитчики выстрелили по НЛО. У нас уже были по этому поводу. Мы сказали знаем, по кому стреляли из какой планеты тарелка. Что получилось? Экипаж НЛО поймал ракету в магнитное поле, свернул это поле и выплеснул вспять, в ту точку, откуда она и вылетела. Мелочь, но неприятно. Такие же магниты стоят на наших приставках. Нефтяные короли нас боятся пошатнуться их устои. Но ведь мы на воду перевели бы транспорт не сразу. Сначала выработали бы весь бензин, керосин, дизельное топливо, БЛО, наконец. А лет через 5-6 перешли бы на воду. Людей постепенно бы переобучили. Вы думаете, мы гонимся за регалиями? Да мы тогда потеряем все, можем минусовую энергию нацепить. Мы отстаем в заработке, питании, но в честности нас не обгонишь. Круг единомышленников наших растет. Что они делают, никто не знает. В свою очередь, они знают свое, а все остальное, извините. Поэтому приставки для нас прошлое. У нас есть другие приборы. На Земле таких больше не существует. Например, энергетическая установка. Ее мощность 45 миллионов лошадиных сил. Пожалуйста, заменяйте энергоблоки. Реки войдут в свое русло. Саркофагов, не надо. Как быть с оружием? Сейчас его много сдается на склады. Как уберечь его от мафии? Мы можем установить оборону, подобную обороню НЛО. Тогда вор-прокурор, ни к чему. Что задумал, то и получил. Чтобы спасти человечество, нужно создать приставки, летающие тарелки и защиту. Повторюсь, я оставил вас с Бакаевым наедине. Вы в шоке, восторге, недоумении, страхе от общения с этим сокольничьим словчей птицей на руке. Он убедителен. Он не убедителен. Он глобален. Он дитя. Да ему на это наплевать, он уже столького наслушался и навидался у него телефон был красным. Как это красным? Правительственным что ли? Нет, раскаленным, он его провод выдернул с корнем, ему уже не интересны земные книги, политические сдвиги, он может прокрутить события в их прошлом и будущем, но не вправе вмешиваться в них, у него другая программа, очевидно, за его обмолвкой об экзаменах в космосе, глубинный смысл. Бакаев живет, сцепленный каким-то галактическим кодексом, придет время, скажу, а пока довольствуйтесь тем, что разрешили, и не разбирайте на крылышки и лапки тельце пойманного жука. Но даже если посмотреть на Бакаева как на Циолковского в том, соседско-обывательском определении, помыслы его не потускнеют. Из позиции отечественной психиатрии, если есть такая наука, или тотального мухляжа он не вписывается в разряд социально опасных и блефующих, потому что бескорыстен и одержим идеей спасения человечества. Он лечит людей бесплатно. Я даже боюсь вымолвить болезни, которые он лечит, лечит травами. Названия некоторых из них, как прозвища звезд, покрыты пыльцой инопланетного языка, шан-джа, дибол, гон-гэ-у-ла, маду-ла. Здесь слышатся глушим балы. Бакаев будет исцелять всех, кто его об этом попросит. Вплоть до заклятых врагов. В космосе, закон просящим нельзя отказать. Я ничего не просил. Однако, узнав, что, будучи предупрежденным, я все-таки не покинул Пермь, Александр Георгиевич пронзительно глянул мне в лицо, вернее как бы прошелся взглядом по его контурам, ауру, что ли оценивал, и нарушил свое правило завтра придете ко мне. Я дам вам три сеанса, иначе, иначе этих заметок бы не было. Я должен был загнуться в начале февраля 1993 года где-нибудь на длительном перегоне из Перми в Москву. Потому что здесь, в пришибленном марширующей Би-армии, древнее обозначение Перми, меня убивал, но и хранил иммунитет лучащегося пространства. Там же, за его пределами, на стыке иных энергетических полей, я терял драгоценную охрану, а уносил с собой только первую саморазрушительную силу. Уже на следующий день ко мне начали подступать тошнота, головокружение и боль в позвоночнике. Бакаев путешествовал по моему телу, от затылка до пят, пластинками из эбонита, которые были подсоединены проводами к неприметному прибору, похожему на стабилизатор. Я не ощущал почти ничего. Легкое вклинивание в нервные узлы. После первого сеанса симптомы стремительной хворобы сошли на нет, а после третьего я чувствовал себя совершенно непробиваемым, будто тело мое погружено в прохладу зеркальной кольчуги. Пока целитель устанавливал надо мной заградительные зеркала, я был допущен во врата еще одной его тайны. Учитель Бакаева, Соломон, тот самый, чьими притчами красна Библия, Бакаев встречается с ним в герметическом мире. Эти встречи окутаны настоящей поэзией, небо темнеет, потом маленькая точка показывается, и гром гремит страшенные силы, и ясно-ясно становится. Но не наказывает, не разит. А радость беспредела, аж рот раскроешь. Сила таинственная, из песчинки созидающая, и дар, который каждому сердцу подойдет. Так вот кому сдает экзамены Бакаев, в своем космическом журнале он записывает диктанты, из герметического мира, пусть замкнутого, но полного освежающих грозовых разрядов, оттуда, где всем нам предстоит еще побывать, строчку за строчкой в начале было слово, период за периодом диктует Соломон свои рассказы. Бакаеву разрешено познакомить нас только с двумя. Я посчитал необходимым опубликовать их без сокращений, без собственной редактуры еще бы. Редактировать Соломона. Ведь это хоть и странный по-своему источник, но документ. Во всяком случае, если ничего к библейской фигуре не добавляющей, то проясняющей образ нашего героя. Документальные рассказы, продиктованные Бакаеву Соломоном, а мне Бакаевым, первое. Когда Соломон был десятилетним мальчиком, он пас овец, к полудню с едой должна была прийти его сестра. Ее долго не было, Соломон стал беспокоиться, вдали показалось темное пятно. Соломон пригляделся и увидел буйвола, перед буйволом бежал волк, а за буйволом – лев. Они приближались. Соломон загнал стадо в рощу, сам приготовил камни и залез на дерево. Когда трое достигли рощи, Соломон бросил камень в волка, и волк упал замертво, а буйвол споткнулся о волка и, падая, придавил льва. Так Соломон одним камнем поразил троих, волка, буйвола и льва. Второе. Когда Соломону исполнилось 17 лет, его отдали в монастырь, в монастыре он просил немного, мудрости. Бог услышал Соломона, Бог дал ему мудрости и силы, и Соломон стал лечить людей. В то время жил царь, у него была дочь, она заболела, и ее никто не мог вылечить. Соломон эту дочь вылечил, и царь возлюбил Соломона, и когда умирал, передал ему царство. Соломон решил взять в жены дочь царя, она была второй женой Соломона, первая жена ревновала вторую. И тогда Соломон женился на третий. В это время на город напали враги, но город весь покрылся аурой, и в страхе враги бежали, второй раз было нападение, но вылетел огромный рой пчел. И снова враги бежали. В третий раз фараон ступил на землю египтян, и та вспыхнула огнем. Бог помогает три раза, но он дал Соломону магические ключи, ты, Соломон, мой избранник, и ты должен проучить фараона. Возьми сто солдат, а не всех. Пойди с ними в сторону гати. Когда дойдете до гати, увидите всякого мусора. Но то не мусор был, то были ходули, чтобы пройти через гать. Фараон увидел солдат Соломона и спрятался в одном из домов. Он сначала был в комнате 31, а потом перешел в 32, затем, в 33. Никто не знал, где скрывается фараон. А там было сто комнат, но у Соломона было сто солдат. Соломон приказал продержать фараона на хлебе и воде три дня, и отпустил фараона. Однако в городе было много завистников и предателей. Соломон ушел из этого города, он взял с собой 433 наложницы. Когда отъехали подальше, Соломон оглянулся, и город вспыхнул огнем, и весь сгорел, даже камни, город назывался Цейнтранзом. Угасание нимбов, вам кажется, что Соломон и Бакаев един в двух лицах. То есть Соломон, это Бакаев, а Бакаев, это Соломон, пусть так. Меня, например, тоже смущает переход фараона в комнату 31а, может быть, потому что дом, в котором я живу, носит номер 59а, впрочем, не исключаю, что здесь заключена какая-то загадка, важно другое, мотивировка и дешифровка продиктованных рассказов. Заметьте, и в первом, и во втором главенствует мотив защиты. Соломон, или Бакаев, стремится задержать наше внимание на том, что легче не нападать. Способов много, охранная аура, рой пчел, огонь и камень, поражающие волка, буйволы и льва. Вспомните краснодарский НЛО, возвративший дурацкую ракету, и Бакаевский монолог, который завершается триадой спасения человечества. Одно из таинств этой триады – защита. Бакаев как бы лишний раз умоляет нас прислушаться, но прислушаться уже к звуку пробки, вылетающей из запотевшего штофа герметического мира, потому что Бакаеву ведомо что-то более значительное и необратимое. В его журнале «Работа с высшими силами и другими планетами» я увидел шифр. Он напоминал шахматный ход. Е 2641,7. Это был код. Код гибели человечества и рождения новой цивилизации. Итак, я нажимаю на клавиши, Е переделывая тауру людей из зла в добро. 2. Возникает тонкая защитная оболочка вокруг Земли, 6. Оболочка усиливается, 4. В атмосферу отпускаются очистители воздуха, 1. Люди заряжаются энергией, точка усиливает энергию, 7. Землю обволакивает последняя, заключительная оболочка, точка вторая скрепляет все эти оболочки, и Земля обретает положительное поле. На этих цимбалах еще никто не играл, но они уже существуют. И создатель их очень бы не желал касаться тех струн. Прикосновение означало бы прощание с цивилизацией Христа и Иуды. Моцарта и Сальери, Талькова и Азизы, с цивилизацией, утратившей вечную парность, шест для балансировки и с треском завалившейся на один бок. Вот почему у той горстки людей, что одинокими песчинками останутся мерцать на стенках песочных часов, хотя весь песок уже свернулся внизу как сорванная с горла золотая цепочка, даже у невмерцающих и удержавшихся нужно будет переделывать ауру из зла в добро. И в минуты неотступных видений, особенно на закате, когда природу и душу щемит тревога, а нити срываются с древес и превращаются в трепещущий бредень, разрываемый натяжением солнца, в расширяющихся линзах слез Бакаев оглядывает гаснущий мир, ибо сроки грядут, и как во времена Атлантиды, уходящей под воду и в небо, он соберет свою незасвеченную диаспору, задрает люки созданного им корабля и оторвется от земного лона. Помните, когда отъехали подальше, Соломон оглянулся, и город вспыхнул огнем, и весь сгорел, даже камни, город назывался Циентранзен. Боже, неужели заклубилось время, покидать не город, не страну, а планету. Там внизу будет ветер играть на цимбалах. РС, поставив точку, я позвонил Бакаеву и сказал, что при нынешнем журнальном умирании мой материал увидит свет в лучшем случае в апреле. Бакаев шумно вздохнул, это почти что поздно. Февраль. Перм, Москва и Убеликов. Вместо послесловия, текст моего сказания, кому-то может показаться трудночитаемым, темным, излишне метафорическим. Отвечу складывался он в те времена, когда о подобных вещах говорили с оттенком полусказочности, то ли правда, то ли нет. Это потом начали появляться различного рода сенсационные публикации, порой соперничающие друг с другом по фантастичности. У человечества съехала крыша, но личность Бакаева продолжала приковывать. И не только автора этих строк. После выхода в свет предсказания, в юности раздались звонки, страждущим непременно хотелось достучаться до самого Александра Георгевича. Значит, не таким уж трудночитаемым и темным был мой текст. Звонков было так много, что я уже сбился со счета и, честно говоря, чтобы побыстрее отмахнуться от очередного, просто-напросто давал звонившим номер Бакаевского телефона, пусть сам разбирается. Минуло года два-три, и однажды, когда я зашел по делу домой к Александру Георгевичу, там среди прочих многочисленных посетителей, встретил миловидную женщину. Вы меня, наверное, не помните, спросила она, Елена Бабурова. Впрочем, сейчас по мужу, Шульцце, Елена рассказала мне следующую историю. Врачи поставили ей окончательный диагноз, рак, почти не в себе, женщина постучалась к одной своей знакомой, там на журнальном столике, увидела пачку литературных журналов, как вспоминает нынешняя госпожа Шульцце, рука ее непроизвольно прикоснулась к этой пачке и вытянула ту самую юность, где было напечатано сказание об Александре Бакаеве, который мог бы спасти человечество. Елена раскрыла журнал именно на странице, где начиналось это сказание. Признаюсь, что звонка ее я не помню, наверное, звонила, но, по ее словам, после того, как я дал Елене координаты Бакаева, она приехала из Архангельска в Пермь. Сейчас госпожа Шульцце живет то в Лондоне, то в Мадриде, жива-здорова, более того, именует себя последовательницей Александра Георгевича. В общем, воскресил ее Бакаев к жизни. Если бы вы знали, восклицала Елена, как вы мне помогли своей публикацией. Такие примеры перечислять и перечислять. Сложилось своего рода послесловие к сказанию. Клочками, где это было возможно, я вбивал путеводительные колышки различных сообщений о главе космической семьи. Поскольку Россия вступила в период газетной поры, в основном вся эта информация достигала людских умов через газеты. А в газетах аромат текста часто сходят на нет, поэтому послесловие мое, если сравнивать его со сказанием, конечно же, будет адаптированным, но может быть, это и к лучшему. Впрочем, даже адаптированный вариант моего непреднамеренного постскриптума к сказанию, сыграл роль в моей судьбе. Когда ваш покорный слуга уходил из комсомольской правды, ее главный редактор Владимир Мамонтов заметил, ты слишком много уделял внимания теме космоса, что тут ответишь? Ю. Беликов. Комсомольская правда 20 мая 1995 года. Нефтяные шейхи в шоке, русское авто ходит на воде. В одном из своих пророчеств Тамара Глоба говорила, что в ближайшие годы будет открыт новый вид энергии. Указывалось и конкретное место этого открытия Пермь. Прочитав интервью с известной предсказательницей, пермский изобретатель благосклонно усмехнулся, еще бы она была не права. Вот уже несколько лет он проводит испытания двигателя, работающего на воде. Существует видеозапись, под конвоем военных и милиции Бакаев подходит к Мертвому морю отечественной канализации, черпает полстакана теплой мути и заливает ее внутро приставки, так именуется некое приспособление, которое затем подсоединяется к двигателю. И вот уже капот и вздрагивает, и подкованный уральский левша широким жестом приглашает нас в салон гаешной Волги. А на моче даже лучше, утверждает бакаевский помощник. Это не бред и не ирония. Бред и ирония в том, что приставки Бакаева до сих пор не востребованы. Что сам изобретатель не умотал на Запад или, скажем, в Японию. Кстати, предложения подобного рода были. Он их враг, не хочет, чтобы рожденная в России, да в Кругаля, закупалась бы той же России втридорога. Но, с другой стороны, двигатель на воде, сенсация, бдение многих умов, мечта экологов, нужен ли он человечеству. Александр Георгиевич сомневается. Внутренне он, конечно, убежден в правоте своего дела. А на поверку, ученые с холостой пожимают плечами приставки, суффиксы. Быть такого не может. Обессонница нефтяных магнатов. А массовая безработица за ненадобностью бензина. Вот и получается, что против бакаева весь мир, от Саудовской Аравии до Тюмени. Однако расшевеливший мутную воду изобретатель, самопалом, уже пустил по России сотню-другую приставок. Автомобилисты довольны. Правда, изобретение бакаева имеет одну особенность, его владельцем никогда не сможет стать человек безнравственный. По какой шкале определяет Александр Георгиевич уровень добропорядочности, великий секрет. А теперь прикиньте, много ли в России осталось нравственных людей. У приставок есть еще некоторое свойство. Если кто, почти чаяние, пожелает их вскрыть, разобраться в устройстве, приставки самоуничтожаются. Бакаев уже столкнулся с интеллектуальным рэкетом, когда по простоте душевный доверил заветную формулу высокоумному проходимцу. Тот на формуле, как на ракете, сиганул в США, но, суха теория, мой друг. В цейбуле этой, показывает луковицу приставки Александр Георгиевич, происходит нечто, напоминающее термоядерный синтез. Я держу два маленьких магниты, извлеченных из сердцевины цейбуля. Особые магниты, не разорвать как ни старайся. Не на таких ли сплавах основаны и другие изобретения Бакаева. И у беликов. В целом я понял, как работает устройство А.Г. Бакаева. Кстати, на удивление просто, еще в школе был такой опыт, воденный пар подавали в разрядник, а затем получившийся газ собирали в пробирку под водой. Замените пар на форсунку, так как в ней вода демеризуется и на секунду становится, так сказать, уязвимый для разложения, разрядник на другое устройство, сами догадайтесь, и организуйте два камеры, в первой собственно смесь, во второй реактор. Избыточное давление газов в реакторе подаем в камеру с топливной смесью. Как только давление в обоих камерах уравновесится, мы получаем необходимое количество газа для цилиндров. Достаточно легко, правда? А магниты для того, чтобы процесс демеризации проходил лучше. Комсомольская правда, 28 июня 1995 года. Изобретатель водяного двигателя Бакаев заложил бомбу под нефтяных магнатов планеты. После публикации заметки нефтяные шейхи в панике, русское авто ходит на воде. На мой корреспондентский пункт в Перми обрушилась телефонная цунами, читатели требовали адрес изобретателя водяного двигателя. Ему предлагали сотрудничество генеральный конструктор Тольяттинского автоваза Михаил Коржов, директор Нижегородской фирмы Тритер Виктор Колпаков, директор Самарского объединения Юрий Богатырев. Я встретился с изобретателем, чтобы исчерпать хотя бы долю читательского любопытства. Александр Георгиевич, звонившие спрашивают, не туфта ли ваше изобретение, приставка к двигателю, работающая на воде? На сегодня на моих приставках ходят 2476 автомашин. Ваши приставки основаны на добавках воды к бензину. Или это новый вид энергии? Это новый вид расщепления. Экономия горючего при этом составляет от 50 до 200 процентов. Приставки подгоняются к любой марке автомашин, от Мерседесов до нашего грузовика. Очевидно, представители партии любителей пива интересуются, реально ли что благодаря приставкам двигатель может работать даже. На моче, ты же наблюдал эксперимент, в приставку наливается муть из канализационной лужи. Давление в приставке, до 300 атмосфер. Все аж метки вылетят. Деловые люди утверждают, Бакаев мог бы стать миллиардером. Они предлагают наладить сотрудничество если не по выпуску, то хотя бы по продаже приставок. Знаю я этих хитрецов, подъезжали они ко мне, и не раз. Александр Георгиевич. Вышлите, пожалуйста, чертежи, тайну гарантируем. Я гляжу, этот соавтор и набивается, другой. В официальных бумагах их фамилии сверху, а моей и след простыл. Что касается выпуска приставок, то всем заинтересованным частным и нечастным лицам хочу сказать, в этом направлении я работаю по линии Пермского УВД, серийное производство налаживается. Приставки будут выпускаться России в строго ограниченном количестве. Неужели вы не хотите разбогатеть? Какая кстати у вас зарплата? Я получаю 120 тысяч рублей, конечно, а не долларов, здесь приводится нединаминированная сумма, юбы, но суть не в этом. То, что я делаю, я именую наукой от Бога. Моя задача вернуть Россию к Богу. Приставки, тоже от Бога, а посему они не продаются, а дарятся. Где вы родились? Какое у вас образование? Я родился в станице Новокорсунской Краснодарского края. Закончил три института. Но что это тебе даст? Мне это не интересно. А что вам интересно, например, на цимбалах играть? Сам я эти цимбалы смастерил, сам и песни пою. Тут все так просто, струн много, не промажешь. Когда я играю, здесь обычно много народу собирается. Соседи приходят, спойте что-нибудь. Бакаев запел, Христос попросил поделиться водою. И у Беликов, профсоюзный курьер, 16 ноября 1995 года, Анна, возрожденная из пепла. Врачи думали, что Анна давно умерла, не живут с такими ожогами на белом свете. И вдруг являются они на мама за справкой, так, мол, и так, Анна Ядрихинская, 18 лет от роду, находилась в Пермском ожоговом центре, справка выдана в школу для получения аттестата зрелости. У врачей глаза округлились, неужели? Правда, вспомнили, что крутился возле отделения какой-то чудик. В палату его не пускали, тогда он добился того, чтобы распахнули окно, за которым под капельницей лежала девушка-головешка. Наставил некий таинственный брусок, умещающийся на ладони. После этого, поразив врачей и родственников, бессловесная Анна вымолвила. Хочу свежего огурца. Ее обуглило разорвавшимся газом в квартире подруги. Случай расхожий, погасла конфорка. Показалось, что погасла недавно. Чиркнувшая спичка вывернула время наизнанку. Дежурный врач подготовила родителей Анны. Лекарств никаких не требуется. В этот день они впервые услышали о Бакаёве, потом уже прочитали в центральной прессе и кстати, в профсоюзном курьере, что Александр Георгиевич заложил под нефтяных магнатов бомбу, изобрел водяной двигатель. Однако заложил он бомбу не только под нефтяных магнатов. Другая сторона тайны Бакаева в том, что с помощью излаженных им приборов пермский левша берется за самые безысходные в медицинском деле случаи. С тем и предстали у него на пороге. Бакаев сказал, «Просите Бога». На другой день родители окрестились в церкви и снова пришли к нему. Немедленно он выехал к Анюте, тут-то через окошечко, и дотянулся невидимым лучом своего брусочка Александр Георгиевич до Анны. «Сначала я заплакала», — рассказывает она, — затем почувствовала необыкновенную легкость. И ничего не болело. Врачи засуетились, у Анны начали работать почки, пульс стал ритмичным. Значит, лечение наше — на пользу. Принимали они чудодейственную перемену за собственные хлопоты. У медиков возник прожект по пересадке Ани свиной кожи. Бакаев предупредил Анину маму. «Если они к Анюте притронутся, можете с нею проститься». Надежда Юрьевна попросила медсестру убрать катетер-трубочку, соединяющую больную с питанием. На странную просьбу медсестра ответила уничтожающим взглядом. «Ты не мать, ты убийца. Вы гарантируете, что спасете мою дочь», — обратилась Анина мама к заведующему ожоговым центром Николаю Михайловичу Дронову. «Таких гарантий дать не могу», — развел он руками. И был по-своему прав классическая медицина бессильна, когда внешний ожог даже при сдержанной оценке обозначается шестьюдесятью пятью процентами, а внутренней — двадцать. А вот этот человек, — обернулась Надежда Юрьевна к стоящему в сторонке Бакаеву, — «может спасти мою дочь». У отца с матерью осталась Анна. А у Дронова — их расписка, что они не будут иметь претензий к врачам. Сушествует видеозапись о чудесном исцелении Анны. Никаких капельниц, уколов и таблеток. Комната в квартире и Александр Георгиевич, священнодействующий двумя аппаратами над пациенткой. Один аппарат снимает боль, другой — наращивает кожу. Съемки датированы, и можно проследить, как у Анны постепенно очищается лицо, будто откалывается темная скорлупа и появляется чистая сердцевина ореха. Существует и свидетельство самой Анны. Оно фантастичнее видеозаписи. Александр Георгиевич сказал мне, «Закрой глаза, я выведу тебя в космос». Я закрыла глаза, но не поняла, что у меня открыт третий глаз, тот, что находится в межбровье. И когда я прилетела в космос, то оказалась на инопланетном корабле. Там все были рады меня увидеть. Они напоминали нас, живущих на Земле, только не суетились и были какие-то чистые. Они лечили меня разными приборами. Конечно, человек скептический, но жалостливый наверняка воспримет эти небесные видения, как бредовые путешествия, уходящие в небытье девочки. Пусть так, но есть на белом свете Бакаев, вытянувший эту девочку из небытия, и есть Анна, жизнь которой отныне делится на два периода, да и после ожога. До ожога поклонялась группе Дюна, а после, обрела дар ясновидения, позволяющий ей говорить с Богом, он может явиться то в виде светящегося шара, то в человеческом обличье. А иногда такой большой, что я, как точка, описывает Анна таинство своего общения. Это описание важно для нас потому, что оно позволит четче понять личность самого Бакаева. Казалось бы, чего проще, человек изобрел приборы, исцеляющие тяжело больных, так наводни ими медицинские центры, отдай их сотням специалистов, чтобы спасти страждущих. Однако вернемся к той фразе, которую произнес Александр Георгиевич, когда к нему явились родители Анны, просите Бога. Дело в том, что приборы Бакаева действуют и помогают настолько, насколько человек окружен аурой веры. На первый взгляд, сказанное можно отнести к разряду религиозных догм. А пока Анна проходит курс ясновидения. Так получилось, что я присутствовал при одной их совместной импровизации с Бакаевым. Фотохудожник Владислав Бороздин поделился с Александром Георгиевичем беспокойством, его знакомый попал с тяжелейшей травмой в реанимацию. Бакаев извлек откуда-то с полки прибор, тот самый знаменитый брусочек, и, пояснив, что брусочек может действовать на расстоянии, сказал своей ученица. Анюта, проследи за ним, вылетя, под ним он подразумевал того человека с травмой. Как только мозг его начнет светлеть, прилетай сразу. А сам через паузу сокрушенно добавил. Да, шесть стяжек. Врачи там многое натворили. Но я его мозг немножко потянул. Жаль, он от Бога далек. Анюта, возвращайся. Анна возвратилась. Сколько ей еще предстоит улетать и возвращаться. Пусть всегда возвращается. Юрий Беликов, Сапкор газеты «Комсомольская правда». Специально для профкурьера. Профсоюзный курьер, 25 ноября 1995 года. Послесловие. В прошлом выпуске профсоюзного курьера была опубликована заметка Сапкора газеты «Комсомольская правда» Юрия Беликова. Анна, возрожденная из пепла. В заметке шла речь о 18-летней Анне Ядрихинской, получившей страшные ожоги и спасенной пермским целителем, главой космической семьи Александром Георгиевичем Бакаевым. Он с помощью изобретенных им приборов возродил Анну к жизни. В редакции стали раздаваться звонки. Звонившие спрашивают координаты целителя. С пониманием отнесясь ко всем тем, кому не в силах помочь традиционная медицина, мы тем не менее призываем вас с пониманием отнестись и к личности Абге Бакаева, учесть его загруженность и особенность метода лечения. Она заключается в следующем, целитель помогает тем, кто просит Бога, в ком сильна вера, выражающаяся не только в знании молитв. Оцените собственные возможности, прежде чем добиваться встречи с Александром Георгиевичем. Дорога к Бакаеву открыта для всех, с ответственностью заявляем, что это реальный человек. Он живет в Перми. Редакция профсоюзного курьера. Профсоюзный курьер, 18 июля 1996 года. Двустороннее движение к чуду. Лет шесть назад в Саратове, на проходившем там съезде российских магов, в разношерстной кутерьме колдунов, шаманов и целителей из уст серьезного ученого, занимавшегося развитием ракетной техники, профессора Владимира Волченко прозвучала фраза, которую он произнес с запинкой, но достаточно определенно. Бог есть, и вкладывал он в нее отнюдь непростаречивый религиозный смысл, мол, существует некая высшая моральная ценность, а вполне точный, опирающийся на научные выкладки и математические расчеты. Второй раз подобную же по наполненности фразу я услышал уже в Перми от Александра Бакаева. Каждому из приходящих к нему за помощью он говорит, просите Бога. И опять же Бакаев имеет в виду не столько свечку, поставленную перед иконой в церкви, сколько внутреннюю, самочинную, неканоническую просьбу молитву. Меня всегда уморительно восхищала псевдобожественная гордыня людей от науки, отрицающих, с их точки зрения, все необъяснимое, регламентирующих погоду, уровень и протяженность жизни, вторгающихся в те пределы, которые в силу природных особенностей человеку заказаны. При этом человек пыжится и надувает щеки, а Бог прост, и все землетрясения, исчезновения самолетов, цепочка катастроф и эпидемий побивают человеческую логику. Хотя они вероятнее всего-то, и связаны с логикой поведения человека, формулировки героя моего повествования просты, даже на первый взгляд банальны, не ругайтесь, будьте дружелюбнее, Такие слова говорят воспитатели в детском саду. Те, кто почему-то уверовал, что истина должна выглядеть гораздо ажурнее и сложнее, обычно пропускают мимо ушей эти детсадовские наставления. Между тем Бакаевские наставления удивительно точны, к нему нельзя обращаться с вопросом, вы можете предсказать, когда приблизительно это случится. Александр Георгиевич отвечает, мы ничего не предсказываем, тем более приблизительно. Мы всегда говорим точно, под мы он, очевидно, подразумевает космическую семью, главой которой он является, или высший разум, Бога. Я уже не единожды убеждался в Бакаевской точности. О том, что на Перм в начале лета обрушится снегопад, он предупредил меня за две недели, предвыборная суета вызывала у него добродушную усмешку, так, наверное, тот же воспитатель смотрит на расшалившуюся ребятню. По этому поводу Александр Георгиевич сказал, что, самое интересное, можно уже не тратить миллиарды, потому что 18 июня будет известно, что победит Ельцин, 18 июня Лебедь стал секретарем Совета Безопасности, что фактически во многом предопределило исход президентской кампании. Бакаев показывает мне редкие снимки, на которых как бы запечатлено то, что с точки зрения профессионального фотографа может быть определено как брак, а по Александру Георгиевичу это кот, черным рубцом повисший над кабиной, в который едет изливающий ненависть человек. Не внял он простоватым предупреждением Александра Георгиевича, не ругайтесь, будьте дружелюбнее, пожалуйста, лопнула шина у грузовика, а шофер среагировал традиционно. Вот вам и кот. Кот проставляет небо, космос, высший разум, синонимы можно множить и менять местами. Человек плохо подумал о ком-то, он раздражен, на фотографии снова кот, а кот, прямая дорога к болезни, вероятность трагической развязки. Даже если вы истово просите Бога, но при этом огорчаетесь, срываете накопившееся негодование, та энергетика веры, которую вы сумели набрать, сжигается, и вам уже трудно будет стать пациентом Александра Георгиевича, чудодейственные приборы, изготовленные им, не сработают. В Бакаевской квартирке не смолкает телефон. Звонят отовсюду из Томска, Омска, Калининграда, Риги, Воркуты и Симферополя. Звонят рабочие и домохозяйки, предприниматели и министры. У всех, край, приговор врачей, последняя надежда. Нам, конечно, хочется узнать, из чего изготовлены приборы Бакаева, каков принцип их работы, как с точки зрения современной физики, происходит взаимодействие между неким зачехленным от лукавого глаза веществом, или конструкцией, и человеческим организмом. А если это желание, все то же самое послеповатое вторжение человека в пределы Бога. Давайте остановимся на том, что нам дана возможность исцеления, а как там взаимодействуют вещество и естество, пусть хранят небесные сферы, если им нужно это хранить. Еще один пермский пример тому порокой. С семилетним мальчиком, назовем его Максим. Один. Произошло несчастье. Врачи констатировали клиническую смерть, после реанимации, тяжелую форму столбняка и заражения крови, трахеостому, множественные переломы. Кроме того, постгипоксическую, из-за отсутствия воздуха, энцефалопатию. Прогноз был один, не выживет. Чудес не бывает. Если же вдруг мальчик выкарабкается, не двигаться, не говорить. Сейчас врачи разводят руками, оказывается, чудеса бывают. Судьба привела мать мальчика к Александру Георгиевичу. Из шока и абсолютного неверия, к энергетике веры. От массово случайного хождения в церковь, к реальности Бога. Бакаев поначалу не взялся лечить, потому что был невысок, по его выражению, процент веры. В этом случае по космосу ему лечить не разрешают. Александр Георгиевич поручил заняться лечением Максима своим ученикам. Постепенно по мере повышения процента веры, стал сам снимать коды. Мальчик на глазах преображается. Начал ходить, говорить, при этом вспоминая речевой запас не только русского, но и английского языка. С живым интересом смотрит видеофильмы, ничуть не уступая по восприятию сверстникам. Конечно, многое еще предстоит. Но ведь чудо. Не стремитесь объяснять чудеса. Тем более опровергать. Единственное, что нужно помнить, чудо не двигается навстречу, если ты от него далек. Ю. Беликов, Дебальцевская городская общественно-политическая газета «Трибуна», номер 38, 300, 21 сентября 1996 года. Спешите делать добро. От фантастики к реальности. В 1989 году я прочитала в газете статью доктора медицинских наук, известного ученого, о существовании в природе темной силы, оказывающей отрицательное влияние на нашу жизнь, состояние здоровья. Для меня эта статья была как гром среди ясного неба. Как, ученый муж говорит о таких вещах? Позже снова неоднократно приходилось сталкиваться с фактами, событиями, обсуждениями, не подающимися нашей традиционной логике. Их можно было просто отмести. Но, хотелось найти им или объяснение, или опровержение. Не находилось ни того, ни другого. Немногим более месяца назад газета «Трибуна» предложила своим читателям публикацию Сабкора Комсомольской правды Ю, Беликова «Двухстороннее движение к чуду» о нашем бывшем земляке Аге, Бакаеве. Когда я сама прочитала статью, у меня и в мыслях не было, что встреча с этим человеком возможна. А встреча состоялась. Казалось, что фантастическое перемежается, тесно переплетается с реальностью. Сказала об этом Бакаеву, улыбнувшись, он ответил, «Это вам так кажется. Все очень просто». Эти слова он повторял потом неоднократно. Уроженец Краснодарского края, детство, юность проходили в деревне Григорьевка, близ Криничной, затем в Дебальцеве. Начинал с малого, работал шофером, закончил техникум. За его плечами несколько средних и высших учебных заведений. Но, по мнению самого Александра Георгиевича, они были для него очень неинтересными и оставили незначительный след в памяти. Все, чему он посвятил свою жизнь, получил в Космической академии. Глава космической семьи, представитель высшего разума, он уполномочен обеспечить выполнение на Земле программы, определенной космосом. Ни больше, ни меньше. Что же это за программа? Предлагаем читателям интервью А.Г. Бакаева городской газете. Основная моя цель – изучать характеры людей, наблюдать за деятельностью больших и малых руководителей, сблизить людей, сдружить. Это очень важно. Они должны понять, что достичь высокого уровня развития общества может только в условиях мирного существования. Примером этого является Атлантида. Пока ее граждане жили в мире и дружба, государство процветало, как только там проросло зерно недоверия, люди перестали верить в Бога, начались распри, и оно погибло. Нужно помнить и выполнять элементарные Божьи заповеди, не убей, не укради. На царя Соломона нападали 128 раз, он всех врагов отбил, но сам ни разу не нападал. Народ его умел только защищаться. Надо, чтобы эту истину поняли и наши правители. У нас далеко не так. Люди стали очень агрессивными. Главное в их жизни – заработать и поесть. Забыли, что есть песни и пляски. После войны тяжело всем было. Но жили веселее, общались и не пили так, как сейчас. Согласно с вами целиком, Александр Георгиевич. Три года после войны жила в деревне и хорошо помню, как люди делились друг с другом тем малым, что имели, хлебом, молоком и другие. Не ждали, когда кто попросит, несли сами соседям и знакомым. Огороды пахали и засевали дворами, у одного корова, а другой готовил обед на всех. И, конечно же, на радостях были песни и пляски. Вот видите. Человек, видевший в жизни трудности, умел радоваться, сострадать, понять чужую беду. После войны было много людей, верящих в Бога, даже несмотря на жестокий сталинский режим. А потом пошло неверие. Мы же избаловали своих детей, очень редко говорили им о том, откуда что берется и почему. Теперь пожинаем плоды. Но ведь сейчас в церковь ходят много людей. Вы убеждены, что это истинно верующие люди? Нисколько. Я понимаю, что для многих из них это дань моде, в том числе и для наших правителей. Тем не менее прекрасных, умных людей всегда было очень много. Поэтому и жизнь шла, сколько фантастических предсказаний далекого прошлого осуществлялось. Вспомните гонения, которые терпели многие ученые. Мы и сейчас удивляемся, как они в свое время могли сделать такие открытия. Но они работали на благо людей. Изобретение Яблочкова, Эдисона и других прочно вошли в нашу жизнь. И сегодня поле деятельности огромно. Но дел нет. Осталась одна говорильня. Александр Георгиевич, газеты писали о необыкновенном изобретении автомобильного двигателя, работающего на воде. Объясните, что это за чудо. Пока речь шла не о двигателе, а о приставке к двигателю. Эта приставка благодаря особым катализаторам преобразует обыкновенную речную водопроводную воду. Получается новое топливо для двигателя. При этом вырабатывается тепловая энергия, которую можно использовать и для других целей, обогрев жилья, его освещение. Гарантийный срок эксплуатации приставки 30 лет. С приставками сейчас уже бегает свыше 5000 машин. А ведь они же и помогают хозяевам излечивать тяжелые недуги, туберкулез, спид и другие. У этих людей мышление становится богатым, сильным. Какой скорости достигает автомобиль с такой приставкой? Какой скорости? Гоночная машина не сможет догнать такой автомобиль. Внедрена ли эта приставка в широкое производство? Нет, мы делаем ее в нашей мастерской в Перми. Планируем скоро делать и в Москве. Дело в том, что пока мы сами не заинтересованы в широком ее использовании. Нет уверенности, что такая приставка, когда она попадет в руки человека, не верующего в Бога, в добро не принесет вред людям. Александр Георгиевич, все же как реализуются такие приставки? Мы не продаем их, дарим людям, которые заслуживают этого. Простым людям, которые верят в Бога, просят его о помощи. Такие приставки очень экономичны. Людям не нужно нести большие материальные затраты, и они не связаны в дороге заботами о поисках бензина. Вот посмотрите, сколько я израсходовал воды, пройдя 7000 километров. Разговор проходил во дворе, Бакаев поднял капот своих Жигулей и продемонстрировал сказанное. Моей машине 14 лет, а выглядит она как новенькая. Все очень просто. Машина после окраски прошла закалку, и ей не страшны обычные камешки, поэтому на ней нет царапин. Осенью мы выпустим новый автомобильный двигатель без поршней и колец мощностью до 1 миллиона лошадиных сил. Это не фантастика. Это мечта людей, и она станет реальностью. Двигатель тоже будет работать на воде. Когда вы впервые ощутили контакт с Божественной силой, пятилетним мальчуганом встретил на улице своей деревни дедушку в удивительной золотистой одежде. Почтительно с ним поздоровался, опустил голову. Когда поднял глаза передо мной никого не было. Потом были другие встречи. Дар предвидения давно с вами. Еще мальчишка увидал однажды, как плотники строили мост через нашу речку. Я подошел и сказал, что в полдень мост снесет водой. Плотники посмеялись и прогнали меня. И вот вскоре начался ливень и водой снесло недостроенный мостик. Мужчины нашли меня и спросили, где же надо строить. Я указал место, мост стоит до сих пор. Как происходит ваш переход в космос? Разными путями. Проблем в этом нет. Могу душой перенестись. А можно и физически. Телепатически связываю с тарелкой садиться на землю, и я улетаю. Александр Георгиевич, как выглядят существа, с которыми вы встречаетесь в космосе? Это люди, но не земные. Они очень красивые, высокого роста, до 2,7 метра. Общение у нас телепатическое. Однако они свободно меня понимают, когда я разговариваю по-русски. Переводчик нам не нужен. Как часто вы бываете в Дебальце? Как только ощущаю, что нужна моя помощь, нужны мои лекарства, я еду. Какие лекарства вы используете в лечении людей? Это необычные в вашем понимании лекарства. Они не имеют какого-то земного названия. Готовим на травах, и на наших местных, и на тех, что привозим из Китая, Японии и других стран. Их свойства чудодейственны, ведь мы в лечении не пользуемся скальперем. Все происходит бескровно. Неизлечимых болезней для нас нет. Вот перед вами парнишка, которому 2 года назад КамАС переехал ноги. Он перенес 6 операций, кости срослись неправильно. Трудно сказать, чем бы все это закончилось. Но мать вовремя привела его ко мне. Она очень просила Бога о помощи. И мне разрешили ему помочь. Сейчас посмотрите, какие аккуратные швы. Парень бегает, прыгает. Я рад за него. Помогаю советам, как быть дальше. А как с оплатой лечения? Кто берет деньги за лечение, тот не в состоянии помочь человеку. Порчи и коды за деньги не снимаются. Тот, кто много обещает, врет. Мы ни с кого не берем ни копейки. Как же вы смогли добиться признания высоких чиновников? Это было давно. Я работал в милиции, помог разобраться с многочисленными ЧП, излечил многих работников в тех случаях, когда врачи разводили руками. Убеждал, что помощи нужно просить у Бога. Сумеешь просить, будешь жить. И мне поверили. Сейчас к нам за помощью обращаются и ученые, и министры, и другие чины. Скажите, много ли на Земле посланников космоса, таких, как вы? Много. Иначе Земля уже погибла бы. Как-то можно предотвратить катастрофу. В первую очередь мы стараемся предупредить природные катаклизмы. Сообщаем точно день, час, когда они могут произойти. Даем возможность принять меры. Когда люди не хотят договориться мирно, начинаются волнения в природе. Так было перед событиями в Спитаке, в Чечне, на Чернобыльской АЭС, с Чернобылем работаем и сейчас пытаемся предотвратить новое бедствие. Во-вторых, нужны разработки новой техники, новых технологий, чтобы привести в порядок экологию. И, конечно же, то, о чем уже шла речь, укрепление веры и нравственности людей. Тягостное впечатление. Безнравственность. Патологическая жадность. Люди бедствуют. Замерло движение на дорогах, недучшие впечатления от Дебальца и Эва. Мало того, удручает его будущее. Все распадается, разваливается, от завода скоро останется одна труба. Люди должны понять, что в одиночку ничего не сделать. В прошлые времена связи Украины с Россией и другими республиками были крепкими, все делились друг с другом тем, что было. И было прекрасно. Связи нарушились, стала замирать и жизнь. Через год, если люди не поймут, что нужна вера, будет еще хуже. Людей надо учить верить в Бога, как детей. А еще, естественно, нужен труд. Времени нашей планете отпущено немного. Темные силы сгущаются. Поэтому нужно спешить делать доброе дело. Отслесарчук. Пермские новости номер 51, 657, 2 апреля 1997 года. Живет на Земле космическая семья. Перед тем, как из Америки в Москву прилетел кардиохирург Майкл Дебейки, компетентные люди прибыли в Перм к Александру Бакаеву. Они спросили его, можно ли Борису Николаевичу Ельцину обойтись без операции. Можно, ответил он. Пусть спросят Бога. У меня блатников нет. Откуда Александр Георгиевич известен высшим чинам? Во-первых, на автомобилях некоторых представителей МВД стоят его приставки к двигателю, позволяющие машине работать на обычной воде. Во-вторых, Бакаев исцелил от неизлечимых болезней многих, применяя свои космические приборы. В-третьих, он наглядно продемонстрировал собственные возможности весной прошлого года, когда, будучи в столице, начал лечить генерала Анатолия Романова, бывшего командующего российскими войсками в Чечне. В прессе немало уже наговорено о дорогостоящем японском оборудовании, которое должно поднять пациента на ноги. И не слова о главном в том, что генерал стал прибавлять в весе, заслуга не столько заграничного стимулятора, сколько. Существует сенсационная видеозапись, не имеющая аналогов в мире. Бакаев называет это так, ввод души в тело. Над Романовым по конусообразному лучу движется точка, какая она, оказывается, крохотная душа. Александр Георгиевич священнодействует приборами, их у него несколько куб, брусок, квадрат, это чисто зрительное восприятие, из чего они сделаны неведомо. Романов был парализован, жад, говорит Бакаев. Стоящие рядом увидели, как он стал расправлять ноги и руки. Я дал команду держите его за руки и за ноги. Зачем, держите? И вдруг, на удивление, Романов начал поднимать державших. Но что, спрашиваю военных, дальше вас поднимать? Не надо, я сказал, что готов продолжить лечение и вскоре генерал к вам явится в погонах, только нужно убрать японский стимулятор. Но поскольку на высоком уровне было обещано, что в мае 1996 Романов уже заговорит, стимулятор не убрали. После этого я больше не мог лечить. В Москве Александру Георгиевичу предложили квартиру и дачу, он улыбнулся, нет, я лучше в свою деревню поеду. И уехал в Пермь, жизненные ценности у него чуточку другие. Вот почему, когда речь зашла о здоровье Ельцина, он ответил коротко «пусть просит Бога». И это не было присловием, тем более пустословием. Сила приборов Бакаева такова, каков у больного, или как в случае с генералом Романовым, у его родных и близких процент веры, иначе приборы не включатся. Кто он, Бакаев, изобретатель, целитель, ясновидящий. Если удастся вместить названное и неназванное определение, возможно, это он. Мне часто приходилось слышать, что такого человека в России вообще не существует, или что Бакаев – журналистский вымысел. Но вот передо мной лежит письмо референта вице-президента АО «КамАС» по международным и федеральным проектам «Кутурги», адресованное Александру Георгиевичу. Он пишет «Во-первых, я не раз слышал об изобретении, речь идет о приставке к двигателю, прим, АВТ, от людей, которые проживали и проживают в Перми. Во-вторых, я видел публикации, посвященные этому событию. В-третьих, разнообразные способы получения информации подтверждают их достоверность. А в-четвертых, ваш корреспондент просто-напросто побывал в космической семье Бакаева. Так Александр Георгиевич называет круг своих учеников. В Хрущевке, где Бакаев проживает, их иногда набивается столько, что глава космической семьи шутит, никак не могу пройти через ясновидящих. Теперь послушаем короткие исповеди тех, кто пришел к Бакаевскому порогу. Татьяна Токарева. В городе меня знают многие, потому что я работаю в областной детской больнице. Я болела очень тяжелой болезнью, фитохромоцитомой левого надпочечника. Перенесла две полостные операции, последнюю, в Москве, в Институте эндокринологии. Оперировали меня светило медицины. Операции закончились предписанием, скорую не вызывать бесполезно. Александр Георгиевич сказал мне, проси Бога. И Богу было так угодно, что он меня вылечил. Реплика Бакаева, когда Танюша к нам пришла, мы просмотрели, ей оставалось жить полторы недели. Медицина не знает, как убирать коды, то есть причины недуга, тем более, что существуют инвальтования из тамагута, это новые виды болезней. Мы эти болезни лечим, Лилия Часовская, работала я в одном не инженером-конструктором. Случилось так, что сильно облучилась. И чтобы меня шибко не жалели, ушла умирать в Шарашкину контору. Ходила в косынке, потому что лысая совсем была, рак крови. И тут узнала, что есть в Перми космическая семья. Вылечили меня быстро, как видите, волосами даже обросла. Татьяна Агеева. Вот посмотрите, два года назад эти руки были перебинтованы, намокали от гноя и крови. По предписанию врачей я принимала сильные таблетки, мне делали горячие уколы, но ничего не проходило. С этими руками я пришла к Александру Георгиевичу. Он покачал головой, и только Бог знает, что он обо мне подумал. Сказал, проси Бога. Очень просила. И вы знаете, руки начали заживать. А потом усомнилась, да сами они по себе заживают. И в тот момент, ба-бац, руки снова в коростах. Господи, батюшка, ну прости меня, грешную не буду больше сомневаться. И Александр Георгиевич изготовил для меня чудесную мазь. Руки мои зажили, и весной я могла садить грядки. Галина Губина. Бог привел меня к Александру Георгиевичу, как я сейчас понимаю, чтобы дать мне спасение. Сильно кружило голову, и я чувствовала, будто откупорили большой воздушный шар, так из меня уходила энергия жизни. И вот когда я казалась, уже теряла сознание, явился Александр Георгиевич. Он в это время выходил из комнаты, но по космосу, его вернули. Как видите, я жива-здорова. Я хочу сказать, что космический план рассчитан настолько, что программу уже нельзя передвинуть. Я по-земному, инженер по авиационной технике. Но когда работаешь с космосом, понимаешь, насколько мелки земные планы. И насколько велики возможности, исходящие от космических братьев. Не каждый человек готов принять данные. Словно подтверждая слова своей ученицы, Бакаев включил видеозапись. Я увидел современный самолетный двигатель PS-90, изготавливаемый на одном из пермских заводов, которым, кстати, оснащен лайнер президента России. Дальше был показан супердвигатель, спроектированный Александром Георгиевичем с помощью космоса, двигатель, без поршней и колец, действующий так же, как и автомобильная приставка на воде, мощностью до одного миллиона лошадиных сил. Я чуть не подпрыгнул. Это, к примеру, Камской ГЭС не надо. Да, согласился Бакаев. У американцев есть двигатель, ресурс которого до ремонта, от 12 до 25 тысяч часов. Но мы хотим сказать, что это полное барахло. Посмотришь, какое-то корыто летит. У нашего двигателя гарантия 100 лет. Все необходимые разработки мы уже передали в Москву, и если там правильно поймут, не только Россию, но и землю можно будет спасти от грядущих катастроф. Бакаев предоставил мне возможность прокатиться на своем «Жигуленке», в которой была вмонтирована его знаменитая приставка. Машина срывается с ходу, не нужно никакого разогрева, и может легко обставить гоночный автомобиль. Я не мог не спросить Александра Георгиевича, почему не налажено массовое производство приставок. Ответ был прост и оригинален. Если такая приставка попадет к человеку, не верящему в Бога, она принесет людям вред. Космическая семья приставки не продает, она их дарит людям высокой духовности. Впрочем, и приставки, и миллионный двигатель при соблюдении определенных условий могут изготовляться и в Москве. Одно из условий, я под правителей не пляшу. Как сказал, так и будет. Ни больше, ни меньше. И у Беликов, газета Трибуна, номер 22-493, 2 июня 2000 года, уходя навсегда вперед, мы понимаем, поэтому ничего не можем понять. Лец, если люди будут дружелюбными, ко всему подойдут без предвзятости и воинственности, то смогут достичь высокого уровня развития. Человечество избрало путь позитивного развития, ученые многих стран сумели решить вопросы, на которые столетия не было ответов, как передать энергию на любые расстояния, как войти в космос и многие другие. 20-й век оказался эпохальным в развитии планеты, и в новое тысячелетие люди шагнут с новыми знаниями, учитывая весь прошлый опыт. Современные наука и техника позволили заглянуть в глубины человеческой жизни и мироустройства. Ученые пришли к выводу, что прогресс зависит от целой системы взаимосвязанных причин и следствий, поэтому важно правильно избрать дальнейшее направление научной мысли. Уже сейчас с уверенностью можно сказать, что Земля на пороге важных для всего человечества открытий. Наука вплотную подошла к изучению тонких энергетических структур материальных и других объектов и их взаимодействий. Специалисты многих стран изучают проблемы получения и применения энергии, использования полевых структур, создают новые уникальные технологии в области медицины, физики, химии, биофизики и других земных наук, подошли к открытию новых законов. Во все времена на планету Земля Богом посылались таланты, Ньютон, Тесла, Солковский королев и многие другие дали цивилизации толчок к дальнейшему развитию. Творец создал для всех равные условия совершенствования, и те, кто правильно понял, шагнули навека вперед, уводя за собой человечество. Сейчас возможен рывок, подобный тем, что были совершены во времена Коперника и Эйнштейна. Научные исследования энергетического взаимодействия различных объектов позволяют говорить, что у живых организмов, кроме атомно-молекулярного или физического тела, есть еще ряд тонких, сходных с первым по форме. Они невидимы простым глазом. Специальная аппаратура фиксирует параметры энергетические изменения эфирного, астрального, или биоплазменного, тел, наука пришла к выводу, что они одновременно являются частью индивидуума и космоса. После смерти человека его астральные структуры некоторое время продолжают существовать, что подтверждают приборы, по сути, тонкие тела, которых у человека семь, это энергетическая матрица живого организма, и поэтому все процессы, происходящие в атомно-молекулярной оболочке, лишь результат энергетических взаимодействий в тонких структурах. В них находят отражение энергии его мыслей, намерений и поступков. Вот здесь мы напрямую подходим к духовности. Чем она выше, тем здоровее человек, то есть положительная энергетика дает здоровье. Отрицательные же эмоции, негативные слова и действия оставляют темное образование в телах, аури, ведут к пробою биополя, и начинается болезнь. Понятно, что пока нарушено нормальное течение энергии, хорошего самочувствия не будет, а лекарства и операции лишь облегчат состояние на какое-то время. Изучая особенности энергетических структур человека, биофизики научились влиять на психоэнергетику. Исследования показали, что возможно отрицательное и положительное воздействие. С одной стороны, человечество может найти новейшие методы и способы исцеления. Новый шаг в этом направлении позволит решить проблему стрессов, неврозов, различных психопатологий. А с другой стороны, возможно жесткое или тонкое управление мышлением человека, превращающее его в зомби. Благодаря достижениям науки большому числу людей внушаются определенные мысли и идеи. Используя энергию в разрушительных целях, можно нанести удар по энергетике человека и вызвать любую болезнь. Сначала она появится в полевых структурах, на тонком уровне, а затем возникнет в физическом теле. Подобный механизм срабатывает при наведении сглазов, порч, при наговорах и так далее. Как правило, люди и не подозревают об источнике болезни. Вылечить человека можно, только снимая эту грязную энергию. Вы знаете, что во многих странах создано психотропное оружие, способное за секунды лишить жизни миллионы людей. Но не всех, те, кто просит Бога и не несет зла, обладают положительным потенциалом. Если он силен, то есть духовность человека и вера в Создателя высоки, то никакие разрушительные воздействия извне не страшны. На добрых людей Творцом выставляется защита. Поэтому ученые видят разницу в силе и мощности человеческих биополей. У одних оно слабое, у других, физ сильнее, а кто-то вообще не подается анализу и отрицательному воздействию. Как бы далеко не ушла земная наука вперед, многое для ученых остается загадкой. Уникальные явления на планете, такие как трансформация полей Земли, вспышки и разряды неизвестных структур, плазменные образования, розовый туман и другие, пока мало изучены. Подобные феномены специалисты не могут до конца объяснить. Это говорит о том, что земные науки не дают точных ответов. Учеными предположительно открыты торсионные поля, но еще полностью не доказано, что это за явление. Углубляясь в науку по божественному направлению, люди смогут открыть много нового для себя. Создатель дает тысячи путей, идя которыми, можно достичь больших высот и новых знаний. Так, например, произошел интересный случай во время научного исследования ядра клетки. Известно, что оно не делится. Но когда ученые попросили Бога о помощи, эксперимент удался, на глазах у 53 ученых из разных стран, среди которых были и лауреаты Нобелевской премии, ядро клетки разделилось. И было открыто заявлено всему миру «Бог есть». Вот как просто людей подводят к истине. Если люди будут дружелюбными, ко всему подойдут без предвзятости и воинственности, то смогут достичь высокого уровня развития, какого достигла Атлантида. А с помощью Творца земляне могут бесконечно изобретать и творить. Замечательно, когда люди начинают вновь открывать то, что другие знали давно, это происходит потому, что секреты новых знаний в свое время не были раскрыты до конца только из-за того, что при использовании этих знаний в целях агрессии могли быть уничтожены народы планеты. В настоящее время доработка изобретений ведется в сверхсекретных лабораториях, о существовании которых люди и не подозревают. Многие достижения используются во зло, поэтому новейшие технологии, приборы, двигатели, созданные на альтернативной основе, позволяющие решить проблему топлива и времени передвижения, не доходят до людей. Существуют такие изобретения, которые опережают достижения науки на несколько порядков. Когда испытывали приставку к автомобилю на воде, многим не верилось, что машина вообще заведется. Но когда на глазах у представителей науки машина мгновенно завелась и тронулась с места, легко пошла с большой скоростью, очевидцы поняли, что факт – упрямая вещь, находясь в салоне автомобиля, работающего на воде, движущегося с любой скоростью, ученым было трудно спорить, и они признали открытие. Такими новинками, как это, прежде всего заинтересуются те, кто сейчас ведет войны, уничтожает народ. Лжеученые и лжекомандиры действуют вне всяких законов, работая против России, Украины и других стран. Творец дает знания для созидания, а не для того, чтобы с их помощью убивали и обманывали простых людей. Но если среди землян будет взаимопонимание, исчезнут вражда и злоба, то новинки будут использованы на благо тех, кто несет добро. История показывает, что там, где понималось значение открытия и внедрялось новое, люди преуспевали. Но как только духовность начинала падать, многое устаревало. С течением времени истинных, передовых знаний уже не было. А когда изобретения начинают применяться против людей, настоящая наука заканчивается. Думаю, что простые люди, правительства сделают выводы и поймут, что так дальше на планете Земля не может продолжаться. Люди уничтожают себя разными путями. Сейчас вышла из печати книга «Шаг за шагом к божественным знаниям и наукам», ай-яй-яй части, где показано, как отойти от негативного, как вернуть мир на планету и войти в содружество с другими цивилизациями. В первой части книги поясняется, как Богом создавалась Земля, как на ней раньше жили люди. Во второй части показаны негативные последствия неправильного использования достижений различных наук на нашей планете, даны предупреждения о будущих катастрофах, которые произойдут, если люди не захотят остановиться в своих действиях. В третьей книге будет рассказано о развитии наук других цивилизаций, показано, чего они достигли и как еще можно исправить положение на Земле. Вот небольшой отрывок из третьей книги, глава заметки капитана Н. Последний барьер был снят, я поблагодарил за помощь и сказал, что готов к работе, сначала меня провели по кораблю, познакомили с аппаратурой и дали возможность поработать одним из приборов, чтобы остановить метеоритный дождь над Землей. Так, значит, вы помогаете нам и следите, чтобы ничто не повредило планету извне, воскликнул я. «Пожалуйста, успокойся», — ответил помощник командира, — «это наша обычная работа во время дежурства в околоземном пространстве, тысячи кораблей участвуют в этом». Я не мог понять в этот момент, почему же мы, земляне, так враждебно относимся ко всем инопланетянам и даже к нашим друзьям, которые так заботливо защищают нас. Сколько же нужно времени, чтобы мы поняли их, — подумал я, — несколько лет. Неожиданно вслух ответил мне улыбающийся друг и дал в руки небольшой прибор. «Вот смотри», — сказал он, — «скоро у вас на Земле появятся подобные вещи, но вы их будете создавать сами. Этим прибором можно остановить булю, произвести тысячи операций, но с разрешения Бога». Вот таких высот достигают люди других цивилизаций, которые идут по божественным направлениям. Они работают в простоте и дружелюбии на всех планетах. Земляне также могли бы изучать разные науки и созидать, если бы шли с Богом. В четвертой части книги будут показаны последствия неправильного применения открытий, указано, сколько тысяч миллионов людей погибнет. Процесс будет необратим, если не сделают правильных выводов ученые и руководители государств планеты Земля. Пятая книга расскажет о Золотом веке. В ней будет указано, сколько тысяч людей поймут негативный характер происходящих сейчас на планете процессов и пойдут по пути созидания и помощи друг другу. Впереди переломный момент. Вы видите, как идут ложь и клевета о Чечне, как хотят унизить правительство России, талантливых и одаренных людей. Ищут секты, а сами при том являются сектантами, то есть выразителями мнения меньшинства. Такие работают против благополучия людей и развития знаний на планете. Люди Земли. Будьте самостоятельны в своем решении, не ведите дебаты, будьте дружелюбными, помогайте друг другу, чтобы ваша страна ушла по новым наукам и направлениям вперед. Чем быстрее вы сделаете правильные выводы, тем быстрее не станет злоба вокруг вас, идя по пути божественных наук. Вы сами научитесь создавать уникальную технику и совершите открытия, каких еще не было на Земле. Успехов вам в вашем труде. В помощь ясновидящим и тем, кто поймет, вышел видеофильм, в котором пояснено, почему погибли Атлантиды и другие цивилизации, существовавшие ранее на Земле, как работали Сталин, Берия, Ельцин и другие, что повлияло на их жизнь, почему они не справились с обязанностями и по каким причинам покинули посты. Если развивать науки от Бога, то земляне смогут шагнуть на тысячелетия вперед. Если будут идти так же, как сейчас, то выйдет фильм предупреждения людям о крупных катастрофах, которые пройдут по всей планете. События в Украине тоже будут описаны и будет указано, какие несчастья постигнут людей. Если же они разберутся, от чего происходит распри, от кого они идут, что случилось в стране, и сделают правильный вывод, то катастроф можно избежать. Сейчас от людских дебатов над городами стоят грязные энергии, как в спятаке, и поэтому катаклизмы неизбежны, и они произойдут. В Украине останется два нетронутых участка. У вас есть время, чтобы исправить положение, но его не так много. Предупреждения начались с Карпат, так как все люди там были вовлечены в споры и дебаты. Это только начало. А. Г. Бакаев, газета Трибуна, номер 38, 561-21 сентября 2001 года, прорыв к божественным наукам. Простые и догадливые люди, без предвзятости прочитавшие эту статью, прочтут те книги, в которых описано, как уйти вперед к божественным знаниям и наукам. Такие земляне уйдут на сотни лет вперед с новыми знаниями, будут строить летательные аппараты и космические корабли, изучат медицину, обновляющую органы человека и продляющую жизнь на сотни лет. По божественным наукам можно развиваться бесконечно. Люди с земным уклоном, решившие сами строить все новые без Бога, далеко не уйдут. Они уже пришли в никуда, продолжая доказывать, что их знания самые передовые. Увы, здесь тупиковый вариант, из которого никогда не выбраться, потому что темные силы не дадут развиться. Наглядный пример, я предсказывал, что Фобос-1 и Фобос-2 и станция мира уйдут в небытье, так и произошло. Японские, американские спутники, корабли тоже разрушаются. Любая, даже самая современная земная техника недолговечна, требует больших затрат на ее создание, эксплуатацию и ремонт. Вы теперь поняли, чего стоят знания людей нашей планеты. Прочитавшие 1, 2, 3 и 4 книги шаг за шагом к божественным знаниям и наукам будут уходить навсегда вперед. Поймут, как правильно подойти ко всем жизненным ситуациям и исправить положение в лучшую сторону. В книгах даны предсказания для России, Украины, Америки, Англии, Франции и других стран. Еще в 1999-2000 годах в фильмах, во 2 и 3 книгах шаг за шагом. Я предупреждал американского президента, что если правительство США будет неверно себя вести, то в их стране произойдут крупные катастрофы. Как видите, многие несчастья уже произошли. Это только начало. Президенту дано время, если положение не исправится, будет еще хуже. Подобные события произойдут и в других странах, где идет диктат по отношению к различным государствам. Думаю, люди сделают правильные выводы. Я знаю, что среди вас есть те, кто разберется во всем и по прочтении книг поймет, как можно отойти от несчастья и катастроф. Понявшие да уйдут навсегда вперед. Все рядом. Эта статья пишется для того, чтобы люди разобрались в том, что сейчас происходит, как складывается жизнь на планете Земля и как еще все можно изменить. Вы знаете, какие страшные несчастья происходят в последнее время во всем мире. На Земле принято считать, что виновниками одних трагедий являются люди, других природа, но главной причиной остается негативная энергия, накопленная землянами. Глобальные катастрофы приносят особую боль, так как носят неожиданный характер и связаны с гибелью десятков тысяч человек. С помощью земных знаний невозможно остановить катастрофы. Поэтому люди боятся стихии, если приходит беда, не знают, как себя вести. Картина действительно страшная, человек теряется и совершает еще больше ошибок. Чтобы вы знали правду и смогли избежать многих трагедий, хочу пояснить, как эти ситуации видят в космосе, какая картина на Земле действительно складывается и что нужно делать людям в трудные минуты. Мир движется в своем развитии либо в позитивном, либо в негативном направлении. На нашей планете действуют светлые и темные силы. Темные заинтересованы в том, чтобы люди злились, ругались, были недовольны и не просили Бога. Тогда сущности эти становятся более сильными, так как запитываются энергиями, выплескиваемыми людьми в ссорах и разногласиях, а человек слабеет. Земляне накапливают отрицательные энергии в себе, заражают ими дом, работу, коды от темных сил передаются другим людям. В современном мире человек не защищен от влияния отрицательных факторов, находится в океане энергии и сам вносит в него наполнение. Многие не догадываются, что надо просить Бога, чтобы Он почистил энергию людей, Земли, простил всем грехи и помог жить дольше. Поэтому негативная энергия накапливается и начинает воздействовать на людей. Если они расстраиваются, злятся, ведут нездоровый образ жизни, то со временем серьезно заболевают. В момент психоэмоционального срыва, и даже внутреннего сильного переживания, в биополе человека образуется пробой, происходит вытечка жизненной энергии. При правильном образе жизни ее хватило бы на 300-500 лет. Чем больше люди эмоционально реагируют на неприятное событие, тем быстрее уходит такая энергия. Когда она вся иссякнет, человек умирает. Но жизненную энергию можно пополнить. Для этого нужно остановиться, успокоиться и попросить у Бога прощения за свое неверное поведение и помощи в решении проблем. Когда люди искренне с большой верой обращаются к Творцу с конкретными просьбами, как к живому человеку, то помощь всегда приходит. И если то, о чем вы просите, пойдет вам и другим людям на пользу, это обязательно исполнится в свое время, и вы увидите, как можно спокойно решать вопросы, а не нагнетать обстановку. Ведь когда человек поспорил, происходит не только пробой биополя, негативные энергии и коды от темных сил встают на этого человека и входят в него. Это происходит, когда люди увлекаются только земным и забывают о своей духовности. Есть коды невидимки. Они встают сразу на несколько органов, затем переходят на другие, и состояние здоровья резко ухудшается, чаще всего страдают ослабленные органы. Именно они в первую очередь реагируют на сброс энергии, поэтому так важно копить положительный потенциал, чем он больше, тем вы здоровее и сильнее. И если земляне просят создателей и при этом не растрачивают свои силы на негативные эмоции, то темные силы ничего не могут сделать. Не зная этих вещей, некоторые люди попадают под влияние сил зла. А ими ставятся такие коды, что человек начинает раздражаться и нервничать по любому поводу, за одной неприятностью следует другая. Часто люди понимают, что неправы, но не могут остановиться, плачут и при этом еще больше теряют положительные энергии. Таково действие кодов от темных сил. Сейчас на планете копится большое количество отрицательных энергий. Они входят во взаимодействие друг с другом и образуют мощные негативные энергополя. Этот процесс идет постоянно. Некоторые из вас на собственном опыте знают, что такое депрессия, неврозы, синдром хронической усталости. Все это звенья одной цепи, причина таких явлений в негативной энергии, чем ее больше, тем тяжелее человеку. Я хочу обратить ваше внимание на то, как важны ваши жизни судьба, вас всех любят и ценят в космосе. Там понимают, что на Земле не было этих знаний, и люди из-за своих ошибок попадали в тупик. Сейчас от каждого из вас зависит будущее. Ситуация на Земле ухудшалась долгое время, и в космосе видели, как от миллионов людей исходили вибрации злобы, обиды, неудовлетворенности жизнью. Темные силы провоцировали, навязывали неприятные мысли, расстройства. Грязная энергетика копилась над городами, и начинались катастрофы. По законам космоса они останавливаются там, где люди просят Бога. Помощь оказывается очень большая, но люди по своему невидению продолжают разрушать жизнь и не видят серьезных последствий своих действий. Если человечество не ценит помощи свыше, игнорирует предупреждения и люди продолжают творить зло, не хотят меняться в лучшую сторону, то Творец дает им возможность самим решать свои проблемы, и тогда они начинают понимать, чего они стоят и что потеряли из-за своего земного мышления. Я хочу пояснить вам на нескольких примерах, как можно было избежать разных бет и как важно своевременно принимать правильные решения. Бог заранее просматривал, что в 1988 году в спитаке произойдет землетрясение. Оно было вызвано накопившейся негативной энергией. Люди там были воинственно настроены, возомнили, что они выше других, шли большие дебаты. В этом случае психическая энергия приводит в движение процессы закона кармы, и вся накопленная людьми энергетическая грязь обрушивается на них самих. Вы знаете, что перед катастрофами Творец всегда предупреждает людей и дает время на исправление ситуации. Если обратимся к фактам, то увидим, насколько серьезным было положение в 1988 году и как просто можно было исправить ситуацию. Ванга заблаговременно предсказала землетрясение в спитаке, она говорила, что надо просить Бога и вывести людей из опасной зоны. В ЦК КПСС несколько раз звонили и предупреждали о катастрофе, передавали слова ясновидящие и указывали точную дату и время трагедии, число жертв, районы, которые пострадают. Эта информация была проигнорирована чиновниками, а людей, которые звонили, называли сумасшедшими и грозили упрятать в психбольницу. А ясновидящие говорили оскорбительно, хотя Ванга к тому времени уже точно предсказала развитие событий в СССР, и все сбылось. К чиновникам газаппарата была единственная просьба, опубликовать в печати предупреждение, тогда люди сами сделают вывод и уедут из зоны землетрясения, хоть какая-то часть, те, кто поверит, спасется. Но этого не было сделано, и случилось непоправимое, десятки тысяч жизней внезапно унесло землетрясение. Никто не признался, что знал о трагедии и ничего не сделал, чтобы ее предотвратить. А ведь если бы серьезно отнеслись к предупреждению Ванги и люди начали бы просить Бога о прощении грехов и убрали воинственность, то Творец простил бы грехи, чистку отменил, а кот от темных сил снял, и люди были бы спасены. Оказывается, очень важно, чтобы и в правительстве были люди, понимающие истинную суть происходящих событий и верящие в Бога. Тогда они еще смогут уберечь свой народ. А людям нужно просить Создателя, чтобы на руководящие посты, в правительство назначали хороших, честных людей, болеющих за народ. И тогда вы увидите результаты, ведь Бог поможет им уберечь вас. Чистка на земле набирает ход. Никто не застрахован от катастроф и катаклизмов. Поясню механизм. Когда люди отходят от Бога, начинают злиться, клеветать и так далее, то над городами, поселками, где они живут, темными силами ставится код. Если более 70% населения настроены агрессивно или воинственно, то ставится код Рока, он влечет за собой разрушение города, гибель людей. В космосе это называется чисткой. Тело умирает, а душа по божественному плану, отправляется в отработку, это и есть чистка души. Там, где происходят бунты, темные силы ставят коды разрушения. Как они работают? В том месте, где встал такой код, произойдет буран, смерч или землетрясение и прочее. Такие коды видят свыше, и поэтому вас предупреждают, люди, просите Бога, не злитесь, иначе катастрофы пройдут чередой там, где многие ведут себя неверно. Знамени и предупреждения из космоса о судьбе людей и грядущих катастрофах на Земле идут уже не одно столетие. Еще в 1916 году в Португалии явилась Божия Матерь, тогда она предупреждала, что Россию ждут большие испытания и несчастья, войны, голод и разруха. В России проигнорировали явление Богородицы, а ведь она сказала, что нужно просить Создателя о сохранении народа. Как видите, люди сами себе устроили чистку. Вспомните лагеря, политзаключенных, гибель тысяч людей. В 1987 году в Украине тоже в небе появилась Божия Матерь. Это явление наблюдали несколько дней, оно было заснято на пленку и показано в фильме «Ключи к божественным знаниям и наукам». Большинство проигнорировало эту информацию. Каков результат, сколько людей погибло в Карпатах в 2000 году от наводнений и селевых потоков. Свыше 250 деревень и поселков пострадало в Украине в 2001 году, когда 11 марта Тиса вышла из берегов. Разве этого мало? Если РУХ будет также агрессивно продолжать свои действия, то Украину ждут засуха и два землетрясения. Это только начало. Хурск атаковала иностранная субмарина с новым видом оружия энергетическим. Предварительно с иностранной лодки была отключена защита Курска, заблокированы некоторые приборы. Поэтому российские подводники не заметили, как к ним близко подошла подводная лодка неприятеля и атаковала. Это было испытание нового генератора с усилителем и специальным отражателем. Произведя работу, иностранная субмарина скрылась под прикрытием мощных приборов со спутников. Для проведения этой операции нападавшая сторона воспользовалась благоприятными факторами среды. Морская вода – это сильный полярный доэлектрик, меняющий свои свойства в зависимости от давления, плотности массы молекул воды. Чем больше глубина, тем сильнее выражены электролитические свойства. Благодаря этому через морскую воду проходят гравитационно-сейсмические, вибрационные волны, и в морской воде их можно усилить. Эта среда идеальна для проведения электрических токов, электромагнитных, вибрационных ударов. Атакующей стороной было создано сильное разрушительное электромагнитное поле. С подлодки по специальным электродам, выведенным с борта субмарины в усиленную среду, из генератора подавался ток разной частоты. Возникли сильные вихревые вибрационные волны. На пике волны создалась кавитация. Начавшаяся электрохимическая реакция в морской воде идет в тысячи раз быстрее. Такая направленная атака приводит к интенсивному вибрационному, механическому и электрохимическому разрушению. Параллельно с этим шло воздействие на головной мозг экипажа подлодки «Курск». Работая в полях, лодка-нарушитель превратила «Курск» в открытую мишень. Вибрационное поле российской подлодки было искусственно подогнано к принятию разрушительных вибраций. Возник резонанс, при котором возможен взрыв, некоторые боезаряды сдетонировали. Как видите, обладая новейшей аппаратурой, атомную подлодку можно легко затопить. Много примеров можно привести по Донбассу, это взрывы метана на шахтах и многочисленные жертвы. Показательные и последние события в Америке. Таков результат, а что будет дальше? Люди, просите Бога, чтобы не было подобных ситуаций. Выход из создавшегося положения в самих людях. У вас есть жизненный опыт, сила, все рядом. Начав с себя, вы многое измените, и когда не будет обсуждений, кто как обут, одетый что кушает, станете лучше жить. А с вами изменится и ваша страна. В правительство и Верховную Раду придут добрые, умные, талантливые люди, они помогут расцвести наукам и культуре. И тогда человечество поймет, как интересно жить в мире, творить и созидать. Счастье вам, люди. А. Г. Бакаев. Если люди начнут просить Создателя и Матерь Божию, заступницу народов, то еще можно будет избежать многих бет. Если все будет идти так, как сейчас, то Украину и Венгрию еще настигнут несчастье. Все будет зависеть от воли и поступков людей. Когда Богородица приходила, украинский народ не понял, какое горе ждет его. А ведь там, где светится или мироточит икона Божией Матери или светятся колокола, людям прежде всего необходимо сделать здравый вывод, это идут предупреждения о несчастьях, чтобы их не произошло. Важно прекратить кривиту друг на друга, не доказывать, что одна вера лучше другой, а просто просить у Бога прощения и помощи, просить о том, чтобы в правительстве люди принимали верные решения на благо народа и чтобы не было расприй. Тогда вы можете изменить положение в лучшую сторону. Беды в Украине идут еще и потому, что она отделилась от России. Об этом много было рассказано еще 10-15 лет назад пояснялось в моих фильмах, как распри и междоусобная борьба приведут к катастрофам. Российскому и украинскому народам нечего делить. Когда люди это поймут, они увидят близость и единство этих государств и начнут сообща строить жизнь. Если не поймут, пострадает и Россия, и Украина. Бог много дал этим странам, помог людям выжить в сложных условиях войны и разрухи. Вся история показывает, как Творец продолжал беречь страну и народ и вновь помогает сейчас, все делает для того, чтобы люди поняли, как можно избежать великих несчастий. Мало кто знает о Леве Федотове. Он был ясновидящим, и Бог открыл ему будущее России. Этот человек предсказал начало Великой Отечественной войны, ее окончание, точное число жертв, блокаду Ленинграда, капитуляцию Берлина. Он назвал даты, когда Юрий Гагарин полетит в космос, когда появится первый спутник. Им были описаны катастрофы в Хиросине и Нагасаке, в Чернобыле. Он предсказал распад Советского Союза и так далее, он стремился передать эту информацию правительству СССР, но ему не поверили, арестовали накануне Великой Отечественной войны, и с тех пор его никто не видел, он исчез бесследно. Все предсказанное им сбывалось и сбывается до сих пор. Смотришь на все это и думаешь, какие еще уроки нужны человечеству, чтобы оно поняло, Бог есть, Он любит и бережет людей, а они как маленькие дети, играют в опасные игры со смертью, не хотят понимать очевидное и всеми способами отвергают помощь слыше. Еще не утихла боль от пережитой гибели моряков-подводников с Курска. А ведь это тоже горестный пример неверия в Бога. Ванга за несколько лет предсказала, что во второй половине 2000 года Курск уйдет под воду. Разве она была не права? А над ней тогда посмеялись, не может этого быть, город не затопишь, ясновидящее что-то напутало. А кто оказался умнее и дальновидней? Скажу только одно, трагедия подлодки еще откликнется эхом, не пройдет и нескольких лет. Курск, это первый сигнал. Им вас предупредили, что вы не на правильном пути. В космосе известно, какие нарушения были, как сдавались военные секреты за рубеж, как происходит предательство и халатность, как тратятся большие деньги, полученные за продажу секретов, и так далее. Если это не прекратится, произойдут еще две катастрофы, в несколько раз крупнее, чем с Курском, с более страшными последствиями. Отклик и помощь иностранцев не сыграют роли. По каким же причинам произошла гибель российской подлодки? Главное то, что на ней стояли коды от темных сил с временным уклоном, о чем и предупреждала Ванга, называя срок Курска. Во-первых, на лодке планировалось испытание нового вида оружия, которое уже было с кодами. Во-вторых, Западному Альянсу было известно о новейшем виде вооружения, о целях, составе команды и боевой задачи. Произошла утечка информации, за таким видом оружия охотятся 18 стран. В-третьих, Бога не просила большая часть экипажей командования. А грядущая, рядом 2001 год. Статья, которую чиновники не пропускали в печать. Потому что не хотели, чтобы люди знали правду. Человечество избрало путь позитивного развития, ученые многих стран мира сумели решить вопросы, на которые несколько столетий не было ответов, как передать энергию на любые расстояния, как выйти в космос и другие. 20-й век оказался эпохальным в развитии планеты. И в новое тысячелетие люди шагнут с новыми знаниями, учитывая весь прошлый опыт. Современные наука и техника позволили заглянуть в глубины человеческой жизни и всего мироустройства. Ученые пришли к выводу, что прогресс зависит от целой системы взаимосвязанных причин и следствий, поэтому важно правильно избрать дальнейшее направление научной мысли. Уже сейчас можно с уверенностью сказать, что Земля стоит на пороге открытий, важных для всего человечества. Наука вплотную подошла к изучению тонких энергетических структур не только материальных, но и других, реально существующих объектов, изучает их взаимодействие. Специалисты разных стран решают вопросы получения и применения энергий, использования полевых структур, создают новые уникальные технологии в области медицины, физики, химии, биофизики и других земных наук, подошли к открытию новых законов. Богом во все времена на Землю посылались таланты, Ньютон, Тесла, Саулковский королев и многие другие дали цивилизации толчок к дальнейшему развитию. Творец для всех создал равные условия совершенствования, и те, кто правильно поняли, шагнули навека вперед, уводя за собой человечество. Сейчас возможен рывок, подобный тем, что были совершены во времена Коперника и Эйнштейна. Научные исследования энергетических взаимодействий различных объектов позволяют говорить, что у живых организмов кроме атомно-молекулярного, или физического, тела есть еще ряд тонких тел, сходных с первым по форме. Они невидимы простым глазом. Специальная аппаратура фиксирует параметры энергетические изменения эфирного, астрального, или биоплазменного дел. Наука пришла к выводу, что эти тела являются одновременно частью индивидуума и космоса. После смерти человека его астральные структуры некоторое время продолжают существовать, что подтверждают приборы. По сути, тонкие тела, их у человека семь, это энергетическая матрица живого организма, и поэтому все процессы, происходящие в атомно-молекулярной оболочке, лишь результат энергетических взаимодействий в тонких структурах. В них находят отражение энергия мыслей человека, его намерений и поступков. Вот здесь мы напрямую подходим к духовности. Чем она выше, тем здоровее человек, так как положительная энергетика дает здоровье. А отрицательные эмоции, негативные слова и действия оставляют темное образование в телах, аури, ведут к пробою биополя, и начинается болезнь. Понятно, что пока нарушено нормальное течение энергии, не будет хорошего самочувствия, а лекарства и операции лишь облегчают состояние на какое-то время. Изучая особенности энергетических структур человека, биофизики научились влиять на психоэнергетику. Исследования показали, что возможно как положительное, так и отрицательное воздействие. С одной стороны, человечество может найти новейшие методы и способы лечения. Новый шаг в этом направлении позволит решить проблему стрессов, неврозов, различных психопатологий. А с другой стороны, возможно жесткое или тонкое управление мышлением человека, превращающее его в зомби. Благодаря достижениям науки большому числу людей внушаются определенные идеи и мысли. Используя энергию в разрушительных целях, можно нанести удар по энергетике человека и вызвать любую болезнь. Сначала она появится в полевых структурах, на тонком уровне, а затем возникнет в физическом теле. Подобный механизм срабатывает при наведении сглазов, порч, при наговорах и так далее, как правило, люди и не подозревают об истинном источнике болезни. А вылечить человека можно в том случае, если снята грязная энергия. Вы знаете, что во многих странах создано психотропное оружие, способное за секунды лишить жизни миллионы людей. Но не всех. Те, кто просят Бога и не злятся, не вредят другим, обладают положительным энергетическим потенциалом. Если он силен, то есть духовность человека и его вера в Создателя высоки, то никакие разрушительные воздействия извне не страшны. На добрых людей Творцом выставляется защита. Поэтому ученые видят разницу в силе и мощности человеческих биополей. У одних оно слабое, у других сильнее, а кто-то вообще не подается ни анализу, ни отрицательному воздействию. Как бы далеко не ушла земная наука, многое для ученых остается загадкой. Уникальные явления на планете, такие как трансформация полей Земли, вспышки и разряды неизвестных структур, плазменные образования, розовый туман и многое другое, пока еще мало изучены. Подобные феномены специалисты не могут объяснить. Это говорит о том, что земные науки не дают точных ответов. Учеными предположительно открыты торсионные поля, но еще не доказано полностью, что это за явление. Углубляясь в науку по божественному направлению, люди смогут открыть много нового для себя. Создатель дает тысячи путей, идя которыми можно достичь больших высот и новых знаний. И когда люди просят Бога, то им сопутствует успех. Во время научного исследования ядра клетки произошел интересный случай. Известно, что ядро не делится. Но когда ученые попросили Бога о помощи, эксперимент удался, на глазах у 53 ученых из разных стран, среди которых были и лауреаты Нобелевской премии, ядро клетки разделилось. Тогда ученые открыто заявили всему миру Бог есть. Вот так просто для людей открывается истина. Если люди будут дружелюбными, ко всему подойдут просто, без предвзятости и воинственности, то смогут достичь высокого уровня развития, какого достигала Атлантида. С помощью Творца земляне могут бесконечно творить и изобретать. Замечательно, когда люди начинают открывать то, что другие знали давно. Случается, что секреты новых знаний в свое время не раскрываются до конца только из-за того, что их могут использовать во зло и уничтожить народы планеты. В настоящее время идет доработка изобретений в сверхсекретных лабораториях, о существовании которых люди и не подозревают. Многие достижения используются для разрушения и уничтожения, для убийства людей. Поэтому новейшие технологии, приборы, а также двигатели, созданные на альтернативной основе, позволяющие решить проблему топлива и времени передвижения, не находят применения. В настоящий момент существуют изобретения, опережающие достижения современной науки. Когда испытывали приставку к автомобилю, позволяющую в качестве топлива использовать воду, многим не верилось, что машина заведется. Но когда на глазах у представителей науки двигатель мгновенно завелся, и машина легко тронулась с места и набирая ход, пошла с большой скоростью, то очевидцы поняли, факт, упрямая вещь. Находясь в салоне автомобиля, работающего на воде и движущегося с малой скоростью, ученым было трудно спорить, и они признали открытие. Но такими новинками, как это, прежде всего заинтересуются люди, ведущие войны и уничтожающие народ. Лжеученые и лжекомандиры действуют вне всяких законов, работая против России и других стран. Бог дает знания для созидания, а не для того, чтобы с их помощью обманывали и убивали простых людей. Если среди землян будет взаимопонимание, исчезнут вражда, злоба, то новинки будут использованы на благо добрых людей. История показывает, там, где понималось значение открытия и внедрялось новое, люди преуспевали, но как только духовность начинала падать, многое устаревало. С течением времени истинных, передовых знаний уже не было. А когда изобретения начинают применяться против людей, настоящая наука заканчивается. Думаю, что и простые люди, и правительства сделают выводы и поймут, что дальше так на земле не может продолжаться. Люди уничтожат себя разными способами. Чтобы этого не произошло, Бог помогает людям отойти от зла. Из печати вышли три части книги «Шаг за шагом к божественным знаниям и наукам». В них показано, как отойти от негативного, как вернуть мир на планету землян войти в содружество с другими цивилизациями. В первой части книги поясняется, как Богом создавалась земля, как на ней жили люди раньше. Во второй части показаны негативные последствия неправильного использования достижений наук на нашей планете, даны предупреждения о будущих катастрофах. Они произойдут, если люди не захотят остановиться в своих действиях. В третьей части рассказывается о развитии наук других цивилизаций, показано, чего достигли там люди и какие перспективы есть у землян. Вот небольшой отрывок из этой книги, глава заметки капитана Н. Последний барьер был снят, я поблагодарил за помощь и сказал, что готов к работе. Сначала меня провели по кораблю, познакомили с аппаратурой и дали возможность поработать одним из приборов, чтобы остановить метеоритный дождь над землей. Так, значит, вы помогаете нам и следите, чтобы ничто не навредило планете извне? Воскликнул я. Пожалуйста, успокойся, ответил помощник командира, это наша обычная работа во время дежурства в околоземном пространстве, тысячи кораблей участвуют в этом. Я не мог понять в этот момент, почему же мы, земляне, так враждебно относимся ко всем инопланетянам и даже к нашим друзьям, которые так заботливо защищают нас. Сколько же нужно времени, чтобы мы поняли их? Подумал я. Несколько лет, неожиданно ответил вслух улыбающийся друг и дал в руки небольшой прибор. Вот смотри, сказал он, скоро у вас появятся подобные вещи, вы их будете создавать сами. Этим прибором можно остановить булю, можно произвести тысячи операций, но только с разрешения Бога. Вот таких высот достигают люди других цивилизаций, которые идут по божественным направлениям. Они работают в простоте и дружелюбии на всех планетах. Земляне также могли бы изучать разные науки и созидать, если бы пошли с Богом. В третьей книге показано, чего достигли братья из космоса в ядерной физике и чего стоит по сравнению с этим земная наука. Ее знания невысоки, и без божественных наук люди далеко не уйдут. В книге пояснено, какие идут вредные для людей излучения и как их можно было бы использовать не для разрушения, а в мирных целях, например для лечения. Земные науки зашли в тупик. Это произошло потому, что почти все работает на уничтожение людей и природы. А другие цивилизации, развивая мирные и безопасные технологии, уже давно летают на космических кораблях разных классов. Земные ученые доказывали, что если вы видите летающие тарелки, то у вас галлюцинация. В видеофильме ключи к божественным знаниям и наукам мы показали настоящие космические корабли других цивилизаций. Видимо, это у самих горе ученых были галлюцинации, и они своими ложными доводами заводили людей в тупик. Работали на убийство людей, создавая приборы, целые системы атомной промышленности для производства бомб и ракет. Такие ученые никогда не шагнут в науку и не будут допущены до созидания будущего человечества. Почему Россия бедно живет? Потому что задачи боевого характера и уничтожения были на первом месте. Для создания военной техники шли колоссальные денежные средства, драгметаллы и так далее. Чиновники доказывали, что чем больше вооружения, тем Россия мудрее и правильнее поступает. Оказалось, народ обворовали. 56 лет без войны, а люди живут в нищете. В четвертой книге будет пояснено, как можно быстро отойти от этого, и негативное останется только в воспоминаниях, будут показаны последствия неправильного применения открытий, указано, сколько тысяч миллионов людей на Земле погибнет. Процесс будет необратим, если ученые и руководители государств не сделают своевременных выводов. В связи с тем, что люди отошли от Бога и ничего не ценили, начали процветать наркомания, бандитизм, воровство, участились межнациональные конфликты и войны. В книгах поясняется, что если люди не прекратят лгать о том, что одна вера хорошая, а другая плохая или неправильная, то в тех местах, где это происходит, начнутся катастрофы сильнее, чем торнадо. Даны предупреждения президенту Америки, руководителям Франции, Турции, ураган торнадо в США произошел от клеветы и нагнетания плохой энергии масс. Если так будет дальше продолжаться, то погибнет большинство людей по планете. Это будет описано, континенты будут указаны, в результате негативных процессов на Земле, причина которых, грязная мыслительная энергия и энергия действий людей, усть планеты начнет катастрофически смещаться. Психика человека и животных изменится в худшую сторону, пострадают флора и фауна, растения начнут мутировать. Люди, сделайте правильный вывод. Всего этого можно избежать. В четвертой книге об этом также будет сказано. Ряд разных манипуляций негативного характера вам станет известен. Если люди, прочитавшие книгу, сумеют преодолеть негативное и начнут верно поступать, то проблем у них будет меньше, а жить будет спокойнее, лучше. А если они не сделают своевременных выводов и начнутся дебаты, то будет точно и четко предсказано, что останется на Земле в сравнении с тем, что было, и что люди будут честно пожинать, выйдет фильм предупреждения о крупных катастрофах по всей планете. Пятая книга расскажет о Золотом веке. В ней будет указано, сколько тысяч людей поймут негативный характер происходящих сейчас событий и пойдут по пути созидания и помощи друг другу. Дорогие люди, эти книги пишутся для того, чтобы вы делали правильные выводы и вникали в суть дела. По ошибке земляне многое сотворили в минусовом порядке. Там, где люди в большей части поступали неверно, происходили катастрофы. Ясновидящие предсказывают такие события. Умные и догадливые понимают, что катаклизмы и ЧП не зря происходят там, где и было предсказано. Бог дает знания людям для того, чтобы, прислушавшись к предупреждению, они успели принять верное решение и тем самым не допустили бы страшных событий. Творец любит людей и хочет их уберечь, но земляне не всегда это понимают. Если создателям послано предсказание, то людям остается сделать разумный шаг и просить Бога о всепрощении. Там, где просят Творца, катаклизмы и катастрофы проходят с меньшими жертвами или не происходят совсем. Вы знаете, когда была жива Ванга, она много пророчила и предсказывала, что во второй половине 2000 года Курск уйдет под воду. А теперь вдумайтесь, кто прав. А кто даже не принял во внимание такое страшное предсказание? Это говорит о том, что ни главнокомандующие военно-морским флотом, ни маршал, ни адмирал, ни другие руководители в Бога не верят, предсказания, которые предупреждают заблаговременно тоже. Таким руководителям люди не нужны, они не ценят людей, для них люди, ничего не стоящие, пушечное мясо. Подводная лодка Курск была освещена, но трагедия все же произошла, потому что моряки, служившие на ней, в Бога не верили и Бога не просили. Лодка была уничтожена вибрирующей силовыми полями минусового, то есть отрицательного, характера. На самой лодке стояли коды от темных сил на ее полное уничтожение вместе с экипажем. Зная предупреждение Ванге, морякам и руководству надо было просить Бога о том, чтобы этого не произошло, и трагедии бы не было. Несколько лет назад в помощь ясновидящим и для людей, которые поймут, был выпущен видеофильм, в котором пояснялось, почему погибла Атлантида и другие цивилизации Земли, как работали Сталин, Берия, Ельцин и другие, почему не справились с обязанностями и по каким причинам покинули посты. В фильме также шло предупреждение о неблагополучной обстановке в России, указаны конкретные моря и было показано, что там. Тысячи людей посмотрели, но не вняли как будто бы их это не касалось. И Бога не просили убрать то, что там стояло. Потому катастрофа произошла. В дальнейшем, при таком пренебрежительном отношении к информации и апатии, многих несчастье не удастся избежать. Для чего человечеству даются и описываются такие ситуации. Из космоса видно, где произойдет катастрофа. Если люди злятся, нагнетают обстановку, осуждают и клевещут, то от их энергии происходит сдвиг полей, а затем катаклизм. Если люди просят Бога, то все это убирается, грязная энергетика уходит, и все живут дольше. Пермики и люди других городов. Остановите свои дебаты, а чтобы вы жили лучше в Перми и на Урале, просите Бога, чтобы выбирались умные и толковые руководители городов и главы администраций, чтобы они несли радость людям, а не диктаторский режим. Тогда придут на эти места неплохие и очень хорошие люди. Вы знаете, на Урале и в России много одаренных и талантливых. Только вы их поддержите своей любовью. Когда закончатся обсуждения и злая критика в их адрес, эти люди заработают во славу своей Родины и края. Впереди переломный момент. Вы видите, как идут ложь и клевета о Чечне, как хотят унизить правительство России и талантливых от Бога людей. Ищут секты, а сами при этом являются сектантами, то есть выразителями мнений меньшинства. Такие работают против благополучия людей и развития знаний на планете. Самостоятельность в своих решениях, дружелюбие и помощь друг другу позволят россиянам уйти вперед по новым направлениям и наукам. Чем быстрее вы станете добрее и сделаете правильные выводы, тем быстрее не станет злоба вокруг вас. Идя по пути божественных наук, люди Земли научатся создавать уникальную технику и совершат открытия, каких еще не было на планете, чтобы подвести вас к этим знаниям, и создаются книги шаг за шагом к божественным знаниям и наукам. Всего их будет пять, и с выходом всего цикла многое изменится для людей. Творец давал время на осмысление и принятие решений. А после выхода книг чистка на планете Земля увеличится, как и было раньше предсказано, и с людей спросят кто и как себя вел. Если люди будут просить Бога, то пройдут свои испытания достойно. О выходе четвертой и пятой книг будет сообщено, они готовы к изданию. В этих книгах, вся Россия, раскроются также и последствия неправильных действий людей в странах Земли. Виновные будут указаны, станет известно, что они натворят, если не прислушаются к предсказаниям. События на Украине тоже будут описаны, и будут указаны несчастья, которые постигнут людей. Если же они разберутся, от чего происходит распри, от кого они идут, что случилось в стране, и сделают верные выводы, то катастроф еще можно избежать. Сейчас от людских дебатов над городами России, Украины и других стран стоят грязные энергии, как в спитаке, и поэтому катаклизмы неизбежны, и они произойдут. На Украине останутся два нетронутых участка. У людей еще есть время, чтобы исправить положение, но его не так много. Предупреждения начались с Карпат, так как все люди там были вовлечены в споры и дебаты. Это только начало. За год было предсказано, что на Карпатах может произойти непоправимое. Но там проигнорировали это, и 30 000 жизни не стало. Что скажут люди, когда в Перми произойдет катастрофа в знакомом нам с вами месте? Если не захотят прислушаться, то придется пожинать результаты своих трудов, то есть действия накопленной разрушительной энергии. Тем, кто поймет суть и начнет разумно поступать, придется трудно. Но можно будет выжить и перейти в Золотой Век независимо от тех людей, которые начнут тормозить развитие, кто бы они ни были. Закон Божий один, добро побеждает зло. Люди. У вас задача в два варианта, минус и плюс. Я думаю, что к этим знаменателям каждый пойдет своим путем и выберет то, что посчитает нужным. Исходя из ваших действий и решений, вы и будете получать по заслугам. А.Г. Бакаев, 2001 год. Отрывок из книги для ясновидящих, часть 2, от автора, у человечества Земли заканчивается мирный цикл, с какими итогами оно подходит к этому серьезному рубежу. Различные кланы борются за обладание ресурсами планеты, нефть, газ, уран стали предметом распри между различными государствами. В этой борьбе люди готовы уничтожить не только отдельных руководителей или ученых, но и стереть с лица Земли целые города. Клевета, шантаж, угрозы и другие методы давления широко используются ради достижения поставленных целей. Миллионы людей находятся под воздействием негативных энергий. Снятие с постов честных руководителей, увольнение неугодных лиц, гонение на тех, кто не подчиняется созданной системе, являются лишь частью той картины, которая разворачивается в масштабах всего мира. Стремление к власти, жажду славы и наживы делают людей беззащитными перед злом. В результате увеличения потенциала негативных энергий у землян начала резко снижаться жизненная сила, они стали чаще и тяжелее болеть, теряют интерес ко всему, что их окружает. Вы заметили, что стало больше умирать людей. Эти процессы могут привести к колоссальным несчастьям. Еще многое можно исправить. Однако науки Земли, к сожалению, не позволяют разрешить проблемы, с которыми столкнулись современные народы. Не хватает знаний, чтобы отрегулировать острые вопросы, как сохранить жизнь, как улучшить свое здоровье, как избежать новых болезней, катастроф и войн. Об этом подробно рассказано в моих предыдущих книгах. Для тех, кто сумел вникнуть в суть божественной информации, свыше будет открыто, как уберечь себя от различных несчастий. Люди, изучающие науки Творца, сумеют многое изменить в своей судьбе и помогут другим. Тот, кто в сложных жизненных ситуациях останется с Богом, выживет. Перед такими людьми откроются новые горизонты, перспектива обучения и работы с представителями других цивилизаций, мирное сотрудничество с ними во всех областях науки и техники. Космические корабли светлых сил активно работают с землянами, помогают и защищают их от зла, снимают радиацию и другие вредные излучения. Они трудятся во благо народов нашей планеты. Если бы люди были чуть-чуть добрее, терпимее и дальновиднее, то могли бы иметь такую же технику, как у космических братьев. К сожалению, военные стремятся захватить инопланетные корабли, хотят подчинить себе представителей других систем. Это их роковая ошибка. Они не подозревают, насколько сильна защита божественных цивилизаций. Вся негативная энергия может быть направлена обратно к Источнику с утроенной силой. Бог до последнего ждет, он дает землянам возможность остановиться в совершении зла и исправиться. Он надеется, что люди сумеют подняться над сложившимися обстоятельствами и обретут, наконец, истинную свободу, остановят зомбирование и начнут развиваться в мирных направлениях. Параграф 2. В любые времена Бог посылал на Землю необычных ясновидящих. Они не просто исцеляли, предсказывали будущее, управляли силами природы и энергетикой живых существ, но и участвовали в закрытых космических проектах. Защита околоземного пространства являлась одной из многих задач, которые были поставлены свыше. На Земле было немало великих посвященных, но лишь единицы из них допускались к таинствам божественного миросотворения. Помимо этого Создатель открывал им необычные знания. Они изучали способы и инструменты воздействия на различные миры, регулировали деятельность человечества, уберегали его от страшных ошибок. Божественные посланники останавливали войны, эпидемии, мировые катаклизмы. Все это происходило с разрешения Творца. Именно он благословлял светлые силы на помощь человечеству. Без его энергии и благоволения ничего нельзя сделать, потому что именно он является источником необыкновенной удивительной силы. Она преобразует зло в добро, а смерть заменяет жизнью. Среди важнейших задач, которые невозможно перечислить в данном издании, была и регуляция энергообмена между различными планетами. Посланники работали с космическими кораблями высших цивилизаций и привносили на Землю многое из их науки и культуры. Благодаря применению божественных знаний удалось аккумулировать излучение различных небесных тел. Эта энергия использовалась для сохранения, улучшения жизни человечества и для защиты нашей планеты. Благодаря аппаратуре и уникальным технологиям производились закрытые работы по остановке любой опасности от темных сил. Для защиты человечества от нападения из космоса использовалось специальное антигравитационное поле, которое гасило любые виды вредных излучений, блокировало аппаратуру представителей темных сил и многое другое. Специально обученный ясновидящий управлял этим полем. Он знал, как увеличить его силу, потенциал, мог полностью свернуть его или перевести в другое измерение. Особые виды энергий, идущие от небесных тел Солнечной системы и аппаратуры, созданные на нашей планете с помощью наук-создателя, позволяли создать невидимый щит, который выводил из времени любые объекты, опасные для землян. Они либо отталкивались от щита и летели к источнику с той же силой, либо растворялись, распадаясь на атомы, или направлялись в другое измерение, где полностью обезвреживались. Это была очень сложная работа, ясновидящий нас за нее стопроцентную ответственность. Еще одним важным направлением деятельности по сохранению Земли и человечества было сотрудничество с параллельными мирами. Уровень развития способностей ясновидящего был высок, это позволяло легко выполнять многие задачи. Человек мог свободно перемещаться в различных реальностях, там же он получал новые знания и выполнял особую работу. У таких ясновидящих была прямая связь с Богом, и они всегда реагировали, если кто-то нуждался в помощи. Эти люди знали свою судьбу и срок жизни, понимали, что им нужно сделать, они могли менять будущее человечества. Ясновидящие владели науками, которые напрямую влияли на ход эволюции Земли, меняли ход событий и время. Эти знания использовались только во благо народов, и каждый шаг был под контролем Бога. Люди ценили таких посланников и благодарили Создателя за то, что у них есть возможность контактировать с уникальными личностями, являвшимися носителями тайных божественных знаний. Они много раз спасали народ от гибели, останавливали войны, перевороты, несчастья, от которых могли погибнуть миллионы землян. Бог подводил к этим гениям тех людей, которые смогли бы их понять и сумели перенять знания для помощи человечеству и всей планете. Так осуществлялась преемственность знаний, и в следующий раз на Земле воплощался посланник, который открывал народам новые науки и уводил людей еще дальше. Так осуществлялся божественный план, эволюция продолжалась, и люди на нашей планете приближались к расцвету. В течение одной жизни они постигали много наук, проходили массу уроков, приобретали новые специальности. Их жизни и работы были радостны, увлекательны, они все время познавали что-то новое, много путешествовали и имели много друзей. Сейчас на Земле все изменилось. Настоящее ясновидение стало редкостью, людей с необычными способностями используют в разных целях. Они не подозревают, что попадают в область зрения спецслужб и находятся под жестким контролем. Вы знаете, что людей с экстрасенсорными способностями привлекают для сотрудничества в различные фирмы, организации, компании. Практически во всех сферах человеческой жизнедеятельности участвуют лица, которые могут дать прогнозы, многие из них являются советниками. Главный вопрос заключается в том, какими знаниями они пользуются, и с какой целью. Применяют тонкие энергии. Для решения поставленных задач часто используются магические виды воздействия. Бесспорно, каждая подобная операция оказывается под контролем Бога. И чем больше человек в своей жизни вредит другим, тем тяжелее ему даются испытания. Он получает серьезные уроки, которые сам заслужил. Если бы люди понимали, что за все свои невидимые манипуляции они будут отвечать перед Создателем, то многих ошибок им удалось бы избежать. В любые времена на Земле истинные посланники Творца применяли божественные знания только во благо народов. Через них на нашу планету поступали высокие энергии, новые знания. У каждого человека свое предназначение, и если он искренне хочет помочь людям и трудится в своем направлении, то ему всегда помогают свыше. Так талантливые ученые совершали мировые открытия, так создавались шедевры мировой культуры, которые исцеляют, очищают энергетику, вводят человека в константу. Все это, дар Божий, по воле Создателя на Земле наступали периоды расцвета и настоящего прорыва в знаниях и науках. На нашей планете было немало высокоразвитых цивилизаций. Все они оставили большой след в истории и культуре многих народов, и сейчас могло бы произойти то же самое. Однако нельзя торопить время, люди еще не созрели для того, чтобы жить в мире со всеми. К сожалению, в последние столетия большинство уникальных открытий либо сразу засекречиваются, и до простых людей они просто не доходят, либо используются в военных целях. Этот вопрос получил достаточное освещение в моих предыдущих книгах. Ясно, что подобный земной подход приведет к сворачиванию истинной эволюции. И наука, и техника, и удивительные люди, обладающие необычными способностями, используются для совершения зла. Так незаметно через человека работают темные силы. Что произойдет, если в руки террористов попадут новые технологии, которые позволят в кратчайшие сроки создать целую партию ядерных бомб? Будет уничтожена большая часть человечества, многие будут умирать мучительной смертью. Сейчас в масштабах всей Земли идет борьба за обладание ресурсами, в первую очередь, нефтью. Поэтому, владение этим стратегическим материалом позволяет удерживать власть одних государств над другими. Военное превосходство, контроль технологий других стран, порабощение населения, вот истинные цели захватчиков. Еще несколько десятилетий назад я хотел внедрить приставку, которая бы позволила сохранить такой уникальный ресурс, как нефть. Люди на Земле даже не подозревают о том, для чего Бог сотворил ее и подарил людям. На других планетах светлых сил существуют технологии, которые превращают нефть в лекарство. Из нее можно создавать особые материалы, ткани и вещи, которые будут служить на пользу людям. Народ сумел раскрыть ее секреты и очень бережно, относятся к этому удивительному ресурсу. Цель этих людей была другая, не войны и захват власти, а помощь человечеству, мирное развитие и процветание. Что же случилось с землянами, когда они избрали путь порабощения друг друга? Как изменилось их сознание, если ради обладания новым вооружением они готовы уничтожать целые города? Конечно, мне хотелось использовать свои открытия для людей, чтобы облегчить их жизнь. Они тратят свои силы и здоровье ради того, чтобы заработать деньги на свет, газ, тепло, возможность передвигаться на автомобиле. Все эти вопросы можно решить, внедрив всего лишь небольшой прибор. Приставка описана в моих предыдущих книгах, показана в одном из фильмов. Она не нуждается в рекламе или патенте. Эту аппаратуру невозможно украсть или нечестно присвоить, так как она работает на уникальных энергетических принципах. Ко мне много раз обращались представители разных стран с предложением внедрить приставку. Предлагали указать любую точку на земном шаре, где будет построен завод, выпускающий преобразователи. Хотели наказать тех, кто мешает спокойно работать по созданию новейшей аппаратуры, предлагали огромные суммы денег для развития новых технологий. Я отказался от всего, потому что верую в Бога и знаю, что Он всегда поможет, и если придет время, все новинки будут внедрены. А люди, которые вынашивали зло, во все времена получали уроки по законам высшей справедливости. Творец всегда честно подходит и судьбу каждого человека, как и его деяния, рассматривает индивидуально. Что душа заработала, то и получит. Независимо от времени и земных законов Создатель всегда все ставит на свои места. Если бы люди подходили со всепрощением и добротой друг к другу, на земле уже не было бы войн, начался расцвет. И удалось бы внедрить многое из того, что уже давным-давно создано. Понятно, что такие открытия, как приставка, пользуются колоссальным спросом. Они открывают прямой путь к власти, дают особое превосходство над людьми, которые не владеют подобными технологиями. Но ведь Бог открыл мне эти знания для другого. Сейчас можно совершить эволюционный скачок, отказаться от вредных производств, от смертельно опасных ядерных технологий и внедрить новую аппаратуру, которая будет очищать различные пространства, в том числе и атмосферу. Большая часть приборов, созданных с помощью божественных наук, воздействует на различные миры и измерения. К сожалению, никто не дает гарантии, что массово выпущенные новинки не будут использованы в военных целях, свыше пока не дает открывать людям секрет приставки. Когда будет более честный и мирный подход к этой теме, ситуация изменится. Задумайтесь, такой аппарат можно поставить и на скорую помощь, и на бронетранспортер. В последнем случае новая война неизбежна. В свое время Тесла и Эйнштейн не спешили открывать своим современникам секреты технологий, авторами которых они являлись. Этим мудрым шагом они предотвратили массовую гибель людей. Все, кто стремились провоцировать, унижать изобретателей или хотели присвоить их открытие, потерпели фиаско. Так было во все времена, и сейчас идут гонения на талантливых людей по всему миру. Определенные круги хотят подчинить себе ясновидящих, с помощью которых они могли бы создавать новую военную технику и оружие, негативно воздействовать на врага на расстоянии и тому подобное точно так же взяты под контроль новые открытия и изобретения в масштабах всего мира. Их создатели находятся под наблюдением, и каждая новинка может бесследно исчезнуть вместе с автором. Так через людей работают темные силы. У землян есть возможность отойти от этих роковых ошибок. Впереди много интересного, работа с уникальной техникой и аппаратурой. Секрет заключен в самих людях. Если они будут просить Бога и встанут на путь добра, жизнь человечества изменится. Особые знания и новая техника уже существуют на планете. Творец ждет, когда люди будут готовы принять их и вместо уничтожения друг друга начнут созидать, изучать новое и наконец-то станут по-настоящему здоровыми и счастливыми. Там, где народ сумеет правильно понять, отойдет от зла и станет искренне молиться Создателю о внедрении новых божественных технологий, с разрешения Творца будет применена аппаратура для помощи людям. Уже созданы технологии массового лечения землян. Подобные приборы используются на космических кораблях светлых сил, они мгновенно меняют вибрации пространства и человека, лечат и напитывают необходимыми энергиями на любом расстоянии. На Земле это произойдет при условии, если люди не будут расстраиваться, злиться, а начнут просить Бога о помощи в лечении. Только так можно повысить свои вибрации, прибор включается с разрешения Создателя, если человек купит положительные энергии. По такому принципу работает и приставка, она будет доступна только людям с положительной энергией. Сейчас многие гадают, по какому принципу и из чего она изготовлена. Обсуждения, которые идут в интернете по этой и другим темам, связанным с лечением и новыми знаниями, ясно показывают, что люди пока еще не созрели к принятию божественных наук и далеки от добра и понимания. Те, кто сумеют перебороть в себе зависть, агрессию и злобу, навязанные темными силами, поймут, для чего Создатель открывает народам Земли уникальную информацию. А тот, кто созреет, будет обучен, как работать по новейшим направлениям. В приставке использовались инопланетные материалы. На Земле таких составляющих нет, и повторить ее людям с земным мышлением невозможно. Это особое знание, подарок Творца, и я буду просить Бога, чтобы там, где это крайне необходимо, и где люди честно молятся, эти знания открывались. Любую информацию можно передать на расстоянии, и если Создателю угодно, то мне будет разрешено незаметно открывать секреты подобных новинок тем людям, которые сумеют привнести в мир доброту и приблизить расцвет. Так будет появляться новая аппаратура, но только у тех, кто станет помогать другим, беречь человечество и Землю. Каким бы ни был Царь, над ним есть высшие силы, перед которыми он неизбежно предстанет и будет держать ответ за все сотворенное, явное и тайное. И помните, дорогие ученики, что перед Богом все равны. Александр Георгиевич Бакаев 2013 год Отрывок из книги Предупреждения землянам Божественная цивилизация Несколько столетий ученые стремятся разгадать секреты сотворения Земли и появления жизни на ней. Однако до сих пор большинство вопросов остаются без ответа. Постижение этих таинств невозможно без особого божественного видения и способностей, открытых свыше. Современные науки нужны сотни лет для того, чтобы раскрыть законы жизнедеятельности Земли и научиться благотворно влиять на работу всей системы тонких миров. Порой человеку, живущему в условиях дикой природы, открывается больше информации об особенностях мира, чем ученому, проводящему долгие годы в закрытых лабораториях. Земля – живой организм, который способен мгновенно менять свою энергетику, перестраивать системы взаимодействия пространств и времен. Сейчас все больше людей становятся свидетелями этих процессов. Уже никого не удивишь новостью о том, что существуют реальные путешествия во времени. У некоторых землян сохранена память о прошлых жизнях и высших способностях, у многих есть четкое понимание цели своего прихода на Землю. Несмотря на ускорение гибельного пути современной цивилизации среди людей все чаще появляются уникумы, которым Творец подсказывает, как можно избежать смерти. И сейчас перед человечеством стоит сложная задача – развить тайные науки, не навредив при этом представителям многочисленных миров, о которых люди почти ничего не знают. Именно божественные существа удерживают гармонию и константу энергии на Земле. Не имея знаний о многих удивительных законах, люди своим грубым вмешательством в жизнедеятельность планеты и параллельных миров могут разрушить их, уничтожив при этом тонкую нить жизни. К сожалению, большинству землян даже не подозревают о приближающейся опасности, нарушая работу созданных Творцом систем, они идут по пути самоуничтожения, так как сами являются их частью. Земля, божественная планета, здесь все сотворено с большой любовью к людям. Она представляет собой сложный космический объект. И только тот, кто полностью овладел механизмами регуляции планеты, способен грамотно управлять природными процессами. Такое знание всегда давалось единицам людей. И они не спешили вмешиваться в закрытые системы Создателя, так как понимали свою ответственность перед ним. Тонкие миры нашей планеты неповторимы. Многие из них существуют со времен сотворения Земли. Они предназначены для защиты и спасения всей божественной системы жизни, поэтому всюду идет сложная плодотворная работа. К одним из таких миров относится цивилизация людей, имеющая доступ к внутренней Земле. Это удивительная организация жизни, не имеющая аналогов. Издревле народы знали, что внутри планеты есть уникальные пространства, в которых сосредоточена необычная сила. Энергии, накапливаемые здесь, являются частью божественной системы сотворения. В этих мирах могут находиться только духовно развитые люди, способные видеть тонкоэнергетические структуры, умеющие проходить сквозь материю. Над ними не властно время, они не знают старости и болезней, так как овладели необычными технологиями Создателя. Это люди-боги. Уже сейчас они используют науки, которые станут известны народам нашей планеты только в следующих тысячелетиях. Им удалось создать технику, которая в сотни раз превосходит земную. Перенос людей и событий вне времени и пространств, изменение будущего, сотворение новой жизни и другие задачи являются важной частью их работы. Они достигли уникальных высот благодаря бескорыстной любви к Вседержителю и народам нашей планеты. Люди-боги творят добро на Земле и стремятся во что бы то ни стало уберечь землян от гибели. Науки, которыми они владеют, безграничны. Это химия, физика, алхимия, наука сотворения и другие. Например, медицина достигла больших высот. В своем мире посланники Творца создали аппаратуру, позволяющую не только аккумулировать энергии Земли и космоса, но и трансформировать их в особые биоизлучения. Эти новые вибрации способны воздействовать на клетки живого организма и их молекулярные матрицы. В результате таких процессов происходит преобразование всех жизненных систем. Направив луч на больной орган, можно не только снять воспаление и восстановить обменные процессы, но и остановить рост любых опухолей. Повернув время вспять с помощью такой аппаратуры, целитель способен привести человека в эталонное состояние, а также омолодить, сделав его сильнее на несколько порядков. Это не чудеса, а реальные технологии, которые позволяют в корне изменить жизнь на Земле. Благодаря таким знаниям у представителей необычной цивилизации нет тяжелых болезней. Они могут вернуть здоровье человеку на любой стадии заболевания. Их тело способно проводить высокие энергии любой силы, что напрямую связано с духовностью и уровнем мышления. Им дано видеть представителей божественных миров, святых и самого Создателя. Исцеление может занимать секунды, если сознание подключено к высшим энергоинформационным каналам. Тело человека – это специальный инструмент. Оно дано для того, чтобы душа могла выполнить задачи, поставленные перед ней Творцом, и чтобы инструмент не выходил из строя, Вседержитель предусмотрел различные механизмы его восстановления. Люди-боги в совершенстве овладели ими и сейчас часть знаний готовы передать землянам, которые верят в Создателя и живут по законам всепрощения и добра. В глубинах Земли созданы удивительные города, они обладают необыкновенными энергиями. В них всегда светло, там чистый горный воздух и необыкновенная природа. Целебные источники, которые преобразуют энергии Земли, являются мощным стимулятором жизненной силы. Поэтому люди имеют удивительные возможности для развития. По сути, это райская жизнь, о которой всегда мечтали народы нашей планеты. Посланники-Создатели пришли на Землю, чтобы передать новые науки, развивающие дух и интеллект. Они трудятся, приближая наступление Золотого века открывают знания тем, кто сумел постичь истинный смысл бытия. Часть людей перешла в город богов из земного мира. Это талантливые ученые, врачи, военные, писатели, музыканты. Они поняли, что Создатель сотворил удивительную планету, открыл массу возможностей для мирной жизни и изучения настоящих наук, которые несут народам счастье и расцвет. Сейчас они заняты в необычных проектах, создают новые лекарства, аппаратуру и технику, чтобы впоследствии передать их землянам. Им удалось запустить сверхмощные системы защит человечества от любых несчастья и катастроф. Они овладели механизмами стабилизации планеты и применяют их в самых тяжелых ситуациях незаметно для людей. Работая по божественным программам сохранения жизни на Земле, они не раз останавливали катастрофы планетарного масштаба. Народы даже не подозревают о том, как их берегут, и сколько тратится сил, чтобы отвести человечество от гибели. К сожалению, современная цивилизация продолжает упорно двигаться избранным путем и разрушает жизнь на нашей планете. Однако без новых духовных знаний народы не смогут дальше развиваться. Люди-боги передают некоторые технологии талантливым ученым Земли, тем, кто способен принести реальную пользу и не навредить человечеству. Большинство систем уже давно создано, но, к сожалению, людям нельзя раскрыть последние новинки. Они не готовы к их принятию, потому что идут путем войн и разрушений. Представители необычной цивилизации-создатели понимают, что человек способен полностью раскрыться только в мирном труде. Объединение народов позволит сотворить чудо и понять, что такое истинная, божественная жизнь. Люди-боги работают не только на нашей планете, они сотрудничают с другими цивилизациями светлых сил. Помощь космическому сообществу – одна из важных задач и части их программы. По сути, они выполняют тот объем работ, который предназначался для современных землян. Однако из-за недостатка знаний и отсутствия необходимых технологий народа нашей планеты не могут решать истинные космические задачи. Таким образом, представители других миров вынуждены находить выходы из тяжелейших ситуаций. Технологии, которыми владеют люди-боги, невозможно сравнить ни с чем земным. Эта цивилизация создала уникальную космическую технику, которая широко используется на нашей и других планетах. Посланники Творца помогают человечеству в самых, казалось бы, безвыходных ситуациях. Так, например, они оказали действенную помощь, когда в Японии в 2011 году в результате землетрясения произошла крупная радиационная авария 7-го, высшего, уровня по шкале ИНИС на АЭС «Фукусима-1». При этом не только был снижен смертельно опасный уровень радиации, но и очищены различные пространства. Эта работа позволила полностью снять угрозу гибели миллионов людей. И в настоящее время помощь оказывается во всех районах Земли. Так, например, 14 ноября 2014 года жители Свердловской области наблюдали яркую вспышку в небе. Это было испытание нового оружия, которое несло опасность нескольким областям. Благодаря уникальным технологиям и аппаратуре люди-боги не допустили распространения смертельно опасного вируса Атия, который был создан цивилизацией серых и выпущен с помощью аппарата ИСЁЙ. Этот вирус уничтожает все живое. Опасность заражения миновала после того, как космические аппараты божественных посланников очистили территорию и аннулировали разрушительную энергию. Однако по законам космоса эта цивилизация не имеет права все время спасать землян. Ее представители могут помочь три раза, а дальше люди должны самостоятельно сделать выводы, найти верный путь развития и понять, что полностью отвечают за свои действия. Ситуация осложняется тем, что тайное правительство знает о существовании людей-богов и всеми способами стремится попасть в подземные города. В свое время Гитлер хотел завладеть этими пространствами, тайными науками и установить новую мировую власть. Сейчас на полюсах Земли, где находятся входы в подземные лаборатории и город-богов, установлена аппаратура. Ученые и военные, агенты спецслужб активно ищут методы проникновения во внутреннюю Землю. Тайное правительство намерено завладеть уникальными технологиями, с помощью которых планирует окончательно взять под контроль все человечество. Это невозможно, однако деятельность мировой закулисы мешает продуктивной работе и развитию божественной цивилизации. Человечество рискует остаться без поддержки посланников Творца и ставит себя под удар темных сил. Люди-боги знают все планы серых инопланетян, тайного правительства и предупреждают о том, что если будут предприняты попытки военного проникновения в их мир, то любые действия будут жестко остановлены. При использовании землянами запрещенные аппаратуры, воздействующие на энергию полюсов планеты, могут начаться неконтролируемые катастрофы. В странах, правительства которых участвуют в реализации проектов порабощения народов божественной цивилизации, усилится чистка. Тот, кто задумал уничтожить людей на Земле, потерпит полная фиаско. Вседержитель всем в равной степени дал пользоваться богатствами планеты, ее энергиями. И лица, которые примут решение истребить народы, будут уничтожены тем злом, которое посеяли. Из-за алчности, хитрости и попыток поработить человечество многие уйдут в небытие. Так работает закон божественной справедливости. Сейчас идут тяжелые испытания и уроки для США, Европы, многих стран мира из-за неправильного отношения к жизни, подаренной свыше. Люди-боги проконтролируют ситуацию и уберегут тех, кто истинно верует в Создателя, они не дадут погибнуть безвинным. Настанет время, когда чиновники прекратят перепродавать земли и обманывать народ. Они будут отвечать за свои действия. В определенный момент картина мира изменится до неузнаваемости. Посланники Творца трудятся во благо всех землян, и очень важно, чтобы люди это понимали. Если вы хотите сохранить мирное равновесие на нашей планете и уберечь человечество от страшной катастрофы, способной унести жизни миллиардов людей, просите Создателя о том, чтобы он сохранил уникальную цивилизацию, помог ее представителям выполнить сложную миссию, а руководителям различных государств даровал мудрость и благоразумие. По молитвам землян в состав правительств многих стран мира войдут честные, защищающие народ люди, способные вывести из любого кризиса. Только объединившись во имя Бога и Добра, земляне сумеют решить любые сложные задачи, которые перед ними ставят жизнь. Люди-боги знают, когда у землян повысится вера в Творца, поднимется духовность и появится стремление помогать другим, войны на нашей планете прекратятся. Если бы народы молились за сохранение божественных миров и цивилизации защитников, то им было бы легче перейти к настоящей жизни и расцвету. Серые инопланетяне активно вмешиваются в судьбу современных народов, навязывают им новые технологии порабощения и уничтожения землян. Некоторые уже ученые их открыто применяют. Несмотря на это, люди-боги защищают человечество. Будет хорошо, если вы начнете благодарить Создателя за то, что он привел своих посланников и продолжает уберегать вас самыми необычными способами. Эту невидимую помощь могут ощутить люди, которые способны ценить добро, чувствующие высокие энергии и невидимую заботу Творца. Ученые всех стран мира хотели бы сотрудничать с цивилизацией богов и владеть их технологиями. Однако далеко не все способны постичь суть божественного развития на Земле и волю Создателя. Многое принимается с неверием или агрессией. Это и есть основные причины, по которым современная земная цивилизация не может вырваться из оков материального мира и находятся в энергиях закостенелого мышления. Мировая элита знает о существовании инопланетных цивилизаций, однако предпочитает держать народы Земли в подчинении и скрывать от них истину. При этом жизнь простых людей искусственно усложняется. Во многих странах мира налоговое бремя становится все более непосильным, скоро народы будут вынуждены влачить жалкое существование. Никто не говорит о том, что существуют иные пути развития, есть альтернатива воинам, всемирной гонке вооружений, смертельно опасным заболеваниям и гибели человечества. Это повышение духовности, ориентация на дружелюбие и добро, сотрудничество с представителями божественных цивилизаций, лечение и обучение в соответствии с их новыми технологиями. У землян есть реальный путь мирного развития и быстрый отход от гибельного направления, возможность истинного развития и повышения своих интеллектуальных и духовных способностей. Сохранив цивилизацию богов на нашей планете, вы сами сможете достичь больших высот. Оставшись без их поддержки, человечеству будет трудно противостоять натиску тех, кто стремится любыми путями захватить планету и полностью уничтожить современных землян, чтобы свободно распоряжаться стратегическими ресурсами. Надеюсь, что здравый смысл возобладает, и люди обретут мудрость при рассмотрении такой важной темы, как сохранение жизни на нашей планете. Без решения этого главного вопроса все остальное просто теряет смысл. Земляне, которые останутся с богом и сумеют понять, насколько сейчас важны их молитвы и помощь всем народам, всем мирам и цивилизациям, работающим на земле, смогут сотворить чудо. Именно эти энергии спасут и защитят вас от любой опасности, и вы останетесь на высоте своего положения, ибо с вами бог. Александр Георгиевич Бакаев 2014 год Мир или война? Свобода в ваших руках? За время своего существования человечество приобрело колоссальный опыт и знания. Однако, продвинувшись вперед в некоторых областях науки и техники, люди не сумели решить проблему развития своих истинных способностей, с помощью которых они могли бы видеть будущее, менять судьбу и лечить любые болезни. Такие знания даются свыше. На сегодняшний день земляне не защищены от многих несчастья и бедствий, сохраняется опасность возникновения новых войн, а непредсказуемость катастроф ставят ученых в тупик. Очевидно, что большинство несчастья происходят по одной причине, из-за отсутствия знаний о действии энергетических законов. Люди не понимают, как работают энергии, и какое воздействие они оказывают на Землю и все живое. Наша планета – сложнейший организм существования человека напрямую связано с функционированием тонких миров, различных космических объектов, излучающих особые энергии. Жизнь людей зависит от их духовности и божественных энергий. Пока человек не решил вопрос о смысле своего существования, о роли в этом мире, ему трудно выбрать правильный путь. Он не может строить свое будущее и не владеет необходимыми для этого знаниями. Люди, которые не видят истины и не понимают, что происходит в окружающем мире, живут в самообмане. Ставя перед собой ложные цели, направленные на достижение земного благополучия или решая суетные задачи, они отходят от главного, не замечают, как их зомбируют темные силы, и они становятся марионетками. Не забывайте, что Бог наделил каждого из вас не только свободной, вечной душой, но и разумом, способностью анализировать и дал право строить свою жизнь так, как вы считаете нужным. Сейчас у землян нет времени на долгие размышления и планирования своей жизни. Все в мире изменилось, и жесткая действительность заставляет жить в других режимах. На сегодняшний день актуальной остается тема будущего человечества. От понимания причин тех бедствий, с которыми столкнулась современная цивилизация, очень многое зависит. Человек, бездумно относящийся к жизни, к своей душе и последствиям собственных действий, рискует стать жертвой игры темных сил, которую они ведут на Земле. Задумайтесь на секунду о том, как изменилась реальность, как тяжело стали жить люди, насколько больше они стали переживать и болеть. Каждый день происходят несчастья и катастрофы, в которых гибнут десятки, сотни и более людей. Сбываются самые страшные предсказания о начале гибели современной цивилизации. Неужели нельзя остановить эти процессы? Можно, и это необходимо сделать, пока не поздно. Человеческая жизнь прекрасна. Бог подарил ее вам для того, чтобы вы сумели познать суть мироздания, внесли в мир свою энергию, сумели раскрыть духовный, творческий потенциал. Вместо этого люди пошли другим путем, начали копить энергии агрессии, обиды, расстройств и сознательно ограничили свое развитие. И сейчас большинство землян не замечает, что на самом деле происходит вокруг. С уверенностью можно сказать, еще можно накопить силы, отрегулировать любые вопросы, прийти к мирной жизни, обрести здоровье и начать жить в высоких энергиях любви и добра. Для этого необходимо понимание и исправление ситуации. Сейчас очень важно сохранить жизнь, подаренную Богом. Однажды поняв суть уроков, данных свыше, человек способен избежать неминуемой гибели, он может накопить божественные энергии и продлить годы. Правильные поступки позволяют жить в любви, радости и быть счастливыми. Своими решениями человек определяет собственную судьбу, как он поступит, зависит только от его воли, никто не властен над ним, если он с Богом и стремится сохранить свою истинную духовную свободу. Тонкие миры и энергии, человек, энергетическое существо, он обладает особым полем и является носителем уникальной информации. В нем аккумулированы энергии рода, нации, всего человечества. Огромное значение имеют энергии и константа души, ее связь с божественными мирами. Для того, чтобы физическое тело правильно функционировало, необходима согласованная работа всех тонких тел, важно слияние с душой и наличие особого энергообмена. Чем сильнее положительный потенциал человека, тем больше божественных вибраций он может пропустить через себя. Они дают возможность землянам жить, творить и преобразовывать окружающий мир. Если бы у всех людей был открыт третий глаз, они бы знали, что происходит в тонких пространствах и могли бы изучать работу различных миров. Науки, которые открывает Создатель, необходимы для дальнейшего развития человечества. Итак, весь окружающий мир наполнен необычными энергиями, в нем обитает масса живых субстанций и существ разного уровня. Эфир, который пронизывает пространство, является особой средой обитания для большого количества живых созданий. Это и мельчайшие организмы, величиной менее миллиметра, и огромные существа. Все они обладают сознанием и способны влиять на деятельность миров. Среди них есть представители светлых и темных сил. Большинство людей не видят их, однако это не говорит о том, что их не существует в действительности. Они всегда находятся рядом с человеком. Ясновидящий может контактировать с ними, а обычные люди способны ощущать чье-либо невидимое присутствие или догадываться о том, что за ними кто-то наблюдает. Представители светлых сил обладают положительными энергиями, похожи на ангельские создания, они могут выглядеть как полупрозрачные духи, необычные субстанции. Сущности темных сил часто напоминают монстров, ужасных по своей форме, присасывающихся созданий и прочее. От них часто идет холод, и люди ощущают влияние негативных вибраций. Многообразие энергетической жизни на Земле неповторимо. Так, например, в тонких мирах можно встретить разумные создания, похожие на растения, минералы, огненные образования. Невозможно перечислить всех, кто является полноправным жителем нашей планеты. С уверенностью можно считать, что человек – далеко не единственное разумное существо на Земле. Здесь есть сущности, которые умнее и прозорливее людей. Другое дело, какую задачу они выполняют, несут добро или умножают зло, втайне используя несведущих и не имеющих божественной защиты людей. Эти неповторимые формы жизни составляют истинное богатство. Наша планета – одна из немногих, где представлены уникальные создания. Большая часть из них успешно развивается, преображает физический мир и привносит в жизнь людей удивительные вибрации. Поэтому взаимодействие тонких энергий не прекращается ни на секунду. Иногда люди могут видеть, как работают представители светлых и темных сил. Здесь мы подходим к основному вопросу, какова их роль в функции и в чем различие. Для непосвященного в эту тему многое непонятно. Очень часто люди, встречая сущность тонкого мира, не могут определить, кто это. Им трудно понять, с добрым к ним относятся или, наоборот, хотят навредить. Не стоит забывать, что посланники сатаны, обманывая людей, могут явиться в любой форме. Поэтому человек воспринимает их как божественную сущность. Только особые знания создателя позволяют в точности определить, кто перед вами посланник светлых сил или злодей в ангельском облике. Несмотря на то, что некоторые земляне не верят в существование параллельных миров, последние продолжают функционировать и активно влияют на человечество. Так, например, тонкоэнергетические сущности притягиваются к людям в зависимости от их энергетики. Если человек добрый, бесхитростный и по-настоящему любит окружающих, то рядом с ним чаще находятся светлые существа. Они уберегают от опасностей, защищают от зла, усиливают положительные энергии и дают добрые, радостные мысли. Если при этом человек просит Бога, они подсказывают верные решения и защищают от темных сил. Укрепляя энергетику таких людей, они благотворно влияют на их развитие, способствуют взаимопониманию с окружающими. Получая поддержку светлых сил, земляне, накопившие высокие энергии, пополняют запас своей жизненной силы. Так должны были развиваться народы нашей планеты, накапливать энергии добра и постигать мудрость жизни, проходя любые испытания. Когда люди печалятся или злятся, их начинают провоцировать темные силы. Поэтому часто возникают негативные мысли, страх или обида. Если человек в такой момент не просит Бога, то быстро теряет свою силу. Злобные или расстроенные люди притягивают к себе сущности, которые питаются психическими энергиями и снижают общий потенциал. Темные силы заинтересованы в том, чтобы люди больше конфликтовали и переживали. Сущность не может обойтись без постоянной подпитки, потому что не способна без нее выполнять свои функции. Чем больше она применяет своих знаний против людей, чем больше стягивает с них энергии, тем сильнее она становится и больше ценится в мире темных сил. Они специально работают, чтобы у людей было больше разногласий, чтобы они волновались и быстрее слабели. Положительная энергия для человека – это шанс выжить. Она дает здоровье, силу и ясность мысли. Люди, осознавшие суть божественных знаний, стремятся более спокойно реагировать на все происходящее. Задайте себе вопрос, вы хотите копить высокую энергию, жить и радоваться, или вам лучше стать объектом для атак темных сущностей? В этом случае они будут за счет вас увеличивать собственную силу и продолжат с вашим участием творить зло. Они начнут применять энергии против других людей, разрушат их здоровье и счастье. Произойдет ли это в действительности, зависит только от вас, ваших целей и отношения к собственной жизни. Знание, которое сейчас открывается, необходимо, чтобы уберечь вас и сохранить ваше будущее. Силы зла аккумулируют энергии людей. Этот потенциал применяется для управления землянами. С его помощью осуществляется контроль над их мышлением, эмоциями и действиями. Когда над человеком работает сущность, которую он сам привлек своими негативными мыслями и неверными поступками, происходит много неожиданного. Против собственной воли люди совершают роковые ошибки, которые порой невозможно исправить. Но так было не всегда. Например, представители предыдущих земных цивилизаций знали, как работают энергетические законы. Они стремились сохранить свои энергии, не позволяли использовать себя в чьих-то разрушительных целях. Для этого люди молились Богу и работали по остановке зла. Их божественная защита была очень сильной, и это позволяло им успешно развиваться в мирных направлениях вопреки планам сатаны. Накопленный землянами положительный потенциал не давал силам зла вмешиваться в деятельность цивилизации. Однако они всегда стремились властвовать над человечеством, и для этого сатаной была создана сложная система управления. Ее цель заключается в том, чтобы как можно больше землян взять под контроль. Получив власть над умами и энергиями людей, сил и зла стремятся к захвату нашей планеты и провозглашению на ней своих законов. Иерархия темных работает в единой системе. Люди не знают, что в соответствии с установленным порядком определенный запас человеческих энергий законсервирован. Он находится в видении сатаны и его помощников. Учитывая, что этот потенциал копился несколько тысяч лет, можно представить его мощь. Сейчас наступает решающий момент, когда темные силы попытаются применить его для реализации мегапроекта порабощения человечества. Не секрет, что для этого сущности активно используют землян, применяющих магию. Особый интерес для них представляют лица, стремящиеся увеличить свою силу. Сначала магист, воздействуя на жертву, своей работой разрушает энергетику человека. Как правило, под ударом магистов оказываются люди, которые не просят Бога, а значит, не имеют особой защиты. Расстроившись, они принимают весь удар на себя. Затем сущность снимает накопленный потенциал с самого магиста. Темные силы настраивают его против окружающих, навязывают плохие мысли, толкают к совершению новых энергетических преступлений, и все повторяется. В результате магической атаки человек может заболеть, попасть в беду и даже погибнуть. Сущность провоцирует магиста на дальнейшие действия. Так незаметно некоторые земляне попадают в невидимое энергетическое рабство к темным силам. Только на первый взгляд кажется, что с помощью магии можно решить какую-либо проблему. Если бы люди видели, какие страшные энергетические воронки и пробои образуются в их телах, когда они применяют магию, то они навсегда бы отказались от этой затеи. Болезни, невезения, разрушение жизни становятся неотъемлемой частью их судьбы. Но самое главное, что негативные энергии, которые остались на самом магисте, продолжают работать долгое время. Что бы ни происходило, надо помнить, выше законов темных сил существует закон Бога. Именно перед Вседержителем каждый человек будет отвечать за все, что сотворил на земле. Если кто-то строит свою жизнь на обмане, то нужно понимать, расплата обязательно будет. Закон справедливости неизбежно вступит в свою силу в назначенное время. Выше Творца никого нет. Он дал человеку свободу в построении будущего, поэтому любой может жить честно и реализовывать все, что задумает. Поскольку люди свободны в выборе своего пути, некоторые из них сотрудничают с темными силами. Однако им обязательно придется ответить за нанесенный вред по всей строгости и справедливости закона Бога. Они будут расплачиваться и в этой жизни, и после своей смерти. Выбор своего пути нужно делать серьезно и осознанно. Помните, что остановиться в совершении ошибок никогда не поздно. И чем раньше это будет сделано, тем больше будет шансов изменить свою жизнь и сделать ее более чистой. Настоящей альтернативой темным силам служат посланники Создателя. Светлые силы не живут за счет чужих энергий. Они получают их напрямую от Бога, от этого неиссякаемого источника любви и силы. Они умеют умножать свой потенциал, творя добро. Чем больше человек помогает другим, тем выше его энергия. И даже если он исчерпал запас жизненной силы, Творец может даровать ему дополнительный потенциал. С новыми знаниями и возможностями такие люди способны подняться на следующий уровень эволюции. Бог и светлые силы помогают людям сохранить свободу, защищают от негативного воздействия, даруют силу и разум, чтобы они самостоятельно строили свою жизнь. История предыдущих цивилизаций показала, высокого уровня достигали народы, которые соблюдали законы Творца и находились в мире со всеми. Если люди копили положительные энергии, любили Создатели и ценили подаренную жизнь, для них открывались новые науки и пути наивысшего развития. Но как только они начинали отвечать на провокации темных сил и конфликтовать между собой, энергии тьмы брали верх, возникали тяжелые болезни, эпидемии, начинались войны, тысячи землян погибали в катастрофах, темные силы овладевали умами людей, вынуждая их к совершению страшных преступлений. Во время войны у людей происходит колоссальный выброс психических энергий. Конечно, темные силы пользуются этим. Когда их энергетический потенциал истощен, они особым образом воздействуют на землян, усиливая их агрессию. Они также провоцируют некоторых руководителей, внушая им негативные мыслеформы, программируют на разрыв между братскими народами. Они толкают к переворотам и жестоким войнам. Чем больше людских бедствий, тем лучше для тех, кто подпитывается человеческими энергиями. Это праздник для темных сил, особенно, если им удалось столкнуть между собой народы, дружба которых могла сделать человечество непобедимым. Из-за зомбирующего воздействия темных сил люди бездумно уничтожают друг друга. Им даже в голову не приходит, что кто-то манипулирует их сознанием, поэтому они злятся и слепо выполняют чужие приказы. Темные силы не хотят честно жить и нести в мир добро. Они привыкли паразитировать, обманывать людей и использовать их в своих целях. Это будет продолжаться до определенного момента. Но когда народ прозреет и поймет, что можно отойти от порабощения, хитростные планы рухнут в одночасье. Люди еще не осознают, какая непобедимая сила дана им Богом. Для ее раскрытия нужно включить свой истинный разум и проявить настоящую любовь к людям и миру. Тогда никакая враждебная сила не сможет уничтожить человечество. Сейчас идет жесткая борьба темных сил за души людей, за возможность управлять народами Земли. Светлые силы стремятся защитить нашу цивилизацию, оставляя за каждым человеком право самостоятельного решения. Беда в том, что люди, не понимающие законов управления энергиями, не задумываются, что могут стать жертвами сущностей. Темные силы применяют специальную аппаратуру. Они работают над умами военных и политиков, ведут к серьезным разногласиям. Через ученых, создающих современные виды оружия, ультразвуковое, плазменное, лазерное, климатическое и другое, происходит увеличение смертоносного энергетического потенциала. Помощники сатаны подвели человечество к гибели и готовы уничтожить миллионы людей. Под их влиянием находятся некоторые вирусологи, генетики и другие ученые, достижения которых способны принести массу горя и несчастья землянам. Некоторые даже не догадываются о том, что вносят свою лепту в реализацию планов темных сил. Поэтому мирное будущее многих народов давно находится под вопросом, современная действительность является прямым доказательством последовательного уничтожения человечества. Одной из важных задач, поставленных сатаной, остается контроль действий правительств некоторых стран. Особое значение придается объединению людей в различные тайные террористические организации. Все это звенья одной цепи. Задумайтесь над тем, что произойдет с человечеством, если Бог не остановит эти процессы, а люди не будут молить его о помощи. Александр Георгиевич Бакаев 2016 год. Надвигающаяся опасность. Передел мира осуществлялся не раз, и сейчас это происходит на наших с вами глазах. Но не стоит забывать о главном, Бог дал человеку добрую волю, и всегда есть возможность договориться мирным путем, сохранив при этом жизнь землянам. К сожалению, сегодня ситуация усугубилась. Темным силам нужны не просто человеческие жертвы, а массовая гибель людей. И подойдет любой, даже незначительный повод, чтобы развязать серьезный международный конфликт. Недальновидность политиков может стать началом жестокой бойни. И поверьте, эти события не за горами, у зомбированных людей всегда найдется необходимая причина. Серьезнейшей опасностью на сегодняшний день остается развязывание Третьей мировой войны, самой страшной и последней для нашей цивилизации. В ней будет применено не только новейшее оружие, но и смертоносная аппаратура серых инопланетян. Если вы на секунду оторветесь от своих земных забот и посмотрите на современную Землю, то увидите, как много бет одномоментно происходит на нашей планете. И то, о чем в разные времена предупреждали божественные посланники, многим уже не кажется фантастикой. Сейчас свыше идут грозные предупреждения. Если начнется Третья мировая война и люди допустят наихудший вариант развития событий, то произойдет резкий скачок разрушительных энергий. Он приведет к энергетическому дисбалансу на всей Земле. В результате этого произойдут многочисленные катастрофы, цунами, землетрясения и так далее. Темные силы будут не только манипулировать людьми, но и возьмут под свой контроль значительную часть энергетических ресурсов и процессов. Если кому-либо кажется, что он повелевает волей людей и может манипулировать их сознанием, то это самообман. Гитлер тоже считал, что он непобедим, способен поставить на колени пол мира и стать повелителем. В действительности диктатором управляли темные силы, используя его, они осуществляли план по уничтожению славян, евреев и других народов, являющихся носителями особых энергий. Внушив Гитлеру мысль о том, что он избран стать великим вождем и властелином мира, помощники сатаны повысили уровень его гордыни. Они сделали все, чтобы он был уверен в своей исключительности. В итоге погибли десятки миллионов людей в разных странах, долгие годы народ не мог забыть несчастье, которое принесла война, сейчас темные силы толкают к еще более ужасной бойне. Неужели люди не найдут в себе силы, чтобы предотвратить социальные и политические катастрофы и окажутся беспомощны? Надеюсь, что этого не произойдет с теми, кто понимает, о чем идет речь. В этот момент надо быть борцом и копить силу, умножая ее добрыми делами. Человек, душа которого наполнена любовью к Создателю и людям, никогда не сможет нанести вред окружающим. Он во что бы то ни стало будет стремиться сохранить мир и уберечь землян. Люди, которые не понимают важности накопления высоких энергий, часто оказываются под влиянием темных сил. Если идет зомбирующее воздействие на руководителей, то они способны принести массу бед, лишить людей нормальной, спокойной жизни и привести к гибели. В некоторых вопросах современное человечество все дальше отходит от истины и простоты. События, которые происходят в США, европейских и других странах, показывают, что духовный уровень части населения быстро снижается. Вражда между народами, умалчивание истинной информации о событиях в отдельных странах и мире. Отход от традиционной морали и божественных законов ведет к тому, что люди теряют свою духовную силу, становятся слабыми. Рушится культура поведения, стираются рамки между добрым и злом, что ведет к жестоким преступлениям против человека и его души. Темные силы стремятся превратить людей в бесполые существа и опустить их на уровень ниже животных. Никто не говорит «стоп» этим процессам. Разве люди хотят, чтобы их насиловали, расстреливали, взрывали или делали нищими и наказывали хотя бы за одно слово правды, что это, молчаливое согласие или страх? Вы тоже будете молчать, когда наемники, получив свои 30 серебряников, придут расстреливать ваших матерей, жен, детей. Просите Бога, чтобы этого не произошло, не занимайте пассивную позицию, когда России и миру грозит опасность. Иначе, когда зло превысит свой предел, оно уничтожит и вас. Если хотите жить дальше, умножайте добро, копите энергии света и уповайте на Бога. Он один просит, защитит и спасет вас. Только ему вы по настоящему нужны, если в вас есть хоть капля добра, вы не нужны тем, кто вас обманывает и тайно использует. Бог создал мир для того, чтобы люди изучали новые науки, строили, а не разрушали. Человеку для жизни нужно немного, только самое необходимое. Еще ни один царь после смерти не забрал с собой дворцы и все накопленные богатства. В том мире, куда переходит душа, все земное не играет никакой роли. Главное, это духовный опыт, душевная чистота, любовь, доброта, милосердие и энергии, которые накопил человек на земле. Люди, которые жили по законам добра и стремились со всеми сохранить мир, после смерти попадают в миры светлых сил. Там они продолжают творить в любви и обретают счастье. Тот, кто жил в энергиях зла, уходит в миры темных сил. Его дальнейшая жизнь будет проходить, как в аду, он не найдет понимания со стороны окружающих. Ни один диктатор, стремившийся поработить людей, уничтожить их мир, не обрел покоя после смерти. Бог видит истинные намерения и действия каждого человека, и только от вас зависит, будет ли ваш завтрашний день добрым и успешным, сумеете ли вы создать для себя благоприятные условия для дальнейшей реализации. Переходя в другое измерение, душа понимает, многое из того, что ее интересовало на земле, например, привязанности, слава, власть или богатство, ничто по сравнению с истинными духовными ценностями. Верность Богу, жизнь в любви и взаимопонимании с другими людьми, единение с природой, согласие с самими собой дают истинное счастье. Оно доступно всем, у кого доброе сердце и чистые мысли, такими изначально были созданы люди, они имели особую связь с Творцом и понимали, как нужно действовать дальше. Земляне, для которых важны духовные ценности, не начнут войну, не будут обманывать народ или захватывать чужие территории. Такие люди благодарят Бога за все, что Он им дал, а все необходимое для дальнейшей жизни они зарабатывают честным трудом. Если бы все так поступали, на нашей планете давно бы воцарился мир, жизнь на земле прекрасна и удивительна, Бог даровал нашей планете необычную силу, и каждая душа, приходящая сюда, может жить счастливо, нужно только выбрать правильные ориентиры и поступать в соответствии с божественными законами. Люди здесь могут жить сотни лет, это произойдет в том случае, если они научатся любить, прощать и сумеют накопить высокие энергии. Они смогут раскрыть таинство, овладеют алхимией и научатся увеличивать жизненную силу с помощью новых божественных наук. Все это более чем реально. Вопрос в том, успеют ли народы отойти от гибели, которая уже нависла над ними. Постарайтесь серьезно подойти к той информации, с которой сейчас познакомитесь, потому что от вашего понимания многое зависит, в том числе и ваша собственная судьба. Работа энергий. Любые энергетические процессы в физическом мире протекают в соответствии с действием определенных законов. Благодаря уникальным энергетическим основам человеческой и планетарной жизни развиваются Земля и люди. Эта система контролируется Богом. Народы всегда управляли энергиями, знали как действуют законы тонких миров и жили в соответствии с ними. Испокон веков земляне применяли знания, помогающие регулировать энергетические процессы. Они умели грамотно применять божественные науки и не допускали какого-либо дисбаланса, не позволяли темным силам увеличивать разрушительный потенциал. Божественные посланники вовремя предупреждали людей о надвигающихся опасностях, подсказывали, как и о чем нужно просить Создателя. Получив разрешение свыше, они устраняли любые негативные последствия неверных действий людей и останавливали работу темных сил. Особые знания, которые Творец открывает избранным, помогают предотвратить любые несчастья. Несмотря на истинность многих предсказаний, всегда находятся скептики, которые с недоверием и предвзятостью относятся к информации, идущей свыше. Однако независимо от этого действительность всегда подтверждала правильность этих предсказаний. И Творец во все времена спасал людей чудесным образом, если их вера была искренней. За время существования человечества произошло много уникальных событий, являющихся примером проявления Божественной силы. Землянам открывались таинства и необычная информация, но они не понимали, что это был бесценный дар Создателя. Среди пророков и защитников человечества особое место занимает Иоанн Богослов. Остановлюсь на его жизни, поскольку он дал главное предупреждением землянам. Создатель открыл ему таинство мира и передал через него книгу Откровений, или Апокалипсис. В ней прямо говорится о будущем человечества, судьбе Церкви и конце мира. Многое из этого уникального послания уже начало сбываться, современные ученые открыто говорят об этом. Наша цивилизация вступила в самый сложный этап своего развития. Каждый из вас, Творец будущего Земли, очень много посланников Создателя отдало своей жизни ради того, чтобы сейчас был мир, чтобы общество продолжало развиваться, имея главную Божественную защиту. Теперь дело за людьми. Апостол Иоанн Богослов открыл землянам истину и предупредил о том, что может произойти, если человечество отойдет от Вседержителя и его законов. Значимость переданной через него Божественной информации колоссальна. И если люди правильно поймут, то они еще сумеют изменить ход событий. Помните, что предупреждения даются заранее для того, чтобы люди одумались и остановились в своих неверных действиях. Все апостолы Иисуса Христа претерпели мученическую смерть за веру в Бога и истинные знания. Иоанн Богослов был последним из них, он прожил более ста лет и успел сотворить много добра. У него была очень сложная миссия, которую он полностью выполнил. После успения Божией Матери, как было определено свыше, он отправился проповедовать в Малоазийские города. Его речи сопровождались многочисленными чудесами, и толпы народа внимали его словам, отражавшим суть божественной мудрости. Несмотря на жестокие гонения на христиан, Иоанну удалось повернуть к Богу тысячи людей. С каждым днем их количество увеличивалось, и у многих начиналась новая жизнь. Видя, что народ перестает слепо подчиняться, император Нерон отдал приказ найти и уничтожить апостола, так он намеревался остановить распространение учения Иисуса Христа. Иоанн был схвачен и приговорен к смерти. По замыслу императора его казнь должна быть показательной и очень жестокой. Сначала апостола заставили выпить чашу со смертельным ядом. Народ должен был увидеть мучительную смерть Иоанна Богослова. Но никто не ожидал, что он чудесным образом останется жив. Секрет прост. Он с огромной верой молил Бога о помощи, и яд не подействовал. Находясь в бешенстве, Нерон приказал бросить апостола в котел с кипящим маслом. Когда приговор был исполнен, люди находились в глубоком потрясении. Но как они были удивлены, когда Бог спас Иоанну и во второй раз. Все увидели его живым и невредимым. Сила Творца, проявленная в присутствии сотен людей, потрясла императора. Ему ничего не оставалось делать, как сослать апостола на остров Патмос. Нерон надеялся, что таким образом Иоанна удастся остановить. Но даже находясь в ссылке, ученик Иисуса Христа продолжал порученное ему дело, поворачивал народ к Богу, слова его были пламены. Энергии, которые он излучал, творили чудеса. Он много исцелял, предсказывал и учил. И люди с еще большей верой воспринимали истину, которую он нес им, отдавая всего себя и зажигая божественным огнем все больше народа. Однажды Творец сказал Иоанну удалиться на пустынную гору. Апостол со своим учеником Прохором выбрал пещеру и выполнил все, что было ему наказано. Он постился три дня и горячо молился. И вдруг пещера содрогнулась, Иоанн Богослов услышал голос. Он стал диктовать то, что ему было открыто Создателем. Я есть Мяльфа и Омега начало и конец. Говорил Господь, который есть и был, и грядет Вседержитель. Так была записана книга Откровений или Апокалипсис, силы и смысл этих предсказаний невозможно сравнить ни с чем земным. Эта истина о будущем человечества для всех землян стала грозным предупреждением. Оно было дано для того, чтобы люди сумели вовремя остановить темные силы, смогли изменить свое будущее и сохранили жизнь. Бог всегда помогает с надеждой, что в людях возобладает голос души и разума. Если бы земляне до конца правильно понимали, о чем говорит Вседержитель, и как им нужно поступать, то не было бы тех несчастий, которые сейчас обрушились на землю. Сомнения, неуверенность в собственных силах, безверие и непонимание истины всегда ведут к плачевным результатам. Иоанн освободился после длительной ссылки и остался жить в Эфесе. Здесь он написал Евангелие, в котором была раскрыта сила Иисуса Христа. Апостол подчеркнул, насколько важно любить Бога и людей, это секрет счастливой жизни. Он понимал, как важна вера в жизни каждого человека. Иоанну удалось противостоять врагам и подготовить учеников, которые сумели передать истину будущим поколениям. Перед своей кончиной апостол взял семерых из них и удалился из Эфеса. Он предсказал им все, что произойдет в будущем. Затем он повелел вырыть себе могилу в форме креста, в которую лег и сказал ученикам, чтобы они засыпали его землей. Им было очень сложно принять сказанное. Плача, но не решаясь ослушаться, они исполнили его просьбу. А вскоре все предсказанное Иоанном Богословом начало сбываться с невероятной точностью. Когда весть о погребении апостола дошла до других учеников, они бросились к могиле и раскопали ее, однако тело не обнаружили. Как и предупреждал Иоанн Богослов, он был забран создателем в высший мир. С того времени каждый год из могилы Иоанна 21 мая выступал тонкий прах, верующие собирали его и исцелялись от многочисленных телесных и душевных болезней. Так Творец показал, что истинная вера творит чудеса, и если сердце человека чисто, то он будет прощен и помилован. Иоанн Богослов дал людям надежду, что все можно изменить, потому что знание Творца бесконечно, а если придет время апокалипсиса, то нужно молиться и надеяться на Бога, верить в то, что он простит падших, изменит судьбу и помилует людей. Неужели нужно дойти до края, до полной реализации предсказаний, чтобы понять, Создатель видит на века и тысячелетия вперед, он готов все изменить, если люди одумаются и перестанут уничтожать друг друга. Творец своевременно оказывает помощь людям, заранее предупреждает о грядущих испытаниях, но иногда они сами не желают себе помочь. Хочу напомнить вам еще один эпизод из прошлого и рассказать о том, как Создатель дает информацию через самых разных людей. В 1243 году в Нижний Новгород с богатствами и огромным количеством товаров прибыл иностранный купец. Он стремился как можно быстрее развернуть торговлю и осуществить свою мечту, заработать много денег. Он никогда раньше не был на русской земле и не думал о том, как она может повлиять на него. Когда он увидел Нижний Новгород, то был потрясен до глубины души, его поразила набожность народа, смирение людей и их усердие к церковной службе. Он стал свидетелем исцеления и многих чудес, происходивших по велению Бога. Желая подражать подвигу иноков, он принял христианство, раздал нищим и бедным все свои богатства, доставшиеся ему по наследству. Часть из них пожертвовал монастырю и удалился из Новгорода в Великий Устюг. Там он стал жить на паперти храма Успения Божией Матери. Так у этого человека изменилась судьба и появилось новое имя. Теперь его стали звать Блаженный Прокопий Устюрский. Бог открыл ему знания, и он начал помогать людям, предсказывал будущее, утешал в горе и отводил от несчастий. Однажды, в 1290 году, у Прокопия было видение. Он знал, что людей настигнет стихийное бедствие, рассказывал, что будет сильная буря с грозой, лесными пожарами и смерчем огромной разрушительной силы. Он предупреждал, что это бедствие станет следствием падения метеорита в 20 верстах от Великого Устюга. За неделю до несчастья Прокопий ходил по всему городу и слезно просил людей каяться и молиться, чтобы Господь избавил город от участи Содома и Гаморы. Он объяснял, что люди сами навлекли на себя несчастье, и только Вседержитель по своей милости и всепрощению может избавить от беды, но люди не понимали, о чем идет речь. К сожалению, ему никто не поверил, и вот в указанный день и час началась буря. Люди в панике покидали свои дома, которые рушились на глазах. Единственным укрепленным и безопасным местом оставался храм Успения Божией Матери. Все устремились туда. Люди в страхе вбегавшие в храм, видели, как горели лампады. На коленях перед иконами стоял Прокопий Устюрский, никого не замечая, горячо молился. Для всех эти события стали серьезным уроком. В истории России и других стран было много случаев, когда ясновидящие, пророки спасали людей от гибели и помогали избежать самого страшного. Мудрые руководители прислушивались к ним и своими правильными действиями уберегали народ от многочисленных несчастий. Знания, которые Творец открывает избранным, помогают предотвратить самые тяжелые несчастья. К сожалению, люди часто с недоверием относятся к предупреждениям. За всю историю человечества было бесчисленное количество примеров проявления Божественной силы, открывались таинства, знания, передавались предупреждения землянам. И как часто с опозданием люди понимали, какую бесценную информацию им давали посланники свыше. Позволю вам напомнить о том, как началась Великая Отечественная война 1941-1945 годов. Многие события, как может показаться на первый взгляд, возникают по вполне материальным причинам. Однако это не так. Весной 1941 года правительством Советского Союза было принято решение организовать археологическую экспедицию с целью найти и вскрыть могилу Тамерлана. В июне работы шли очень интенсивно, и когда было обнаружено древнее захоронение, к руководителям экспедиции явились старцы. Они предупредили о том, что нельзя вести раскопки этой заклятой могилы. До сих пор не обнародована вся информация, которую передали хранители. Речь шла о том, что по своей неграмотности люди при вскрытии могилы выпустят духа войны, который управляет энергиями смерти и повелевает стихиями зла. Поэтому захоронение нельзя вскрывать. Нарушив запрет, ученые и чиновники должны будут понести наказание. Дух, которого они выпустят, заберет их, так и произошло в действительности, все, кто участвовали в раскопках, позже погибли при различных обстоятельствах. Но самое страшное в этой истории было то, что из-за археологов, не понимающих действий магических энергий темных сил, могли пострадать миллионы людей. Хранители предупредили, нужно немедленно прекратить все работы, пока не произошла беда. Как только могила Тамерлана будет вскрыта, начнется страшная война. К сожалению, им не поверили. И вот, как и было предсказано, 22 июня началась Великая Отечественная война, и никто из людей не сумел ее предотвратить. Отмечу, что нападение на Советский Союз началось именно в тот момент, когда полевые структуры заклятого времени перешли в активную фазу. Это произошло в соответствии с действием энергетического закона, и простым совпадением это нельзя назвать. Когда наша страна прошла тяжелые испытания, когда беда коснулась каждой семьи, а армия понесла колоссальные потери, руководство государства стало прислушиваться к ясновидящим. Сталину было сообщено, что нужно открыть церкви и дать народу возможность молиться. Хранители предсказали, что война закончится, когда могила Тамерлана будет вновь закрыта. Только так можно остановить бедствие. Когда, вняв голос у разума, ученые и чиновники прислушались к мудрецам, зло было остановлено, только правильный подход позволил стабилизировать полевые структуры, и ситуация изменилась. При восстановлении захоронения были соблюдены необходимые условия, и удалось усмирить силы тьмы. Великая Отечественная война закончилась, когда магическая энергия была заблокирована. Мирная энергетика страны была восстановлена, и народ праздновал Великую Победу. Порой люди, пренебрегающие знанием, не понимают, каким последствиям могут привести их безразличие и бездействие. Подобное пренебрежение часто оборачивается катастрофами и бедствиями. И сейчас некоторые руководители недопонимают, насколько важно сохранить мир на нашей планете, и как опасно вмешиваться в энергетические процессы на Земле. Сейчас над человечеством нависла серьезная угроза. Александр Георгиевич Бакаев 2016 год. Как спасти мир? На территории России уже несколько лет активно ведутся поиски древних захоронений, особое внимание обращается на центры древних цивилизаций, магические курганы и прочие не секрет, что инициаторами и тайными заказчиками этих работ являются представители мирового правительства. Подчиняясь плану темных сил, они провоцируют людей на совершение роковых ошибок. Как и в случае с могилой Тамерлана, все реализуется чужими руками. Если не остановить эти действия, то в ближайшее время произойдут большие несчастья. Россия, необычная страна, здесь есть место силы, умножающие энергии людей, открытый портал и много других секретов. Об одном из них и пойдет далее речь. В России существует уникальное древнее захоронение. В нем погребены царь и царица, которые владели особыми знаниями, позволяющими управлять тонкими стихиями. Он был повелителем духов, усмирял народное волнение, управлял энергиями войн. Она – повелительница стихий, любая природная сила была в ее управлении. Эта могила сейчас находится под защитой особых сил, ее энергии законсервированы. Но как только захоронение будет вскрыто, через один час начнется Третья мировая война, будет открыт доступ в наш мир разрушительным энергиям и духам, а люди не умеют ими управлять. В этот процесс включатся темные силы, и энергии негатива, накопленные землянами в течение тысячелетий, будут умножены. Необратимый энергетический процесс охватит огромные территории, большинство стран попадет под его воздействие. Единицы людей, представители тайного правительства знают об этом. Несмотря на запрет свыше о том, что нельзя прикасаться к этому древнему захоронению, на которое наложена специальная печать, они все же стремятся найти могильник. Там находятся атрибуты власти, которые представляют особый интерес для правителей. Они планируют овладеть артефактами, чтобы контролировать все процессы и умножать несчастья на Земле. Катастрофы, страшные землетрясения, войны, эпидемии и другие несчастья должны обрушиться на человечество по их планам. Но такими атрибутами не смогут воспользоваться люди от темных сил, помощники Создателя сумеют изъять эти артефакты. Земляне даже не подозревают о том, какой сюрприз ожидает их в недалеком будущем. Так погибло несколько цивилизаций на Земле, хотя пророки и великие посвященные предупреждали людей заранее. Почему подобный опыт и несчастье ничему не научили людей? Для того чтобы отвести народы от истинного пути и принятия грамотных решений, тайное правительство активно внедряет систему порабощения человечества. Чепизация населения уже идет во многих странах, земляне даже не понимают, что новые технологии позволяют не только полностью контролировать жизнь, но и управлять их сознанием. Миллионы людей могут превратиться в безвольных рабов или в безжалостных убийц, стоит только задать соответствующую программу и послать импульс определенной частоты в головной мозг. Технологии давно прошли апробацию, их испытывали на пациентах психиатрических клиник и заключенных. Получается, людям безразлично, что будет с ними дальше, темные силы вмешиваются в их судьбу и как слепых ведут в пропасть. Значительную часть бедствия еще можно предотвратить, но для этого понадобится помощь обычных людей. Просите Бога о том, чтобы к захоронениям и всем подобным магическим сооружениям был закрыт доступ. Молитесь, чтобы Создатель простил землянам грехи и остановил порабощение человечества, продлил жизнь и помог накопить энергии доброты, любви, здоровья. Это важно для того, чтобы уберечь жизни землян. Мировое правительство стремится оставить на земле только золотой миллиард, остальные люди им не нужны, поэтому они ищут способы как можно быстрее уничтожить лишних. В результате не останется ни золотого миллиарда, ни тайного правительства, потому что эти люди еще не знают, что применят темные силы. Если вы будете просить Бога, чтобы он уберег землян и не допустил войны, то все изменится. Мир еще можно сохранить. Но не стоит уповать лишь на действия политиков, это не в их власти. Скажу только одно, упустив момент, люди могут в одночасье потерять жизнь, надеясь, что этого не произойдет. Сейчас сохранение мира на нашей планете очень важно. Если люди сумеют все правильно понять и начнут усиленно молиться, Бог не допустит несчастья, и человечество будет сохранено. Тогда будущее поколение землян увидит жизнь. И только от нас с вами зависит, произойдет это, или нет. Надеясь, что в людях возобладают доброта и мудрость, они найдут в себе силы изменить весь ход событий и сумеют восстановить долгожданный мир и счастье на нашей планете. Александр Георгиевич Бакаев 2016 год. Ответ на письмо А, Никитина. Здравствуйте, Александр Витальевич. Мне передали ваше письмо, благодарю вас за него, понимаю, насколько вам интересны темы, над которыми я работаю много лет. Хорошо, что есть люди, которые интересно мыслят и видят, как народы отходят от мирного образа жизни. Сейчас идет тотальное слежение за россиянами, представителями других стран, люди подвергаются унижению со стороны некоторых нечестных чиновников. Налоговое бремя, удорожание жизни и другие негативные процессы делают существование людей еще более тяжелым. Вы правы, талантливых ученых всегда преследовали, а открытия засекречивали. Впоследствии новинки внедрялись за границей, а их авторы либо находились под арестом, либо их просто уничтожали. Когда во времена Советского Союза о моих изобретениях начал писать корреспондент комсомольской правды Юрий Беликов, у него возникли большие проблемы. Он присутствовал на испытаниях моей приставки и честно говорил о том, что благодаря технологии, открытой мне Богом для помощи народу, топливо не нужно. Его уволили с работы, начались гонения, несколько раз взрывали дверь в его квартире, ему угрожали и запрещали говорить и писать обо мне. Меня стали обвинять в том, что я состою в секте. Какой? Я молюсь Богу за людей, прошу простить их недопонимание, стремлюсь помочь ему видеть возможности наук, которые открывает Создатель. Благодаря им можно решить проблемы, которые уже нависли над человечеством, болезни, кризисы, войны и гибель. Точно так же в свое время не поняли Циолковского, многих других ученых, которым Творец открывал знания, опережающие развитие цивилизации. Эти знания были даны для помощи людям. Однако преследование, клевета и земное отношение к ученым отбрасывало человечество далеко назад. Наша цивилизация уже должна была получить колоссальное развитие. Однако народы имеют совсем другую, удручающую, действительность. Поэтому я молю Бога, чтобы люди сумели понять, каким созидательным путем может идти человечество, как остановить войны и предотвратить катастрофы планетарного масштаба. Пишу книги, в которых поясняю, как можно исправить положение и спасти такую удивительную, но очень хрупкую жизнь. Тот, кто при чтении будет обращаться к Создателю, получит не только положительные энергии, к этим людям придет понимание истины, они будут видеть собственные ошибки и начнут их исправлять, сумеют полюбить людей и смогут жить во взаимопонимании с окружающими. Бог дал народам жить в тесном контакте с представителями других цивилизаций, однако земляне еще не созрели, чтобы напрямую сотрудничать с ними. Через книги я даю необходимую информацию, которая поможет людям улучшить свою жизнь, здоровье, качественно изменить свои энергии, став необыкновенными личностями с высокой духовностью. Только с такими землянами будут сотрудничать представители других цивилизаций. И только таким людям Творец откроет новейшие знания и технику. Я не веду переписку через интернет, на это нет времени. Поэтому в книгах стремлюсь максимально раскрыть суть вопросов на простом, доступном языке. И если человек подходит к этим темам с добрым, искренностью и просит Бога, то ему постепенно начинают свыше открывать любые темы. Сейчас вышла книга спасения мира. В ней вы многое почерпнете для себя. Порой глубина смысла раскрывается не с первого раза. Но, вникая в суть, шаг за шагом человек способен преодолеть любые преграды и активировать в себе новое знание, открытое ему Творцом. Темные силы ведут человечество к гибели, но у людей есть реальный шанс в корне изменить ситуацию и совершив чудо, прийти к расцвету настоящих божественных, космических наук, которые позволят кардинально изменить земную технику и окружающую действительность. Как только вышла эта книга, в Перми над Пносом начали дежурить космические корабли. Несколько ночей их можно было видеть с одной целой тридцати сотых. Божественные силы берегут землян, главное, чтобы они это понимали и не закрывали себе путь истинного мирного развития. Дежурство кораблей, это грозный знак, предупреждение. Возможно авария, хорошо, что пермики просят Вседержителя, и он посылает им помощь. Впереди у россиян много различных негативных событий. Но уже сейчас их можно предотвратить, если люди будут искренне, с большой верой молиться Создателю. Еще в 1989 году я видел фотографию из будущего. Несомненно божественные люди будут путешествовать в космосе, работать на Луне. На фотографии был четко виден экипаж одного из кораблей. Науки Создателя дают колоссальные возможности, и тот, кто истинно верует, способен и исцелиться, и совершить открытия, и помочь людям вне всяких стандартов. Надеюсь, Александр Витальевич, что ваше стремление к познанию истины и глубокому анализу происходящего даст положительные результаты. Желаю вам и всем читателям успехов в познании мира и сотворении добра. С уважением, Александр Георгиевич Бакаев 2018 год. Александр Георгиевич Бакаев 2021 год. Правила ученика. 1. Выполняй заповеди Бога. 2. Отвечай за свои мысли, слова и действия. Не принимай поспешных решений, но и немедля. Старайся разрешать все вопросы быстро и четко. 3. Во всем придерживайся золотой середины. 4. Владей собой в любой ситуации. Спокойствие и ясность мысли помогут выйти из любого положения наилучшим образом. 5. Умей понять принять любого человека таким, каков он есть. Помни, что каждый своеобразен. 6. Не говори пустых слов о любви к ближнему, а люби его. 7. Не присягай на верность, а просто будь верным. 8. Не считай, что ты совершаешь подвиг, идя по пути ученичества, а просто честно работай. 9. Не сомневайся, истинно верующий человек многое может. 10. Следи за чистотой тела, жилища, поступков и собственных мыслей. Не забывай, что самое сложное, управлять собой. 11. Помни, учитель покажет путь, а пойдешь ты по нему самостоятельно. 12. Некогда не забывай, что на все воля Бога, и только Он решает, какая работа тебе будет доверена. Не забывай, что можно все потерять в одночасье, а догнать будет очень трудно. Не унывай и не опускай руки в минуты тяжелых испытаний. Помни, Бог, Учитель и Космос всегда рядом. Пути Учителей, начиная с Иисуса Христа. Уроки и испытания, данные свыше. 1. Ступень. Гордыня, жалость в себе, себелюбие, обидчивость. 2. Ступень. Лень, непонимание сути жизни. 3. Ступень. Встреча с горделивыми людьми земного плана, прохождение уроков и испытаний. 4. Ступень. Потеря материального, деньги, слава, власть, земная любовь. 5. Предательство. 6. Одиночество, выполнение программы и один в поле воин. 7. Ступень. Высшая любовь, божественное ученичество, познание таинств Создателя. 8. Ступень. Любовь к врагам, всепрощение. 9. Ступень. Потеря личного счастья. 10. Ступень. Непонимание учеников и окружающих людей. 11. Ступень. Прямая работа с высшими цивилизациями. 12. Ступень. Все более сложные испытания, которые постоянно дает Творец. 12. И так далее, до бесконечности по ступенях развития, защита на все времена от злодеев, тема убережения вашего Учителя, Туву, Божия Матерь, молитва, Господь Всемогущий, убереги нашего Учителя, данного нам Тобой, защити от сил зла, их приспешников и духовно слабых людей, попавших под их влияние. 12. Защити нас, чад твоих, и дай нам силы, разум и дух, волю и высшую любовь, чтобы защитить Учителя, Сына Бога, и как в нем все заключено на Божественное и Высшее, от чистого космического разума. 13. Так пусть и в нас будут заложены. 14. Чистота помыслов, Любовь Творца и защита от Вседержителя, для Божественного Сына, Александра Георгиевича. Аминь, Бог. 15. Система Божественной остановки, с разрешения Создателя, молитва, Господь Всемогущий, останови все зло на планете Земля, сохрани материки, горы, моря, сбереги жизнь и спаси людей от гибели навсегда, дух человека укрепи, на борьбу со злом благослови, армады зла останови, как вечный покой бережет космос, и миры, сотворенные Богом, так пусть на нашей планете, восторжествует добро, любовь, божественный свет, аминь. 15. Передсказание, пояснение Мишеля Нострадамуса. В этих строках вы найдете счастье знаний, обо всем и обо всех. Вы поймете глубинный характер, исполнение всего, что будет задумано вами, то есть, Богом, получая его программу, выполняя Божественный план, сможет войти во Вселенную Движение Времени. И останетесь там, чтобы выполнить закрытую работу, чистой сердцем, умом и душою, поймет необъятное сам, и увидит сквозь толщу миров, воля Творца, Он, Единое Сущие, защищает миры, помогает народам. Это, мир, доброта, простота на планете. И за это вы все в ответе. Аминь, Бог, Триединство Ключ. Все миры объединятся, сохранятся мир, спокойствие, вибрации Творца. Учитель начнет перестраивать, энергии планеты и землян, всех миров во времени. С ним останутся избранные. Они будут выполнять особые Божественные миссии, ради которых воплотились. Творец напрямую поведет этих учеников, к новым знаниям и созданию. Время темных сил будет остановлено. Начнется новый этап развития сил света. Имена избранных уже известны. Пройдет немного времени. И все древние предсказания. Начнут сбываться с необыкновенной точностью. Река времен может изменить свое течение. И люди сумеют остановить зло, с помощью новых Божественных знаний. Послание Мишеля Нострадамуса, Книга жизни. Первый исход. Знамение века увидеть суждено не всем, а тем, кто с Богом. Кровавый след кометы в море отойдет. И станет море красным от горечи и бедствий. У веселения ваши на земле все отойдут в миры иные. Пророку снова явится Господь. И наречет его последним сыном, который землю посетил. Явился он перед окончанием времен, чтоб проследить людей паденья, силу очищения и восход. Чтоб души светлые к Отцу сопроводить. И сули от него питать все люди будут на земле. Намерение свершится. Да будет в нем Господь. Аминь. Второй исход. Все тучи зла сгустятся на планете. И окровавленный восход грядет во тьме. И статуя, что мир веками олицетворяла на земле, находится в огне. И пламя всю планету накрывает. Существование мира снова под вопросом. И огненный поток людей уносит. Земляне исчерпали жизненный запас энергий. Им нечем залечить болезненные раны. Нет той любви святой, что Бог им подарил. И люди сердце злобой напитали, великой злобой. Она приводит к краху. У вас есть тысячи путей, Создателям открытых. Земляне совершили выбор свой. Не видя всех последствий, торопятся во тьму. И что же впереди у них, коль выбрали дорогу ту? Заключение. Дорогие ученики, благодаря Творцу у вас появилась возможность изучать науки самого Создателя. Работать на новом направлении, нелегкая ноша, но для разных миров ценнее этих знаний ничего нет. Получив новинки, вы поймете, что такое истинное ясновидение, дальневидение, тайновидение, всевидение, божественное алхимии. Многие ученые от своего недопонимания упорно отвергали науке Создателя и его силу, проявлявшуюся во все времена. Несмотря на то, что официальная наука отрицала наличие высших способностей у людей, земные ясновидящие тайны использовались для создания запретных технологий, апарагуры и так далее. Все эти люди были марионетками в руках некоторых руководителей. Идя на поводу у чиновников, земные ясновидящие выполняли ряд работ, которые, в конечном итоге, приносили вред стране и народу. Они стремились к славе, однако потерпели полное фиаско. Это и есть земной подход, он во все времена заводил людей в тупик. В результате неверных решений и действий человечества на нашей планете погибло несколько цивилизаций. К сожалению, многие ясновидящие применяли свои способности для создания приборов, негативно воздействующих на сознание землян. Используя такие новинки, нечестные руководители стремились поработить ни в чем не повинных людей. С помощью различных аппаратов некоторые личности хотели разрушить особые планетарные системы. И сейчас многие высокопоставленные лица преследуют цель манипулировать народам в своих целях. Рабский труд людей используется в угоду элите, далекой от Бога, доброты и справедливости. К сожалению, большинство землян так и НС поняли для чего Создатель подарил им жизнь и возможность развиваться на одной из прекраснейших планет. Люди рождаются для того, чтобы нести добро в различные миры и любить все создания Творца. Те цивилизации, которые понимали этот главный закон жизни, выполняли свои миссии и успешно развивались дальше так, например, на разных планетах. Много народов, достигших высокого уровня. Они сумели правильно применить науки Вседержителя, создали космические корабли, другую технику, и теперь с успехом выполняют сложные миссии, помогают людям из различных Вселенных. Они знают, как себя вести, как при любых жизненных обстоятельствах работать с Создателем, быть вольными, пивчем не нуждаться и жить со всеми в мире и дружбе. Благодаря этому представители Светлых Сил шагнули далеко вперед. Они сотрудничают с различными мирами, знают, как необходимо помочь цивилизациям, отстающим в эволюции. Божественное развитие уникально, оно не имеет аналогов. Творец ведет людей так, чтобы в их жизни все было неповторимо. Правительства, спецслужбы и ученые разных стран знают о том, что на Землю прилегают представители других инопланетных систем. Во всем мире идет охота за их техникой и инновациями. Не раз земные военные пытались захватить летательные аппараты, постичь секреты других цивилизаций, но, как показывает действительность, приборы, созданные на нашей планете, не идут ни в какое сравнение с аппаратурой космических братьев. Самолеты-перехватчики и другая земная техника, посылаемая с целью уничтожения инопланетных объектов, всегда останавливаются свыше. Чиновники, которые отдают подобные приказы, не ценят жизни ни подчиненных, ни представителей других цивилизаций. Такие действия заводят землян в тупик, отбрасывая их на несколько. Эволюции назад, другими словами, они все больше отдаляют время передачи народам нашей планеты технологий представителей высших сил. Точно так же любая агрессия задерживает человека на жизненном пути и в духовной эволюции. Недальновидные действия чиновников тормозят развитие божественных наук на Земле. Если бы люди подходили с любовью к окружающим, стремились понять друг друга, то на планете уже давно прекратились бы войны и раздоры, наша цивилизация могла иметь удивительное мирное развитие. К сожалению, земляне, недопонимая главных вещей, сами себе закрывают пути познания жизни в других мирах и во всем космосе. Ученики, которые честно подойдут к обучению и к своей космической работе, сумеют познать много нового и удивительного. Вы изучите переходы в другие миры, постигнете закономерности преобразования жизни, начнете корректировать любые негативные процессы. Эти знания, будут даны ясновидящим, соблюдающим правила ученика и ведущим работу внеземного характера. Многие поймут, кто есть кто, научится лечить вне стандарта. Космические ясновидящие помогут людям правильно осознать, какова сила Бога и насколько гениален его замысел. Лечение будет особенным, быстрым, и врачи не смогут понять, каким образом происходит исцеление. Люди, сумевшие вникнуть в сути перейти на новые виды энергий, получат возможность творить добро в веках. Ученикам будет открыт доступ к тем знаниям и наукам, которые утаивались от землян многие века и тысячелетия. Впереди человечество ожидают большие катастрофы и несчастья. С помощью космоса вы будете своевременно знать о них, благодаря Божественным знаниям ясновидящие начнут понимать истинные последствия любых событий. Вы будете располагать информации о том, что необходимо сделать для корректировки ситуации или для остановки несчастий. При этом необходимо помнить, что для любого ясновидящего важно выполнять Божественный план. Необходимо правильно видеть и понимать суть происходящих событий. От грамотных решений и действий ученика будет зависеть успех работы. Неверный подход может надолго затормозить ясновидящего не только в продвижении вперед, но и в выполнении миссии. Посланники-создатели всегда знали, кого нужно защитить, каким людям помочь, а кому – отказать. Так, Ванга работала с представителями различных Божественных миров. Благодаря им она получала информацию закрытого характера. Не все знают, что однажды к ясновидящей обратились работники правоохранительных органов с Украины. Она разобралась в ситуации и приняла справедливое решение. В одном из городов группа преступников вела разбой, убивала людей. Милиция долго не могла их поймать. Спустя время были арестованы 20 молодых парней и вскоре. Состоялся громкий процесс, каждому из задержанных присудили от 15 до 20 лет лишения свободы. Никто и не догадывался, что на самом деле показания были получены незаконным путем. Подследственно вбили по голове, у многих из них были повреждены почки, другие внутренние органы, сломаны ребра. Через три года раскрыли деятельность настоящего преступного сообщества, многие бандиты были пойманы. Оказалось, что в тюрьму посадили не, в чем не повинных людей. Представители правоохранительных органов боялись потерять работу, они стремились сделать все, чтобы утаить истину. Со всех, кто незаконно был осужден и отбывал наказание в тюрьме, взяли подписки о неразглашении правды. Затем каждого пострадавшего бесплатно лечили в Сочи в течение трех месяцев. Позже этих людей реабилитировали и отпустили. Проблему на время удалось скрыть, однако как быть с душевными. И физическими травмами, нанесенными невиновным лицам. Никто не задумался о том, что им и их родственникам пришлось пережить много горя. Когда эти же работники правоохранительных органов обратились к Ванге, она отказалась их принять, потому что они нечестно подошли к людям. Она всем преподала урок, каждый должен самостоятельно отвечать за свои действия. Так иногда случается, чиновники разных рангов, занимая определенные посты, чувствуют, свою безнаказанность, считают, что им все дозволено. Однако долг красен платежом, рано или поздно наступает расплата. В конечном итоге у всех, кто имел отношение к этому делу, начались испытания, болезни, потери близких, неудачи в семье и на работе. А в том здании, где выбивали показания из людей, произошел большой пожар, так рыбогает божественный закон справедливости. Часто чиновники утаивают правду о многих событиях, из-за их неверных действий происходит масса несчастья у простого народа. По этим причинам в разные времена во всех странах происходили различные катастрофы и стихийные бедствия. К сожалению, люди не связывают многие события в единую систему. Они не знают, как правильно подойти к тем или иным вопросам, не видят истинных последствий неверных решений и неправильных поступков. Сейчас особенно, как никогда раньше, проявляется действие космического закона равновесия. Можно привести немало примеров. Так, 29 августа 2005 года США постигло большое несчастье. Ураган Катрина унес много жизни, пострадало немало населенных пунктов. В результате этой катастрофы был полностью уничтожен Новый Орлеан. Порывы ветра достигали 225 километров в час, на море был сильный шторм, и волны поднимались на 5-9 метров. Безусловно, эта стихия разыгралась не случайно. Если, обратиться к реальным фактам и анализу, то все встанет на свои места. Новый Орлеан представлял собой город, где уровень преступности был в 10 раз выше, чем в среднем по Америке. Ясно, что потенциал положительных энергий был очень низкий. В результате катастрофы город был наполовину сожжен и наполовину затоплен. Однако это еще не вся правда. Так совпало, что именно в этот день, в Новом Орлеане готовился парад садомитов. В нем собирались принять участие более 125 тысяч человек. Весь мир обошла информация о несчастье, постигшем жителей этого города, однако при этом ничего не было сказано о том, что готовилось в нем в этот день. Еще один пример, много лет подряд на побережье Индии со всего мира съезжались люди определенной направленности с целью получить сверх-секс-удовольствие, поэтому в этой стране было немало природных и социальных несчастий и катаклизмов. Ясно, что уровень энергии напрямую влияет на жизнь и будущее людей, представители других земных цивилизаций проходили подобные уроки. Так в свое время погибли жители Содома, Гоморы, Вавилона и многих других городов. Отход от божественного, от высоких, чистых энергий и направления истинного развития всегда заводят людей и всю цивилизацию в тупик. В конечном итоге она погибает. Сейчас земляне, не задумываясь, нарушают законы божественного мироустройства, и поэтому сами себе зарабатывают тяжелые испытания. Современный период очень интересен. В 21 веке происходит много событий, которые помогают людям пастичь истину. Известно, что все земные цивилизации имели свои секреты. Когда их жизнь подходила к концу, они стремились зашифровать важнейшую информацию и особые знания. Доступ к этим тайнам человечество получало лишь спустя много веков. Так, например, 2,5 тысячелетия назад известный историк и философ Геродот описал, что в Египте под большой пирамидой находится озеро, в котором хранится необычный саркофаг. В таких сооружениях таятся большие секреты. Они даны людям для познавания некоторых особенностей мироустройства. Эти тайны раскроют правду, и люди получили доступ ко многим закрытым системам. Свидетельством Геродота. Долго не верили, и только недавно подтвердилось, что ученый был абсолютно прав. Под пирамидой в Гизе нашли шахту, ученые обнаружили озеро, под водой которого находилась могильная плита. Наука еще не может постичь всех секретов, однако многие тайны начали раскрываться. Если земляне правильно поймут, то впереди их ждут необыкновенные события и реализация божественного плана, который рассчитан на сотни тысячелетий вперед. Истина заключается, в том, что с новыми знаниями из этой книги у космических ясновидящих начнется новый этан жизни и развития. Вы имеете реальный шанс оторваться от всего земного и уйти навсегда вперед с науками Создателя. Творен будет решать, насколько изменится ваша судьба, и какие уроки вам придется пройти. Каждый ученик в этой жизни идет на своем уровне, он имеет особые энергии, изучает определенные науки. Только Вседержитель знает истинный потенциал души человека и ступень духовного развития, на которой он находится. Миссия космического ясновидящего нелегка, она имеет массу секретов. Человек, владеющий божественными знаниями, способен творить чудеса. И если он начнет бескорыстно помогать другим и приносить людям добро, то сумеет значительно продвинуться вперед божественной эволюции. Космический ясновидящий идет в веках, он развивается из жизни в жизни. Осваивает новые науки, благодаря этому он может отрегулировать многие вопросы и открыть новую страницу в истории планеты. Если ученики научатся любить окружающих и поймут, что они пришли на Землю не для того, чтобы налаживать собственную жизнь, а помогать народу, то они сумеют найти точку отсчета, с которой начнется их истинный духовный прогресс. Успехов вам в вашем удивительном и интереснейшем пути познания. Истины, Учитель А.Г., с уважением, Александр Георгиевич Бакаев 2021 год. Отрывок из книги «Послание землянам». Дорогие люди, Земля вступила в новую эпоху, изменились ее энергии, поле и другие характеристики. Даже течение времени стало иным, народы нашей планеты еще не понимают до конца, что в этот период решается судьба человечества. И сейчас оно вплотную приблизилось к началу глобальной Третьей мировой войны. К сожалению, значительная часть населения не придает этому должного значения, поэтому бездействует. Люди живут в своем мире и не хотят замечать очевидных. Процессов. Такая позиция может привести к большой беде, и до нее остается буквально один шаг. С каждым месяцем нарастает политическое и социальное напряжение не только в отдельных странах, но и во всем мире. Задействованы силы, с помощью которых происходит манипуляция огромными массами людей, особенно теми землянами, против кого применяются зомбирующие технологии. Люди-зомби готовы на любые шаги, какими бы бесчеловечными они ни были. Темные силы намеренно толкают человечество к войне, однако, даже сейчас, когда народы находятся буквально на волоске от гибели, еще можно предотвратить беду планетарного масштаба. Помимо тех происшествий, которые освещаются в различных источниках, СМИ, интернете, происходит много тяжелых событий, о которых не принято говорить. Часть информации скрывается от людей, и они не понимают всей сложности ситуации. В активную борьбу с человечеством включились инопланетные цивилизации, находящиеся под управлением темных сил. Против землян применяются зомбирующие установки, аппаратура различного характера, космическая техника, а также роботы. Главная цель – уничтожить большую часть человечества и захватить планету. Для этих цивилизаций Земля представляет большой интерес, поскольку она имеет уникальные ресурсы и большой энергетический потенциал. Игра, которая разворачивается на мировой сцене, приведет к печальным последствиям. В результате применения смертельно опасных технологий, переданных инопланетными цивилизациями темных сил, погибнут миллионы людей. Оставшаяся часть пострадает из-за лучевого воздействия и других видов поражения. Люди будут тяжело болеть и, погибать в муках, этот бесчеловечный проект уже реализуется на ваших глазах. У каждого человека есть объективная возможность вникнуть в суть происходящих событий в мире и на своем уровне профъезд и адекватный анализ. Главное, в дальнейшем способствовать сохранению, спасению мира и народов Земли. От этого будет зависеть судьба всей цивилизации. Армия темных сил использует специальную, космическую технику, ее представители уже осуществляют патрулирование многих районов Земли. Под негативное воздействие попали регионы, в которых идут военные действия. В ходе бесчеловечных экспериментов применяется аппаратура, которая разрушает нервную систему, психику людей, блокирует нормальную работу головного мозга и препятствует адекватному восприятию происходящих событий. На кораблях темных сил находится большое количество механических и биологических роботов, их основные задачи разрушать и уничтожать, часть из них уже десантирована на Земле. Роботы используются для дистанционного воздействия на людей, устранения конкретных лиц и массового уничтожения землян. На космических кораблях и других объектах есть специальная аппаратура, используя ее темные силы устанавливают разрушительные поля над определенными территориями, негативно воздействуют на мышление и действия жителей. Так представители некоторых цивилизаций вмешиваются в жизнь землян, часто провоцируют конфликты между людьми. Обостряя и без того напряженную ситуацию, для остановки подобного зомбирующего воздействия и для защиты землян светлые силы применяют особые приборы и технику. Однако они не имеют права вмешиваться без разрешения Творца и помогать людям, которые агрессивно настроены и не просят Бога. Там, где народ обращается к Создателю, Божественные посланники устанавливают защитное поле и не допускают тяжелейших событий, катастроф и массовой гибели людей. Они аннулируют поле напряженности и снимают коды смерти, убирая при этом разрушительные программы. Представители светлых сил уберегают землян, если они стремятся сохранить спокойствие и с большой верой молятся Творцу о сохранении мира и спасении людей. Благодаря их молитвам народы могут быть спасены, еще есть возможность отвести их от смертельной опасности и гибели. Светлые силы также применяют роботы в биологических и механических, однако используют их для помощи людям, для их спасения, лечения, для выполнения определенных работ и так далее. Роботы, созданные Божественными цивилизациями, используются только во благо людей. В этом их главное отличие от роботов темных сил, которые действуют по программе уничтожения землян. Когда погибала Атлантида, посвященные и некоторые ученые знали о том, что есть выход, и народы можно спасти. Однако они понимали, что люди не смогут изменить себя и не захотят жить так, как это необходимо для спасения цивилизации. Ученые стремились во что бы то ни стало. Сохранить жизнь на Земле. Они просили Бога и разработали систему спасения жизни. Эти люди предусмотрели, чтобы в будущем при возникновении подобной ситуации, при угрозе гибели, человечество могло быть спасено. У них было мало времени, несмотря на это, они собрали совет и приняли решение спасти тех, кто вник в суть ситуации и молил Бога о помощи. Ученые решили построить необычные космические корабли, которые могли бы обеспечить жизнь людей на протяжении долгого времени. И даже если цивилизация погибнет, часть землян сумеет спастись на кораблях. Эти люди сумеют продолжить работу в мирных направлениях, будут развивать науку для будущего человечества. Ученые верили и знали, что Бог есть, и что Он всегда их поддерживает. Они стали молиться Творцу, Он услышал их и помог в беде. С помощью особых наук землянам удалось создать уникальные космические корабли, в которых использовался необычный вид топлива. Когда несчастье все же произошло и начались катастрофы по всей Земле, корабли покинули планету. Люди, оказавшиеся на них, сумели совершить массу важных открытий. Благодаря необыкновенной технике они побывали в разных вселенных, изучили особенности жизни на многих объектах, посетили удивительные районы космоса. Впоследствии эти гении, владевшие особыми знаниями, расселились на разных планетах. Они стали людьми-богами и продолжили свою миссию спасения народов. Многие из них и сейчас помогают Создателю, они выполняют уникальные сложные задания и ведут людей к новым наукам. Некоторые, из этих посланников оказывают колоссальную поддержку землянам, уберегают от катастроф, взрывов, радиации, техногенных аварий и так далее. Они обеспечивают защиту людям из разных государств, тем, кто верит в Бога и несет добро. Они уберегают целые регионы и даже страны от многих несчастей, хотя большинство землян не знают об этом. Сейчас в космосе находятся корабли, которые могут выполнять поставленные свыше задачи на протяжении нескольких столетий и даже тысячелетий в земном время исчисления. Таковы науки Создателя, они позволяют омолаживать различные материалы, металлы и так далее. С помощью подобных технологий можно быстро заменить различные модули корабля, изменить энергетический потенциал двигателя и прочие. Эти науки могли быть доступными и для современных землян. Если бы люди в свое время правильно подошли к вопросам и возможностям, открытым свыше, то у человечества была бы уникальная эволюция. Сейчас земляне могли бы иметь совершенно иные уровни жизни и знаний. Существует закон космоса, согласно которому светлые силы будут останавливать зло. Если против их космической техники, кораблей будет применено оружие и земные военные попытаются захватить или уничтожить аппараты, то эти действия будут остановлены, а военная техника аннулирована. Предыдущие земные цивилизации, имевшие высокий уровень развития, считали первостепенным вопрос планетарной безопасности и уделяли особое внимание теме защиты человечества. Они создавали вневременные системы, позволявшие управлять энергиями Земли. Так, они умели предотвращать катастрофы, природные катаклизмы и другие несчастья. Они использовали знания, открытые создателем, знали секреты лечения людей и продления жизни. Современное человечество не достигло такого уровня развития и идет опасным путем. Большинство технологий, которые сейчас применяются на нашей планете, представляют серьезную опасность для людей и всего живого. Это касается современной промышленности, энергетической отрасли, военных технологий и так далее на Земле до сих пор. Существуют объекты, созданные в прошлые эпохи и предназначенные для развития, защиты и спасения человечества. Однако современная наука пока не может разгадать их секрет, раскрыть, тайный потенциал и использовать эти объекты в соответствии с их назначением. Среди древних сооружений особую роль играют пирамиды, которые можно встретить на любых континентах. На Земле существует огромное количество пирамид различных видов. Каждая из них имеет свои особенности и работает в удивительных режимах. Особую роль играет местоположение пирамид, а также материал, из которого они созданы, немаловажное и внутреннее наполнение. Древние сооружения хранят массу секретов. И если бы современное человечество разгадало эти тайны, то жизнь народов нашей планеты уже была бы совершенно иной. Каждая пирамида накапливает в себе определенный вид и заряд энергий. Раньше все пирамиды были настроены в унисон с другими объектами, имеющими космическое значение. В древности люди знали об этом и могли управлять накопленным потенциалом. Более того, они использовали его во благо народа. Пирамиды имели уникальные функции, именно поэтому они размещались в особых местах, аномальных зонах. Такие древние объекты есть не только на поверхности планеты, но и под землей, под водой и во многих закрытых районах, о существовании которых люди даже не догадываются. Эти сооружения до сих пор работают, с их помощью светлые силы спасают много людей, целые города и страны. Для этих целей применяются накопленные энергии. К сожалению, недальновидные люди начали вмешиваться в древние энергетические системы и своими действиями стали нарушать правильное функционирование пирамид. Это привело к диссонансу сложнейших энергоинформаций ионных объектов. Энергии пирамид необходимы для дальнейшей жизни людей. Хорошо, если они это поймут и в дальнейшем не будут вторгаться в пространство мегалитов, перестанут нарушать работу энергетических модулей, настроенных учеными предыдущих эпох. До тех пор, пока современные земляне не научатся ценить, данные им Богом и их предшественниками, пока не отойдут от зла и корыстных намерений, они не будут посвящаться в тайны древних знаний и технологий. Божественные секреты им не откроются. С помощью пирамид представители светлых сил уберегают людей от многих несчастий. При правильном использовании энергий древних сооружений идет удивительное лечение, исцеление людей. Благодаря пирамидам сохраняется константы энергии и не происходят очередных пробоев озонового слоя Земли. С помощью мегалитов, землян защищают от жесткого излучения и смертельных ожогов. Пирамиды отражают удары и атаки темных сил, аннулируют вредное воздействие разрушительной аппаратуры и многое другое. Итак, современный мир находится в опасности. В любой миг может нарушиться баланс энергий, и на всей Земле начнутся катастрофы, усилятся конфликты между разными народами и странами, может начаться самая тяжелая война в истории человечества. В настоящий период люди не могут управлять генераторами энергий, созданными представителями других цивилизаций и предназначенными для спасения жизни на Земле. Люди не могут овладеть знаниями, которые позволили бы отрегулировать серьезные проблемы современного человечества, остановить войны, природные катаклизмы, эпидемии, преждевременную гибель людей и так далее. Из-за агрессии землян вмешались темные силы, и поэтому развитие человечества замедлилось. Целые эскадры кораблей инопланетных цивилизаций, стремящихся захватить Землю, продолжают уничтожать народы нашей планеты. Сейчас нельзя недооценивать опасности, нависшей над людьми. Всеми силами необходимо сохранить мир на Земле, остановить конфликты, которые с новой силой разжигаются между братскими народами. И самое главное, нужно стремиться не допустить уничтожения человечества, не допустить Третьей мировой войны. Сейчас это еще можно сделать. Для этого нужно молить Бога об остановке зла и предотвращении провокаций от темных сил. Молить Создателя о том, чтобы он простил землянам грехи и помог им повернуться к свету и добру, чтобы остановил войны и сохранил мир. Любой человек может своими словами просить о том, чтобы народам нашей планеты был открыт мирный путь развития, а лица, разжигающие конфликты, сумели изменить свое мышление, осознали личную ответственность перед Богом за людские судьбы и перестали уничтожать народ. Там, где люди с большой верой будут просить Бога, при этом неважно какой они национальности и как обращаются к Создателю, Вседержитель будет помогать, и ситуация начнет меняться. В лучшую сторону. Если земляне сумеют быть более дружелюбными и добрыми, если в этот момент они осознают важность молитв и необходимость копить положительные, созидательные энергии на планете, то народы сумеют отрегулировать многие вопросы. Светлые силы по молитвам землян будут защищать их, отводить различные несчастья, аннулировать разрушительные программы темных сил. У божественных посланников есть арсенал, они знают, как и чем помочь народам нашей планеты, но для этого необходимо активное. Жизненная позиция землян, стремление сохранить мир со всеми окружающими, умение прощать, любить и быть бескорыстными. Если вы правильно поймете, о чем здесь идет речь, то все еще можно исправить. Третью мировую войну еще можно не допустить, как и остановить злобу, ненависть, которые навязаны людям темными силами. Если же земляне не будут молиться о спасении и сохранении мира, то осуществится один из тяжелейших для всех вариантов будущего. Сейчас все зависит от вас, от вашего понимания, добрых намерений и стремления бесконечно творить добро. Только в этом случае, когда народы отойдут от совершения зла и повернутся к Богу, вечному источнику света и любви, наступит долгожданный мир. Как отреагируют люди, таким и будет результат. Ваша искренняя вера в Создателя и желание помочь народам Земли могут спасти мир и человечество. По вашей вере вам и будет. Реакторы космического корабля светлых сил. Устройство космического корабля Атлантов, энергетические реакторы, пирамиды, эффект Киллиана. Энергия жизненной силы растения, которую он отдает людям и миру. А.Г. Бакаев, отрывок из книги по слонеземлянам. Выход всегда есть. Сквозь века и тысячелетия, дорогие люди, поскольку многие из вас молят Бога о спасении и помощи, об открытии новых знаний, мне свыше было разрешено опубликовать часть материалов, которые могут оказать уникальную поддержку людям. Творец будет вам открывать новинки, необычные знания, которые пригодятся в ближайшем будущем. В той мере, насколько люди просят Бога, мне разрешают им открыть важную для них информацию. Надеюсь, что вы внимательно и вдумчиво подойдете к вопросам, освещенным в представленных материалах. Скоро в вашей жизни произойдут неожиданные события, изменятся условия, и некоторые реалии уйдут в небытие. Приходит время подводить итоги развития современной цивилизации. На ваших глазах мир претерпевает колоссальную трансформацию, время не просто ускорилось, оно стремительно летит. Энергии работают молниеносно, умножая добро или зло, сотворенное людьми. С большой точностью сбываются уникальные послания. Святых и пророков. Помимо тяжелого будущего они видели и другой вариант развития событий. На Земле наступит золотой век, изменятся энергии планеты, зацветут сады, и все будет благоухать. Человечеству совершенно не обязательно погибать, можно миновать эту завершающую стадию и избежать всемирной войны. Мир сохранится в том случае, если люди будут искренне молиться Вседержителю о прощении грехов, своих и всех землян, о повороте людей к добру и недопущении гибели человечества. Сейчас очень важны, аж и молитвы об изменении будущего и о продлении мирной жизни на нашей планете. Прошли сотни тысячи лет после того, как были сделаны некоторые судьбоносные предсказания. Бог дал землянам возможность убедиться в их истинности, одновременно с этим он помогает людям усвоить главные уроки, понять, что без высокой духовности, любви, доброты и всепрощения у них нет достойного будущего. Земляне не раз имели возможность убедиться в том, что высшие силы способны видеть сквозь века, Творец и его. Посланники показывают истинный путь, где возможны чудеса, где человек обретает необыкновенное спокойствие, мудрость и неземную силу. Людям дается удивительный шанс с помощью Бога отойти от зла, избежать гибели и плавно перейти на новый уровень жизни. Таким образом, можно изменить судьбу, спасти и сохранить души землян. Хорошо, если они сумеют это понять. Ситуация изменится коренным образом, и люди станут свидетелями божественного чуда. Души, посланные на Землю, способны совершить эволюционный. Скачок уже в этом воплощении. Если человечество объединится, оно сумеет дать отпор темным силам. Реальность, созданная людьми, попавшими под негативное воздействие, будет скорректирована. Процесс возрождения уже начат, земляне сопротивляются натиску разрушительных энергий. С помощью Создателей и Святых они все чаще выходят победителями из любых ситуаций. Сейчас, когда вы читаете эти строки, происходит сотворение настоящего и будущего. В разных странах обостряются социальные, политические, военные и другие конфликты. Чаши весов добра и зла постоянно пополняются энергиями людей. До начала войны в сложившейся ситуации, один шаг. Мировые события являются ярким примером и подтверждением стремительного движения человечества к катастрофе, с каждым днем ситуация накаляется все больше. Спровоцировать катастрофу или войну гораздо проще, чем сохранить мир, остановить агрессивные действия и спасти миллионы жизней. Каждый из вас, уважаемые читатели, может повлиять на судьбу народов Земли. Задумайтесь над тем, сколько боли приносит война. Это муки и гибель многих людей, страдания их близких. Если в современных условиях ничего не предпринимать ради спасения мира, то эта реальность может стать вашим ближайшим будущим. Главное сейчас, не допустить этой беды, спасти людей, подвергшихся прямой опасности из-за сил, стремящихся к захвату и уничтожению человечества. Если в вас есть частицы любви, добра, вы способны сострадать, то эта информация поможет вам. Она позволит преодолеть. Трудности, с которыми вы уже столкнулись из-за разрушительного воздействия. Люди, которые будут излучать добро и начнут молиться Богу об открытии новых наук на Земле, сумеют вникнуть в суть технической информации, представленной здесь. Она подскажет им, в каких направлениях двигаться дальше, и как создать технику, работающую только в созидательных режимах и целях. Такие аппараты невозможно использовать для ведения военных действий, они не отравляют окружающую среду, в них не используется бензин, керосин или другие нефтепродукты. Принципы работы основаны на законах, действующих во всех Вселенных, в основе лежат космические технологии. Люди, обладающие высокой духовностью и владеющие подобной техникой, смогут спасти современное человечество и вывести его на новый уровень эволюции. Человек, творец будущего, земной мир удивителен, и жизнь современных людей можно преобразить, все зависит от ваших истинных устремлений. В каждом человеке есть необыкновенная энергия, способная творить чудеса. Это удивительная сила добра. Она проявляется каждый раз, когда люди стремятся помочь тем, кто оказался в беде, когда они искренне отзываются на чужую боль, даруя бесценные частицы своего душевного тепла и любви. Земляне способны проводить через себя высокие энергии, они могут аккумулировать и излучать их, отдавая миру. Эти высокие вибрации помогают воссоединиться с Богом, получить откровения свыше. Благодаря Создателю и дарованным им энергиям верующий человек может получить исцеление. Он способен разрешить любые сложные вопросы и найти удивительное взаимопонимание с другими людьми. Положительный потенциал всегда способствует сохранению мира, спокойствия, приводит к гармонизации человеческих взаимоотношений. Если бы в жизни людей преобладали божественные энергии, то на Земле давно бы объединились все народы, а необходимость в противостоянии и войнах исчезла. Когда человек поймет важность и значимость духовной эволюции и начнет трудиться для развития своей души, ее высших качеств, тогда он сумеет накопить уникальные энергии любви, доброты и сострадания. Именно благодаря им люди смогут изменить мир, он станет совершенно иным. Задумайтесь, существует ли необходимость воевать, захватывать чужие земли и ресурсы, когда можно жить в мире со всеми и строить другую жизнь, счастливую и радостную. И сейчас народы имеют все условия для того, чтобы сотрудничать, развивать совершенные технологии, позволяющие человечеству перейти на новый уровень. Представьте, какой может стать жизнь человечества, если люди поймут, что они едины и пришли на Землю развиваться, созидать, творить и помогать друг другу. Много ли нужно человеку в действительности? Бог дал людям все. Он создал Землю, воздух и живительную воду, подарил бескрайние просторы, горы, леса, удивительные океаны. Им остается только правильно организовать свою жизнь, научиться пользоваться этим богатством и трудиться во благо всех. Высокоразвитые земные цивилизации не использовали опасные технологии, как это делают со-фременные люди. Они не строили предприятий, отравляющих окружающую среду, поскольку понимали, что это крайне опасно для человека и всех живых существ. Они трудились в лабораториях и на удивительных производствах, где создавались уникальные новинки. Вся продукция была полезна для человека, лечебное питание и одежда, аппараты, позволяющие повышать энергии людей, омолаживать тело и развивать способности. Благодаря такому отношению к жизни, любви к Богу и людям, землянам были открыты сотни новейших направлений. Наука способствовала истинной эволюции человечества, планеты и различных миров. А сейчас представьте, что случилось чудо. Народы Земли, руководители разных стран заключили планетарный мирный договор и создали новую систему межгосударственных отношений на основе взаимопонимания, помощи и поддержки. При этом люди начали ценить и беречь друг друга, энергетика повысилась, и в результате совместные мирные проекты получили необычайное развитие. Землянам стало ясно, что не нужны ни войны, ни смертоносное оружие, которое способно уничтожить человечество и планету. Колоссальные средства, тратившиеся на создание вооружения, смертельно опасных технологий, стали использоваться в совершенно иных направлениях для развития, процветания землян и улучшения их жизни. Высокая духовность людей позволила строить взаимоотношения на истинных, вечных основах. Если бы это осуществилось в действительности, то на Земле не было бы столько горя, остановились бы дебаты по поводу того, какие страны и политики правы, а какие нет. У людей стало бы меньше стрессов, болезней и неприятностей. Это очевидно, поскольку любой человек, который желает, чтобы его потомки жили долго и счастливо, понимает, что гонка вооружений, искусственно созданная борьба за ресурсы. Противостояние народов навязаны темными силами. И это не истинные ориентиры и цели, ради достижения которых люди пришли на Землю. Тысячелетия назад земляне знали, что их сила в единстве. Здоровье и жизнь человека очень хрупки, их можно потерять в один миг. К сожалению, сейчас об этом мало кто задумывается, и люди продолжают разрушать свое счастье. Согласно замыслу Творца, земляне имеют колоссальные возможности. Они призваны жить в гармонии, помогать друг другу, реализовывать совместные проекты. Только в этом случае человечество может успешно развиться и достичь высот. Войны и конфликты между народами отнимают у них очень много сил и энергий ментальных, физических и другие. Находясь в обстановке противостояния и враждебности, люди не видят истинной жизни, не успевают наслаждаться прекрасными радоваться. Они пытаются приспособиться к ситуации, однако, не могут оставаться самими собой и вынуждены принимать правила чужой игры. Люд и не имеют возможности созидать и строить удивительную, полноценную жизнь. Далеко не все могут понять, каков ее истинный смысл, и для чего человек родился на Земле. Как использовать свои силы? В действительности люди – творцы, обладающие огромным потенциалом. Бог всех наделил особыми энергиями и силой. Человек способен притворять в жизнь свои самые смелые идеи, осуществлять мечты и улучшать мир. Но, к сожалению, люди тратят время, свои психические ресурсы и жизненную силу на борьбу друг с другом. Это реальность миллионов землян. Некоторые из них не развиваются, не совершенствуют свою жизнь, а участвуют в реализации чужих агрессивных проектов. Они стали. Элементами разрушительной системы, целью которой является порабощение народов Земли. Каждый человек отвечает за свои действия, за то, сумел ли сохранить самостоятельность, что творит, куда направляет свои энергии. Если они были применены с пользой для людей, то этот положительный потенциал станет надежной опорой, фундаментом для построения удивительного будущего. Таким землянам Бог дарует необыкновенные силы и защиту. Используя свои способности и энергетические ресурсы во зло, люди совершают. Роковые ошибки. Они разрушают собственную жизнь. Создают для себя незавидное будущее. Если бы земляне видели, насколько тесно они взаимосвязаны друг с другом, как сильно их влияние, то изменили бы свое отношение к окружающим. Люди стали бы более добрыми и отзывчивыми. Итак, энергиям свойственно накапливаться, их силовой заряд увеличивается необычным образом. Один и тот же человек в течение своей жизни аккумулирует и транслирует разные виды энергий. Например, злоба и обида, ревность и месть. Материализуются в разрушительные образования. Они оказывают негативное воздействие на человека и приводят к болезням. Радость и любовь, доброта и благодарность Богу дают людям особую силу, просветление. Благодаря этим энергиям человек получает исцеление, и ему свыше продляют счастливые годы. Каков потенциал человека, такова и его жизнь. От этого зависит его судьба и будущее за пределами земного физического мира. Известно, что энергии, накопленные всем человечеством, также аккумулируются. Чем больше в людях агрессии и негативных эмоций, тем больше будет конфликтов, войн и катастроф на Земле. Это закон. Сил и зла управляют трансформированными энергиями и воздействуют на людей, которые позволили себе войти в низкие разрушительные вибрации. Другими словами, эти жертвы погрузились в отрицательные эмоции и чувства. Мощный заряд, активированный темными силами, является пусковым механизмом, катализатором конфликта и косвенной причиной неумного поведения, разрушительных слов и действий. Землян. Если человек обращается к Богу с просьбой о помощи остановить зло, убрать негативные энергии и старается успокоиться, то коды темных сил и разрушительный потенциал аннулируются свыше. В этом случае ситуация получает мирное разрешение. Однако люди часто поступают иным образом. Они злятся, оскорбляют друг друга, и поэтому вся энергетическая грязь остается на Земле. Она накапливается столетиями, тысячелетиями. Со временем такие энергии становятся смертоносными и начинают убивать людей. Это. Все равно, что родить сына и воспитать его неправильно, то есть без любви и доброты, дать ложные жизненные ориентиры. Если вовремя не остановить его в неверных действиях, то в результате он может стать преступником или убийцей. При иных условиях из мальчика мог вырасти совершенно другой человек. Если бы родители с детства вели его к Богу и научили быть добрым, честным, не мстительным, то он стал бы удивительным, прекрасным человеком с совершенно иной судьбой. Он мог познать счастье и совершить много полезного для людей, исполнив при этом свое высшее предназначение. Сколько любви, добра и мудрости вложено в ребенка, столько этих энергий в нем и приумножится. Хорошо, когда родители правильно воспитывают детей и вовремя поясняют им, что зло разрушает их жизнь, а доброта умножает их силу. Эта светлая энергия в полной мере помогает реализовать потенциал, данный Богом. Когда на Земле становится больше людей, подверженных агрессии, которые не сдерживают себя и не стремятся контролировать. Вспышки гнева из-за негативного отношения к окружающим, то темные силы начинают работать более активно. Такие земляне становятся проводниками разрушительных энергий. Их разумом и действиями начинают управлять темные силы. Это прямой путь к гибели не только этих людей, но и всей цивилизации. По законам, действующим в космосе, разрушительная энергия, исходящая от человека, возвращается к нему. И поскольку он стал источником агрессии, то испытает на себе воздействие разрушительных энергий темных сил. Он сам так захотел и сделал свой выбор, создав массу проблем. Часто такие лица не осознают последствий собственных действий и в своих несчастьях всегда винят других людей. Наши предшественники, представители высокоразвитых цивилизаций, берегли планету и способствовали развитию многих миров. Они трудились для того, чтобы будущее поколение людей жили в мире, в атмосфере спокойствия и счастья на удивительной Земле. Бог всегда берег планету, сохранял на ней жизнь, защищал людей и сейчас также. Помогает им. Главное, чтобы они осознали это. Неужели современные земляне разрушат удивительную красоту природы, уничтожат сами в себя и остановят процесс эволюции? Задумайтесь над этим и постарайтесь понять, что есть другие пути и возможности развития человечества, иные варианты вашего будущего. Альтернативой разрушению, гибели и тьме всегда становились божественный свет, доброта и созидание. Ключевой энергией здесь является любовь. Люди, которые несмотря ни на что стремятся проявлять. Божественные энергии, делают земной мир лучше. Их любовь рассеивает зло, растворяет все негативное. Эти высокие вибрации, особые животворящие излучения оживляют, исцеляют, заряжают силой и даруют особый потенциал человечеству, планете и всем мирам. Именно благодаря светлым людям, идущим к Богу, начнется возрождение Земли. В тех странах, где народ бы с большой верой молится Создателю и ко всему относится спокойно, сохранится более стабильная обстановка. Это связано с накоплением высоких энергий. Благодаря положительному потенциалу происходит остановка разрушительного воздействия на человечество. Божественная энергетика способствует сохранению мира. Дальнейшему уникальному развитию способностей землян и их гениальности. Те, кто созреют, сумеют совершить небывалый прорыв вперед. Если люди, осознав прямую связь между уровнем своей энергетики, здоровьем и жизнью, начнут останавливать в себе вспышки гнева и недовольства, то они сумеют адекватно подойти к любым ситуациям. Они отрегулируют неразрешимые, с земной точки зрения, вопросы. Безусловно, положительная энергетика, накопленная человечеством, влияет и на социальную обстановку, и на климат, и в целом на весь земной шар. Если люди начнут молиться создателю об остановке войн, любых конфликтов, природных катаклизмов, то ситуация на нашей планете начнет постепенно улучшаться. Творящая сила любви. В спокойном, уравновешенном состоянии люди принимают более правильные решения. Будучи расстроенными или разозленными, они совершают массу ошибок. Любой из вас, уважаемые читатели, способен сбалансировать свои энергии, улучшить здоровье и восстановить доброжелательные взаимоотношения с окружающими. Так происходит, когда люди искренне с большой верой обращаются к Создателю и понимают, насколько важно быть добрыми, терпимыми и каждый день своими делами умножать свет и любовь. Так можно накопить потенциал, который позволит аннулировать поле агрессии, воздействующее на людей, а также поможет снять энергии психоэмоциональной напряженности, убрать программы и коды будущих катастроф. Человек – уникальное творение Создателя. Он способен одновременно принимать, аккумулировать и излучать энергии. Когда люди научатся транслировать, то есть дарить любовь, мир и радость, они смогут многое изменить. Вы способны удивительным образом повлиять на свое будущее. Оно формируется. Уже сейчас, улучшая самих себя, люди все вместе сумеют остановить разрушение человечества, приобретающие невиданные масштабы. С помощью Бога человек способен сотворить чудо. Начав с малого, земляне сумеют достичь больших побед. Если вы избрали правильный путь, то обязательно найдутся единомышленники, которые вас поймут. Это люди, осознающие огромную роль человека в жизни и видящие уникальность его энергетических возможностей. Умножая добро, вы сможете спасти землян, вы сумеете защитить их от зла. Порабощение и смертоносных программ, которые реализуют темные силы. Когда люди правильно поймут, о чем здесь идет речь, мир будет спасен, и жизнь продолжится. У человечества есть шанс повернуть ход истории и шагнуть в эпоху новых удивительных возможностей. С помощью Божественных энергий люди могут развить свои способности и таланты, проявить самые лучшие качества и освоить науки, позволяющие спасти мир. В этом заключается смысл истинной реализации человека и его необыкновенное счастье. Земля, планета добра. Творец создал Землю для жизни людей, развития многочисленных миров и их представителей. Народы способны преобразить эту жизнь. Когда люди бескорыстно трудятся, создают что-то полезное для других, то становятся на свой истинный путь развития. Они расцветают, становятся чище, прекрасней. Так в человеке проявляется Божественная суть. Любой плод, созрев, дает множество семян, передавая им свою суть, даруя энергию и силу, плод растворяется в них, отдает себя для того, чтобы продолжилась и укрепилась жизнь, а мир при этом стал еще прекраснее. Так и человек, имеющий положительные энергии, чистые высокие цели, способен творить удивительные вещи. Он может улучшить жизнь людей с помощью своих энергий, мыслей и действий. Таким образом, человек универсален и не имеет преград для реализации своих светлых замыслов. Всем людям Бог подарил жизнь, дал разум и тело. Когда земляне задумываются о своей судьбе и истинной реализации, то понимают, какую большую пользу они могут принести, если сумеют правильно использовать творческий потенциал, данный Богом. Каждый человек способен раскрыть свою духовную суть и удивительным образом проявить себя в этом мире, подарить окружающим частицы чистейших энергий любви и созидания. Это истинное раскрытие души как удивительного феномена или чуда является самым главным в судьбе человека. Каждый способен увидеть этот мир совершенно иными глазами и подарить людям счастье. Любой землянин может раскрыть свой талант так было создано Богом. Гениальность людей проявляется при определенных условиях, в особых энергиях. Представьте себе общество, в котором каждый человек удивителен и дарит свой талант окружающим. Он делает это не ради славы или денег, а для того, чтобы улучшить жизнь людей, кому-то помочь или вылечить болезнь, создать необыкновенный объект или построить лабораторию, где будут совершены уникальные открытия. Эти люди творят с радостью, большой любовью и добротой. Среди них нет зависти, потому что каждый гениален и развивается в своем направлении. Более того, у них есть возможность научиться всему, они могут получить новые специальности и развить способности. Например, одни удивительно рисуют или шьют, создают шедевры красоты. Другие чудесно поют, и исполненные ими произведения исцеляют людей. Третьи создают технику, которая позволяет в считанные доли секунды очутиться на другом континенте, например, на берегу океана. Благодаря таким открытиям люди могли бы совершать необыкновенные путешествия. И для этого. Не надо тратить много времени, сил и других ресурсов. Можно каждый вечер или в выходные дни посещать экзотические места планеты, наслаждаться энергиями и силой природы, оздоравливаться там, куда зовет душа. Все это реально, все удивительные качества и способности есть в человеке. Потенциал людей огромен, и цивилизация может иметь неповторимое развитие, если люди поймут, что существует и другая, светлая и простая жизнь с Богом, в любви и доброте. Нет никакой необходимости спорить, конфликтовать, воевать что-то кому-то доказывая. Есть совершенно иной уровень бытия и осознания себя как божественной частицы и удивительной, светлой личности. Так интересно, мирно и прекрасно должны были жить люди на Земле. Они могли бы обладать удивительным здоровьем и настоящей свободой. Каждого, кто сумел правильно выбрать свою стезю, ожидала необыкновенная реализация, люди могли обрести мудрость и быть долгожителями. Все было бы другое, иной более благоприятный климат, энергетически заряженное питание, чистейшая вода, воздух, почва и так далее. И люди обладали бы удивительными особенностями, силой и высокими энергиями. Другой молекулярный состав тел, обновленная матрица позволили бы землянам владеть антигравитацией, осваивать новые науки, аппаратуру и многое другое. Такую жизнь могли иметь современные народы нашей планеты. Никто не выносит землянам приговор, они сами выбирают свое будущее. Творец всегда различными способами доносит до людей истину, что жизнь можно изменить, она станет совершенно иной. Но это произойдет в том случае, если люди действительно захотят улучшения и приложат максимум усилий к тому, чтобы измениться самим и сделать мир более светлым. В землянах заключена особая сила, и если они повернутся к Богу, то эта сила проявится необычным образом. Жизнь людей удивительно преобразится. Миры Создателя Уникальность человека состоит в том, что он может изучать Вселенные, Галактики, влиять на их развитие и улучшать, усовершенствуя то, что было создано предшественниками. Человек способен видеть разные пространства, проходить через порталы времени и посещать самые удивительные уголки космоса. Он может многое, если сумеет изучить и освоить специальные божественные науки. Мироздание для него как открытая книга. Главное научиться ее читать. Бог сотворил удивительные миры, в каждом из них течет своя неповторимая жизнь. Здесь особое время, целая сеть пространств, особые матрицы и модели будущего. Миры населены необыкновенными существами. Некоторые из них похожи на людей, но большинство показалось бы современным землянам очень необычными. Божественные миры одухотворены, в них все разумно, уникально, при этом любой процесс имеет определенный смысл и серьезное обоснование. Несмотря на разницу в особенностях жизни, свойствах пространств и времени, все миры взаимосвязаны между собой на тонких уровнях, поэтому эволюционные процессы идут необычным образом. Формы жизни настолько многообразны, что сейчас их невозможно все перечислить. Растения, животные, птицы, обитатели океанов и морей, а также тонкие создания, духи минералов, стихий, духи эфирного, плазменного пространства и другие существа являются носителями особых видов энергий. В космосе есть цивилизации, представители которых очень похожи на землян. Они обладают необычными высокими энергиями и владеют удивительными знаниями. Речь идет о высокоразвитых цивилизациях, которые посещают нашу Вселенную и выполняют миссию добра. Они защищают народы нашей планеты. Существуют миры, в которых люди и все другие существа ориентированы только на мирное развитие и помощь различным космическим народам. Эти люди направляют экспедиции во многие галактики и получив разрешение Бога, передают некоторым представителям сообщества технологии, позволяющие продолжить удивительную эволюцию. Благодаря такому сотрудничеству, цивилизации быстро развиваются. Главным условием передачи новых знаний и технологий является мирный путь развития человечества. Многие цивилизации отказались от войн и производства оружия. Высокий духовный уровень людей, их любовь и мудрость позволили им грамотно разрешить сложнейшие вопросы и сохранить мирную жизнь. Положительные энергии являются залогом успешного развития человечества на любой планете и позволяют продолжить истинный эволюционный путь. Альтернатива. В космосе есть цивилизации, которые еще не достигли высокого уровня. При этом часть населения враждебно настроена по отношению к другим представителям мира. Эти люди избрали путь войн и конфликтов. Между народами нет единства, и поэтому на некоторых планетах накоплена отрицательная энергетика. В результате темные силы оказывают разрушительное воздействие на население. Так, например, агенты передают знания и технологии, позволяющие провоцировать военные конфликты уничтожать людей. И все живое, темные силы знают, каким образом можно увеличить число катастроф, как создать новые виды вооружения и усовершенствовать технологии управления сознанием. Они также готовы открыть новые способы невидимого разрушения любых видов материи и другие. Агенты стремятся передать людям эти знания для того, чтобы они своими руками реализовывали планы темных сил. Враждебно настроенные лица, иногда целые цивилизации, создают программы порабощения различных народов, представителей других инопланетных систем. Они также разрабатывают планы захвата территорий, крупных космических объектов, звезд и так далее. Аналогичное порабощающее и разрушающее воздействие сейчас оказывается на землян. В связи со сложившейся ситуацией представители цивилизации светлых сил вынуждены охранять Землю от вторжения инопланетных захватчиков, эскадр темных сил. Эту защиту должны были осуществлять сами земляне. Однако на данный момент у народов нашей планеты нет аппаратуры и технологий, которые позволили бы противостоять, технически развитым цивилизациям темных сил. Их устройства, излучатели и другие изобретения передаются некоторым ученым, занятым в военных проектах, целью которых является уничтожение земного мира. Эти технологии составляют всего 1-6% от объема знаний, которым владеют цивилизации, работающие под руководством Сатаны. Несмотря на столь сложное положение человечества, в настоящий период на Земле еще удерживается относительное мирное равновесие, сохраняется баланс жизненных энергий. Это происходит только потому, что часть людей с большой верой молит Бога, и посвященные ведут круглосуточное обдение. Благодаря этому купится положительная энергия, и Творец посылает помощь. Он направляет к Земле эскадры кораблей светлых сил для помощи народам нашей планеты. Они отражают удары темных сил, направленные против землян. Это так называемые метеориты, астероиды, неожиданно проснувшиеся вулканы, различные техногенные катастрофы, природные катаклизмы и многое другое. Кроме того, Божественные силы. Останавливают зомбирование человечества, блокируют и аннулируют аккумулированные разрушительные энергии. Темные силы стремятся направить отрицательно заряженный потенциал в заданные регионы для повышения военной напряженности, усиления катастроф и разрушений. Это происходит при использовании таких систем, как HRR, Адронный коллайдер и другие. Если люди будут молить Бога и Светлые Силы о помощи, об остановке замыслов Сатаны и о спасении землян, то подобное воздействие, а также порабощение народов, будет остановлено свыше. Представители Светлых Сил владеют уникальными технологиями, аппаратурой и знаниями, которые они применяют для помощи землянам и для их защиты. Так, например, посланники снижают уровень радиации и других опасных излучений или полностью аннулируют их. Чаще всего они работают в специальных режимах, неизвестных современным земным ученым. Они необычным образом предотвращают аварии, катаклизмы и различные несчастья. Они также сохраняют жизнь людям, оказавшимся под руинами ва, время взрывов, землетрясений, помогают пострадавшим в других катастрофах, уберегают от гибели в любых ситуациях. О подобных технологиях будет рассказано ниже. В случае нападения на представителей Светлых Сил или захвата их техник и Божественные посланники применяют специальную аппаратуру. Она способна отразить любой удар, даже ядерный. Посланники владеют уникальными науками. Например, они применяют технологии, позволяющие сжать разрушительную энергию и направить ее к первоначальному источнику. Таким образом предотвращаются любые разрушительные действия. Подобные знания применяются только в рамках самозащиты или для защиты людей, против которых был совершен акт агрессии или нанесен удар. Защита землян осуществляется в тех случаях, когда они просят Бога. Светлые силы владеют технологиями управления временем и с целью защиты могут работать различными временами. Они применяют Божественные науки и способны нанести защитный удар в режимах, неизвестных землянам. Агрессор будет остановлен до того, как его замысел осуществится. Эта работа незаметна для большинства людей. Различные защитные установки, новейшие энергетические импульсные средства нейтрализации зла можно включить только с разрешения Бога. Они применяются для полной остановки нападающей стороны, которая пренебрегла предупреждениями и вышла за рамки допустимого, поставив под угрозу жизнь Божественных людей и нарушив нормальное функционирование. Систем жизни обеспечения планеты. Силовой энергетический и технический потенциалы. Светлых сил во много раз превышают возможности и уровень знаний темных. Это не раз было продемонстрировано землянам. Однако люди не всегда делали своевременные правильные выводы. Творец неоднократно подключал космическую флотилию высокоразвитых цивилизаций светлых сил для отражения опасностей, исходящих из космоса. Кроме того, регулярно происходит остановка захватчиков с тонких планов. Создатель неоднократно чудесным образом спасал и продолжает спасать людей. Описано множество случаев, как в разное время на Земле проявлялись святы и помогали народу. Существует масса свидетельств, такие явления зафиксированы во многих странах мира. К сожалению, из-за своего маловерия некоторые люди недооценивают Божественной помощи, не понимают сложного положения человечества. Игнорирование таких важных вопросов, как защиты и помощь Создателя, приводят к совершению новых неверных шагов и к усложнению жизни землян. Некоторые люди упорно делают вид, что не замечают присутствия инопланетных цивилизаций. При этом современные ученые и военные все чаще открыто говорят о том, что видят представителей инопланетных цивилизаций и их технику на разных континентах, это подтверждено документально. Радары, различные друка и приборы фиксируют пребывание на Земле многочисленных инопланетных летающих и иных объектов. При этом важно понимать, что часть объектов, от темных сил. Создав свои базы на нашей планете, они работают против человечества. Они проводят эксперименты над людьми и животными, создают новые виды вооружения, распространяют новые болезни и прочие другие, божественные посланники, наоборот, уберегают народы и аннулируют вредное воздействие. Они не допускают массовой гибели людей и защищают современную цивилизацию. Безусловно, если бы земляне больше молились Создателю и стремились жить по божественным законам, это помогло бы им увеличить запас своих сил и энергий. И главное, в этом случае посланники Творца имели бы больше возможностей помогать им. Ваше будущее формируется сейчас. Представители различных цивилизаций знают о том, что в космосе действует закон, согласно которому человек отвечает за все свои действия. Если в людях перевешивает зло, они вредят кому-либо, то их настигает расплата. Начинается справедливая чистка, это целый ряд неприятностей, тяжелых ситуаций, болезней и так далее так к человеку возвращается зло, которое он совершил. Если бы он не причинял никому вреда, то его жизнь была бы более счастливая. Каждый человек проходит испытания, кто-то отрабатывает свои грехи, кому-то сложные ситуации даются для того, чтобы закалиться и быть более сильным. Люди проходят испытания, чтобы стать лучше, добрее проявить милосердие. Если этого не происходит, то страдает душа. До тех пор, пока человек не осознал неправильность своих действий и не исправился, Творец не может дать ему в полной мере то, о чем он мечтает, не может подарить ему райскую жизнь. Земляне, творящие зло, оказываются во власти темных сил, потому что Бог им, не нужен, они не хотят жить в любви и творить добро для других, так они оказываются один на один со злом, несчастьями и разрушением собственной жизни. Этот процесс деградации человека можно остановить, но только после его искреннего покаяния, исправления и отхода от зла. Благодаря душевной молитве ее люди могут получить удивительную поддержку и прощение Творца. Он всегда готов прийти на помощь землянам. Жаль, что они не всегда способны понять, как важно быть добрыми и не умножать зло собственными мыслями, словами или поступками. Тем более, что по закону это зло неожиданно вернется к ним. Не забывайте, что только Бог и светлые силы могут защитить вас в трудную минуту и уберечь вашу душу от рабства и разрушения. Жизнь на нашей планете зависит от энергий, они являются основой материи. И чем больше на Земле будет добрых людей, тем более сильным и защищенным станет человечество. Творец позволяет применить специальные знания, представители светлых сил, в том числе и инопланетные цивилизации, получат возможность оказывать уникальную помощь землянам. Это не только защита, лечение людей, очищение пространств, восстановление планеты, но и передача народам Земли новых наук и технологий, которые позволят человечеству совершить настоящий прорыв вперед и избежать гибели. Аппаратура божественных цивилизаций значительно отличается от технических средств темных сил. Принципиальное отличие в первую очередь, состоит в целях использования и результатах применения аппаратов. В приборах светлых сил используются особые виды энергий, недоступные темным силам. Световые излучения способны менять матрицы и материю, эфир и плазму, различные стихии, время и другие. При этом они всегда положительно влияют на людей, других живых существ и любые объекты. Во время использования таких приборов у землян очищается энергетика, укрепляется здоровье, открываются таланты, способности и другие. При воздействии на клетку специальными энергиями в ее ядре активируется дополнительный потенциал, она получает новый, божественный кумулятивный заряд. Полной противоположностью работы посланников Творца является воздействие темных сил. Их влияние и программы направлены на энергетический, ментальный захват человека, контроль его мыслей и действий. Сущности снимают с людей энергии. При негативном воздействии на клетку происходят закономерные процессы, например, деградация многих базовых систем. В клетке активируются деструктивные энергии, поле угасания и гибели. Это связано с тем, что вибрации, излучения темных сил разрушают клеточные структуры, энергетические, физические и другие. Темные силы нуждаются в постоянном притоке сил. Они питаются энергиями других существ, например, людей. Поэтому их задача, провоцировать землян разными способами, обманом навязывать ложный путь и повышать уязвимость людей. Целью темных сил является ослабление человека, в этом случае он не может им сопротивляться. Сущности готовы в любой момент вывести жертву из состояния энергетического равновесия и заставить нервничать, испытывать страх, злобу или обиду. Другими словами, они делают все, чтобы добиться большого выброса человеческих энергий. В таком случае они легко подключаются к людям и забирают у них жизненную силу, мощную энергию, данную Богом. Сущности запитываются силой, а человек становится их рабом и донором. Так люди по своему незнанию позволяют темным силам беспрепятственно совершать атаки. Со временем их количество и сила увеличиваются, и в итоге человек заболевает, как вы понимаете, в масштабах. Планеты складывается удручающая картина. Люди буквально выплескивают из себя фонтаны энергий. Они сами себя разрушают, теряют жизненную силу и здоровье. Во время конфликтов над ними собирается множество темных сил. Неужели это предел развития человека? В действительности люди могли бы направить свои энергии на развитие творческого, силового потенциалов, умственных способностей использовать их для укрепления собственного здоровья и продления жизни. Известно, что темные силы могут открыть человеку, необычное видение. Однако за это он должен платить, его заставят отдавать много энергий своих собственных и других людей. Он будет вынужден воздействовать на своих жертв, блокировать силовые потоки или снимать энергии с окружающих. Так искусственно вызываются болезни, несчастье, на людей наводится порча, оказывается смертоносное воздействие. Заставляя людей страдать или переживать, это часто происходит после энергетического вмешательства. Магисты от темных сил продолжают подпитывать энергиями. Сущностей, часто они даже не подозревают об этом, не замечают, как агенты сатаны разрушают их потенциал. Людям давно пора понять, что если они продолжат обращаться к черной магии, человечество окажется в плену у темных сил. Это настоящее рабство, где люди не принадлежат себе, они являются марионетками в руках сущностей. Представители инопланетных цивилизаций, посланные сатаной и работающие по программам уничтожения землян, создали аппаратуру, которая позволяет воздействовать на население в массовом режиме, при этом энергии жизненные силы мгновенно снимаются с большого числа людей. Целями агентов темных сил является захват земли и порабощение человечества. Жаль, что люди даже не задумываются над тем, что с ними сейчас происходит, почему так много самоубийств, преступлений, для чего насаждается растление детей и прочее вы можете вспомнить массу примеров гибельных для человечества тенденций. Такому разрушительному воздействию реально способны противостоять земляне с более стабильными, высокими энергиями. Это люди, которые умеют сохранять спокойствие, не поддаваться страху и панике, они не отвечают на провокации темных сил. Это люди, у которых сильна вера в Бога, а значит есть связь с ним и светлыми силами. Они молятся Создателю и находятся под его защитой. Темные силы испытывают этих людей, но не могут их уничтожить. Они не способны поработить такие душ и превратить их в марионетки, не могут заставить их сделать что-либо в угоду сущностям. Темные силы вступили в борьбу с, человечеством за обладание планеты и всеми ресурсами. Некоторые люди бездумно идут у них на поводу, из-за своих темных желаний и страстей иногда они сдаются сатане и сущностям даже без сопротивления. Такие люди утрачивают свою божественную духовную суть, защиту и неприкосновенность. Истина проста, если человек по-настоящему с Богом, то он не подвластен силам зла и обязательно сумеет дать им отпор. Под воздействием различных представителей темных сил, в том числе и агентов инопланетных. Цивилизацией, на Земле было создано опасное оружие, запущены проекты и технологии, которые могут привести не только к большим катастрофам, но и к гибели человечества. Эти проекты сознательно внедрялись кураторами, посланниками сатаны. К сожалению, люди не сумели вовремя заметить этого и не смогли разобраться, насколько они отклонились от божественного мирного пути развития. Поэтому они оказались в ловушке. Сейчас большинству государств Земли так или иначе втянуты в мировой военно-финансовый конфликт и вынуждены выживать в сложных, навязанных им условиях. HRR, адронные и другие коллайдеры, закрытые военные базы техника, вооружения и опасные производства являются смертоносными для человечества. К сожалению, они созданы руками землян, а это означает, что им самим придется отвечать за содеянное, и главное, что исправлять сложившуюся ситуацию тоже придется самостоятельно. Люди еще не задумываются над этим. Однако пока они не начнут строить жизнь на других, мирных основах, человечество, будет находиться в большой опасности, разрушительный энергетический детонатор может сработать в любой момент, что тогда останется от современной цивилизации. Сейчас для выхода из создавшегося положения важно все, и доброе намерение людей, и их позитивный настрой, и осознание всей сложности происходящего. А самое главное, это обращение к Богу о защите землян, о прощении их недопонимания и грехов, молитвы о спасении людей и помощи им во всем. Спасти их может только чудо, и это чудо, Бог, у светлых сил мирные планы. Они могут открыть человечеству иные возможности, знания, они готовы помочь перейти на новые уровни жизни. Многое зависит от позиции землян в главных вопросах. Сумеют ли они преодолеть тотальное зомбирование, сохранится ли в них человеческое духовное начало и смогут ли они быть истинно свободными. Уважаемые читатели, большое значение имеет ваше отношение к жизни, ваши цели и устремления, у землян есть два варианта, жизнь в высоких энергиях основами знаниями или продолжение гибельного пути. Если будет выбран второй вариант, то закономерный конец очевиден. От решения этого вопроса зависит судьба каждого из вас. Хорошо, если люди сумеют найти в себе силы и внимательно проанализируют, как складывается их жизнь и поймут, как ее можно изменить в лучшую сторону. В этом случае им многое станет понятным, решение накопившихся проблем упростится в тысячи раз. Люди начнут понимать, что жизнь бесконечна, они могут оставить свой уникальный след на Земле, сделать этот мир прекрасным, чистым и защищенным от любого зла. От технологий прошлого, к открытиям будущего. Итак, выше было пояснено, что в настоящий период за Землей ведется наблюдение с космических кораблей разных цивилизаций. Эскадра темных сил агрессивно воздействует на землян через зомбирующую аппаратуру, агенты применяют секретные технологии управления сознанием, контролируют состояние головного мозга и тел людей. Посланники темных сил передают на Землю определенные знания. Они доводятся до некоторых ученых, руководителей и так далее это зомбирующие технологии, всевозможные аппараты, работающие в разрушительных режимах, новые запрещенные виды оружия, в том числе энергетические, а также роботы-киборги, биоработы-убийцы и многое другое. Применяется аппаратура слежения за землянами. В настоящее время люди в разных странах периодически подвергаются жесткому облучению. Развитие некоторых земных технологий напрямую связано с получением действующих аппаратов от инопланетных цивилизаций и знаний из некоторых закрытых источников темных сил. Вы можете сделать вывод, к чему приведет дальнейшее развитие этих направлений и тесное сотрудничество с представителями сил зла. Они являются истинными захватчиками землян. Для того чтобы остановить порабощение народов и спасти человечество, Творец направил сюда представителей цивилизаций светлых сил. Вы также можете наблюдать движение их кораблей на разных высотах над землей. При этом они могут работать и в скрытых режимах, то есть быть невидимыми для людей и исчезать с земных радаров. В данный период божественные посланники уделяют большое внимание снятию энергетической напряженности на нашей планете, выравниванию полевых структур, защите людей и прочее особое значение имеют специальные работы. Это процедуры лечения Земли и очищения ее пространств, атмосферы, биосферы, а также защита почвы, воды, помощь флоре, фауне и многое другое. Возможности техники светлых сил уникальны, современные разработки могут показаться землянам настоящим чудом. Применение наук создателя, технологии и специальной аппаратуры позволяют мгновенно менять ход событий, корректировать взаимодействие времен, перезаряжать поле и полевые структуры, управлять энергетическими потоками, предотвращать катастрофы и так далее. Науки Творца всегда опережали развитие знаний темных сил. Поскольку в разное время часть жрецов и правителей скрывали истину и знания от народов нашей планеты, современные земляне почти ничего не знают о том, какими науками и техническими средствами владели божественные цивилизации. Они не представляют, какие возможности могут появиться. У человечества, если люди будут сотрудничать с представителями светлых сил, миллионы лет назад божественные народы владели удивительными технологиями. Например, необыкновенные возможности были у представителей высших сил в то время, когда на Земле развивалась уникальная цивилизация, Атлантида. В этот период люди контактировали с высокоразвитыми представителями космического сообщества. Уважаемые читатели, сейчас вам предоставляется возможность ознакомиться с техникой и аппаратами, которыми земляне управляли в совершенстве, научные достижения атлантов. У представителей этой высокоразвитой цивилизации были удивительные возможности. Избрав необычный путь, они сумели достичь больших результатов. Так, например, атланты в совершенстве владели технологиями, позволяющими управлять различными видами энергий. Они могли аккумулировать, трансформировать, консервировать энергии для определенных целей, а также они умели переносить их во времени и многое другое. Атланты управляли различными полями, меняли свойства пространств. Они знали, как получить доступ к универсальному космическому полю. Черпая знания из божественных источников, они создавали уникальные приборы. С их помощью они лечили людей, воздействовали на окружающую среду, различные пространства и миры. Поскольку атланты первоначально избрали мирный путь, цивилизация получила необыкновенное развитие. Люди начали создавать универсальные энергетические системы, которые продолжают работать и остаются актуальными до сих пор. Атланты. Имели не только необычайно точные обсерватории, новейшие научные центры, удивительные космические города, но и технологии, которые были переданы представителями божественных цивилизаций. Существует космическая база данных, в нее внесена вся информация о достижениях многих земных цивилизаций. Научная деятельность атлантов имела несколько особенностей. Так, например, они создали системы, способные выполнять специфические единичные функции, затрачивая при этом минимум энергий. Одновременно, производилась активация мегаполей, систем, способных влиять на всю планету. Одного миниатюрного аппарата было достаточно для того, чтобы решать сложные вопросы, касающиеся развития всей цивилизации. Сейчас вы можете увидеть одну из модификации летательных объектов атлантов. Его особенностью является наличие технических средств, позволяющих трансформировать полевые системы, менять время, осуществлять полеты в многомерных пространствах и другие. Такая техника уникальна, более того, она является, актуальной и на сегодняшний день. Устройство летательного аппарата атлантов. 1. Реактор векторных систем. 2. Генератор векторного поля времени. 3. Антигравитатор полей. 4. Энергетический реактор движения светового атома. 5. Шар-концентратор подъемной энергии. 6. Реактор магнитной энергии. 7. Ось концентратора атомной энергии. 8. Модификатор времени. 9. Система пультов управления. 10. Блокиратор негативных полей. 11. Ускорительный реактор, трансформатор пространств. 12. Энергетические системы подъемной силы. 13. Полевой реактор времени. Активация систем исчезновения. Этот летающий объект, созданный учеными Атлантиды, обладал необычными характеристиками. Тарелка могла мгновенно перемещаться в различных пространствах, имела сверхсветовые космические скорости. На рисунке показано несколько основных реакторов этого технического средства. Они позволяли использовать разные виды энергий, аккумулировать силу и выполнять различные функции. Аппарат работал в антигравито-сионных режимах. Он был оснащен аппаратурой, которая позволяла активировать системы управления временем и пространствами. Специальные приборы позволяли телепортировать любые предметы и объекты. На этом техническом средстве были установлены универсальные информационные системы, поэтому на мониторах можно было увидеть далекие галактики. Ученые наблюдали различные энергетические процессы, происходящие в космосе. Летательный аппарат имел несколько степеней защиты. У людей, управляющих тарелкой, были разные допуски. Контроль всех. Система осуществлялся благодаря многоуровневым модулям и специальному пульту управления. Аппарат также мог отражать любые атаки, имел генератор специальных полей. В некоторых системах использовались солнечные энергии и дополнительный потенциал. Атланты могли связываться с представителями других планет, вели совместную с ними научно-исследовательскую деятельность, участвовали в различных космических проектах. Такая техника уникальна, с ее помощью можно совершить много полезного для землян и представителей параллельных миров. Благодаря ей осуществлялся мониторинг всех пространств Земли, отводилась любая опасность, исходящая из космоса, отражались всевозможные удары. Биоработы. Уникальная цивилизация владела большим арсеналом технических средств. Помимо этого атланты создали несколько видов и модификаций биороботов. Они использовались только в мирных и созидательных целях. Биоработы были предназначены для помощи людям в разных отраслях, на производстве, в научно-исследовательской, деятельности и проспект они также осуществляли защитные функции, управляли некоторыми приборами, предупреждали людей о возможных опасностях. Это были интеллектуальные существа, которые могли круглосуточно выполнять поставленные задачи. Некоторые из моделей имели подключение к информационному полю Земли и поэтому они могли считывать различную информацию. Обладая аналитическими способностями, биоработы делали своевременный анализ ситуации, предсказывали возможные варианты развития событий и многое другое. Такие помощники были необходимы землянам, и они всегда справлялись с порученной им работой. В это время люди были заняты решением более серьезных и важных вопросов. В случае необходимости ученые могли менять матрицы биороботов, обновлять их тело, усиливать энергетический потенциал, поле и прочее. Более того, атланты проводили специальные операции, позволяющие усовершенствовать биороботов и значительно расширять их возможности. Люди увеличивали срок службы биороботов, меняли их силовые характеристики и другие. Сейчас вашему вниманию будет представлена схема биоработа. Он способен выполнять различные виды работ и в среднем может использоваться в течение 70 лет. Этот биоробот среднего уровня обладает развитым интеллектом, наделен такими способностями, как ведение сквозь предметы, время, пространство и другие. Он также способен телепатически связываться с людьми и биороботами разного уровня. В приведенных ниже формулах отражены особенности этой модели, энергетический потенциал, весь спектр функциональности и уровень допуска к информационной базе. Атланты также создавали биороботов, которые могли работать в виртуальных режимах. Они расшифровывали полевую информацию и имели связь с командирами и членами экипажей космических аппарат. Приборы для лечения людей. Атланты создавали удивительные аппараты, которые помогали настроить человеческий организм. Такие приборы являлись аккумуляторами божественных энергий. Они мгновенно подключались к биополю конкретного человека и подбирали необходимый для него спектр энергий. С их помощью восстанавливались матрицы различных органов, повышался их энергетический потенциал. Благодаря этому патология исчезала, человек выздоравливал. Большинство аппаратов воздействовало не только на определенные системы органов, но и на несколько тел пациента. Атланты были носителями высоких энергий, поэтому им было легко подключаться к специальным целительным полям создателя. С помощью аппаратуры это подключение происходило мгновенно. Одну и ту же болезнь можно было лечить разными способами. Многое зависело от общего состояния пациента, специфики развития патологии, ее причин и так далее. Таким же образом, в очень короткие сроки восстанавливались пациенты, получившие какие-либо травмы. Уважаемые читатели, вы можете ознакомиться с одним из приборов Атлантов, который использовался для лечения сердечно-сосудистой, легочной и других систем. Он также применялся для очищения крови, ликвора, лимфатической системы, с его помощью убирали различные вирусы, инфекции и так далее. Этот прибор основан на применении особый магнитный резонанс на конической энергии. При взаимодействии со специальным полем прибора, аппарат начинает излучать биомагнитную энергию. Когда ее направляют на больной орган, он начинает работать более стабильно, все функции восстанавливаются. Резонансная энергия позволяет активировать дополнительный энергопотенциал клеток, тканей и органов. Она позволяет перенастроить весь организм, вводит все его системы в энергетическую константу. Прибор включается при просьбе к Богу и наличии высоких энергий у пациента. Если взять его в руки и провести над больным органом боль исчезает. Эти технологии были известны миллионы лет назад. На Земле всегда была аппаратура, которая позволяла восстанавливать людей, увеличивала их силы и укрепляла здоровье. Эти приборы были безопасны для землян, они не имели какого-либо вредного излучения. Для их создания использовались живительные божественные энергии, космические системы, эфирные, плазменные поля и другие. Целительные технологии, прибор атлантов, работающий на божественных энергиях. Путь к возрождению. Уважаемые читатели, с разрешения создателя вам была представлена информация о некоторых технических средствах и изобретениях атлантов. Приведенные примеры показывают, что еще в далеком прошлом люди имели высокий уровень развития. Атланты владели технологиями, основанным и на использовании бесплатных космических и земных энергий. Они управляли плазменными, эфирными и многими другими системами. Творец открыл людям особые науки, так как они имели высокий энергетический потенциал. Были добры, мудры и правильно применяли уникальные знания Вседержителя. Сейчас такие науки продолжают развиваться в разных галактионах. С их помощью народы совершают удивительные открытия. Жизнь существует на многих планетах. Например, на Венере и Марсе развиваются необычные древние формы жизни. Представители этих планет обладают уникальным разумом и в некоторых аспектах превосходят землян. На Луне расположены различные инопланетные базы, с которых ведется наблюдение за современным человечеством. Земли и прочие многочисленные цивилизации имеют неповторимую космическую технику. Она позволяет перемещаться в параллельных и других мирах, этот процесс иногда занимает считанные доли секунды. Подобные аппараты могут появиться и у народов Земли. Если это произойдет, то полет на Венеру будет занимать менее четырех минут. Все это кажется чудом, однако, божественные технологии позволяют совершать такие удивительные перемещения. У человечества появятся уникальные корабли, с помощью которых люди смогут посетить новые галактики и Вселенная. Существуют божественные науки, которые позволят землянам создать необычные летательные средства и космические аппараты. Это произойдет, когда люди созреют для принятия новых технологий. Творец гениален, он всегда открывал народам знания, опережающие развитие общества. Таким образом люди получали истинные эволюционные ориентиры. Передача важнейшей информации происходила с помощью талантливых и прозорливых людей. Многие из них были ясновидящими. Вы знаете, что Леонардо де Винчи совершил массу удивительных открытий, опередив человечество на 500 с лишним лет. На протяжении нескольких столетий люди пытались понять истинный смысл его чертежей и рисунков. И только в Х веке ученые создали часть аппаратов, которые видел и описывал гений, ушедший навсегда впереди опередивший несколько эпох. Его фантастические рисунки превратились в открытия, которые сейчас стали реальностью и неотъемлемой частью жизни землян, загадочные и непонятые современниками. Этот удивительный ученый получал информацию свыше. Он понимал особенности космических технологий и видел будущее. Жаль, что в свое время он не нашел необходимой поддержки. Значительная часть важнейших для развития цивилизации знаний скрывалась от народа. Так, например, с периодической системой химических элементов Д.И. Менделеева был изъят важнейший элемент – эфир. Он рассматривался ученым особым образом и являлся базовым для любого вида материи. Без него знаменитая таблица утрачивала истинный смысл и назначение. Безусловно, сокрытие этого научного факта замедлило развитие целого ряда наук. Подобные манипуляции с сокрытием истины уводят человечество в тупик знаний, ограниченных ложным представлением о мире. Такие действия имеют серьезные последствия. Если бы современная цивилизация владела наукой об эфире и умела управлять им, то человечество давно бы вышло за пределы знаний трехмерного пространства. Земная техника могла работать на альтернативных видах топлива. В этом случае, человечество отказалось бы от смертоносных АЭС, использования бензина, дистоплива и так далее. Ученые сумели бы создать необычные энергетические двигатели. Вы знаете, что в разные годы было засекречено огромное количество изобретений, способных ускорить развитие современной цивилизации. Этот процесс затронул большинство стран. Уникальные ученые были уничтожены только потому, что они хотели открыть миру новейшие технологии. Истина не была доведена до народов Земли. Люди упустили время и возможности, данные им свыше. Современники осуждали гениев, опередивших развитие земных наук. В 20 веке были предприняты попытки дискредитировать многих одаренных свыше ученых. Нападкам подверглись Чижевский, Сахаров, супруги Киллиан и многие другие. В настоящее время изобретений, 36 открытия, совершенные ими, нашли широкое применение. К сожалению, эти достижения больше используются в военных целях. Безусловно, идя ложным путем, без Бога, люди совершают роковые ошибки. Изобретения часто используются, не по своему истинному назначению, а во вред человечеству, иногда с целью уничтожения землян. Когда люди это поймут, вникнут в суть происходящих событий и осознают, как проспект авильно подойти к жизни, подаренной Богом, тогда у них появится новая техника, не имеющая земных аналогов. С ее помощью они будут созидать и укреплять мир, спасти, сохранить мир и изменить вектор развития человечества. В настоящее время на Земле много космических аппаратов других цивилизаций. К сожалению, военные из разных стран больше ориентированы на захват или уничтожение инопланетной техники. Когда летчики, приняв приказ уничтожить НЛО, приступают к его выполнению, они получают ответный удар. У самолетов часто отказывают приборы, случалось, что одни, агрессивно настроенные, пилоты погибали, а другие оставались в живых, они не хотели атаковать. Космическую технику, летчикам сохраняли жизнь для того, чтобы они донесли правду, существуют другие цивилизации. Их представители владеют непревзойденными технологиями, не подающимися объяснению с позиции современных земных наук. Они вынуждены защищаться, так как военные стремятся их уничтожить. В подобные ситуации еще во времена Советского Союза не раз попадал капитан Копейкин, такие встречи были у многих летчиков, космонавтов и военных из разных стран. В современной истории также существует. Масса примеров различных контактов с представителями инопланетных цивилизаций, человечество действительно отстало в развитии от космического сообщества. Земляне не имеют настоящей техники, способной работать на уникальных источниках энергии и перемещаться в другие вселенные. При этом человечество достигло больших успехов в создании технологий уничтожения людей, всего живого и планеты. Однако такие достижения не актуальны в космосе. Современные земляне могут уничтожить сами в себя в этом предел, и конец их технического прогресса. В космосе ценятся технологии, спасающие жизни и приводящие любые цивилизации к удивительным высотам развития. Такой путь ведет к бесконечной эволюции и истинному расцвету. Во всем мире собрано огромное количество свидетельств людей, которые контактировали с представителями других цивилизаций. Это происходило на протяжении тысячелетий. Значительная часть этой информации до сих пор засекречена, среди избранных контактеров есть и высокопоставленные лица. Во многих свидетельствах говорится о том, что стражи нашей планеты поднимают вопросы о продлении жизни человечеству и его спасении. А это возможно только в том случае, если современная цивилизация изменит вектор развития, изберет мирный путь. И все народы будут жить во взаимопонимании, установив при этом дружественные отношения. Таким образом развивается подавляющее большинство человеческих систем в различных вселенных. Видимо, люди еще не готовы сотрудничать с представителями космического сообщества и нести мир всем народам Земли и других планет. В итоге из-за неправильно выбранного пути современная цивилизация подошла к необъяснимым планетарным катастрофам, смертельным болезням, всемирным эпидемиям, войнам и массовой гибели людей. Думаю, что среди вас найдутся люди, которые начнут анализировать, какого уровня развития достигло человечество, каковы причины войн и неоправданной гибели людьей. Надеюсь, что ученые разберутся, почему они идут сложным путем, словно по замкнутому кругу, и не могут вырваться за пределы ограниченных земных знаний. Агрессия землян может стать причиной их гибели. Необходимо понимать, что человечество проиграет в Звездных войнах. Соперники, представители цивилизаций темных сил, в настоящее время владеют новейшим вооружением, способным уничтожить человечество. Божественные защитники и цивилизации светлых сил, помогающие землянам, могут отразить любой удар, направленный против людей, даже если он исходит из космоса. Но имеет ли смысл спасать современное человечество, которое все больше погружается в энергии агрессии, мести и гибели? Да, имеет смысл это делать, если люди будут умны, станут и поступать более обдуманно и начнут ценить жизнь, подаренную Создателем. Божественные цивилизации не ведут войны, не отвечают агрессии на провокации. Они строят мирное будущее и помогают людям обрести истинную свободу. При этом они владеют полной информацией о возникновении и причинах гибели многих цивилизаций, в том числе, и земных. Правители от темных сил скрывали эту правду от народов нашей планеты на протяжении многих тысячелетий, они сделали ее недоступной для людей. Если бы земляне знали истинную историю человечества, то не допустили бы той катастрофической ситуации, которая сейчас сложилась на нашей планете. На протяжении нескольких столетий человечество движется к гибели, так как темные силы зомбируют людей. Из-за земных страстей, стремления к деньгам, славе, власти, из-за ложных ориентиров людей в полевые, информационные системы человечества были внесены вируса. В результате этого разрушительные программы темных сил отрицательно повлияли на развитие цивилизации. Зомбирование приобрело колоссальные масштабы, достигло таких уровней, что людям сложно преодолевать негативное воздействие, сохранять духовную свободу и оставаться самими собой. Земляне не могут в полной мере проявить свои способности, таланты, применить силу мысли, слова и прочие так им образом, темные силы стремительно ведут человечество к полной деградации. Несмотря на сложившуюся ситуацию, выход есть. Земляне могут все исправить, через возвращение к своему духовному истоку, Богу, они сумеют выйти из-под управления темными силами. И в этом их спасение. Надеюсь, что люди воспользуются этой уникальной возможностью, данные им свыше проявят свою созидательную силу, любовь и раскроют свой истинный духовный потенциал. В этом случае они будут спасены, они сумеют уберечь мир и с Богом создадут удивительное будущее. Выбор остается за вами. Возрождение человечества начнется с повышения духовности людей и освоения новых мирных технологий. Пройти испытания. Уважаемые читатели, жизнь на ваших глазах меняется колоссальным образом. Каждый день происходят события, которые влекут за собой большие изменения. Современная картина мира уже, значительно отличается от той, которая была всего полгода или год назад. Многие из вас просят меня дать оценку различным событиям и прокомментировать ситуацию с коронавирусом, сложившуюся в отдельных странах. Некоторых из вас волнует судьба Земли, и вы просите спрогнозировать будущее событие. Ситуация действительно необычная, и обеспокоенность людей понятна. В 2020 году человечество оказалось в непростом положении. Очевидно, что не специалисты, среди которых есть ученые и врачи, не руководители сейчас не могут со стопроцентной уверенностью дать ответ, когда земляне справятся с необычной новой коронавирусной инфекцией. Особую обеспокоенность вызывает вопрос, когда ситуация окажется под полным контролем людей. Вы видите, что новая болезнь не жалеет никого, ни бедных, ни богатых, для вируса не существует земных преград, никакие надежные и высокие стены не спасают от той новой реальности, которая пришла в общий для человечества дом. Обращаюсь к людям, которые читали мои книги. Вы знаете, что на протяжении десятилетий я предупреждал, грядут тяжелые времена, впереди не только страшные природные катаклизмы, войны, но и новые болезни, неизвестные ученым, и от них не существует лекарств. Не раз я обращал ваше внимание на то, что беда коснется каждого, никто не избежит испытаний, так как чистка землян перешла в новую фазу. Еще много лет назад я писал о том, что в критический момент людям никто не сможет помочь и не спасет от неминуемой беды. Люди останутся один на один с несчастьями, обрушившимися на них, и только бог сможет защитить их. Более того, в этих предупреждениях, переданных свыше, подчеркивалось, что многих смертей можно избежать, если люди перестанут творить зло, а становятся в разрушении планеты и прекратят античеловеческие эксперименты. Обратившись за помощью к Создателю, земляне смогут открыть для себя новые знания, укрепят мир между народами и сумеют изменить свою жизнь так, чтобы люди были здоровы, жили долго и счастливо. К моему большому сожалению, эту информацию не восприняли всерьез. Предупреждения были проигнорированы, и люди вовремя не предприняли нужных действий. Поэтому им не удалось достичь, необходимого высокого уровня духовности, увеличить запас положительных энергий и преобразовать свой потенциал для того, чтобы избежать различных болезней и несчастий. Для большинства людей на первом месте оказались земные ценности, деньги, слава, материальное благо. Даже путешествия в далекие экзотические страны стали средством удовлетворения собственной гордыни. Так реализовывалось желание возвыситься над другими людьми и продемонстрировать свои финансовые возможности. Некоторые путешественники до сих пор пожинают плоды собственных достижений и не могут вернуться домой. Есть и те, кто ненавидел Россию и покинул ее давно, и вдруг неожиданно им очень сильно захотелось приехать на родину. Забыв обо всем, они стремительно покидали чужбину, потому что хотелось выжить, в этих непростых условиях мало кто задумывался всерьез о судьбе человечества, своей душе и грядущих испытаниях. А ведь все только начинается. Современная цивилизация получила серьезное предупреждение, коронавирус, это урок. Сейчас некоторые люди начинают понимать, что жизнь может неожиданно оборваться в один миг. Совсем недавно многим из вас казалось, что лучшее еще впереди, а теперь появились страх и паника. Никто не может гарантировать людям спокойный завтрашний день, нет уверенности в том, что они останутся в добром здравии, полные сил, и не будут ни в чем нуждаться. Люди теряют работу, деньги, здоровье, а порой и жизнь. И неожиданно возникает большая растерянность, появляется необычный страх за себя и своих близких. Почему же земляне вовремя не реагировали на данные свыше предупреждения и повторяющиеся призывы остановиться и понять, что стремительно приближаются к гибели? Люди могли бы обратиться к Богу о прощении и спасении всей цивилизации, о недопущении войн, катаклизмов и новых болезней. Однако они недооценили степени серьезности и опасности своего положения, не сумели или не захотели направить свои силы для предотвращения несчастья. Их старания не были адекватными той ситуации, о которой предупреждалось свыше. Только сейчас земляне начали о чем-то задумываться. Они пытаются понять, кто виновен в распространении вируса, кого наказать. Люди уже наказали сами себя, уже столкнулись с новой реальностью. Вспомните, как в моих книгах неоднократно говорилось о том, что времени осталось очень мало, скоро жизнь изменится до неузнаваемости, и того, что было раньше, уже не вернуть. Богом на все дается свое время, если оно упущено, то процессы идут уже независимо от планов и желаний землян. Все чаще у людей появляется мысль, как надоел этот коронавирус, скорее бы все закончилось. Почему никто не задумывается над тем, что это только начало? В моих книгах было рассказано, что произойдет с человечеством, если энергия землян снизится до критически низкого уровня. Задумайтесь, разве они сейчас высоки, имеет ли цивилизация стабильный потенциал? Вместо любви друг к другу большинство людей проявили противоположное чувство, показав свое истинное лицо. А ведь было дано только одно из испытаний, всего лишь самоизоляция, это даже не война и не разруха, не настоящий голод, как в блокаду, и не те ужасы, через которые прошли миллионы советских людей в Великую Отечественную войну и в другие тяжелые годы. Для них это было тяжелейшим испытанием, но они остались людьми и победили, потому что большинство из них верило в Бога. И сейчас многие врачи, отправляясь в красную зону, не забывают перекреститься. Они молятся и за себя, и за пациентов, это абсолютно правильный подход. Однако не будем забывать о том, что чистка землян справедлива. Только Творец решает вопросы судьбы каждого конкретного человека, будет ли ему дан только намек, предупреждение, или он пройдет свое чистилище здесь на земле, или выживет чудесным образом. У каждого из вас, своя судьба, время и способ ухода, это таинство. И всем людям свыше дается по их силе и возможностям, у кого-то уже подошло время, кому-то дали отработать, чтобы душа смогла значительно дальше продвинуться вперед в других мирах, кого-то остановили, потому что шел по земному. Все сугубо и индивидуально решается Творцом. Основываясь только на земных знаниях, невозможно понять, почему неожиданно погибает молодой пациент или болеющий в легкой форме, и как выживает обреченный. Чудеса случаются и сейчас. Бог может пересмотреть вашу судьбу, если вы будете молить его об этом и всерьез подойдете к жизни, подаренной вам на земле. Вы сможете проанализировать свое положение, убрать ошибочные суждения и все исправить. Люди, которые серьезно отнесутся к представленной здесь информации, начнут поступать более мудро. Поставив все на свои места, они сумеют приумножить добро и, если Богу угодно, их жизнь будет продлена. Накопив положительные энергии, они начнут помогать другим людям. Вы знаете, что сейчас идет 2020 год, хотя это не так, по старому летоисчислению, 7528 год. Вы видите, как в настоящий момент в разных странах переписывают историю, скрывая реальные события. Эти процессы идут очень давно, история России и мира искажена, люди до сих пор не знают истинной картины развития человечества. Связь времен, знаний и важнейших для народов открытий прервана, поэтому современная цивилизация не достигла расцвета и совершенства. По этой причине люди не владеют истинными науками. Они не имеют возможности учитывать опыт своих предшественников, не могут гениально развиваться, не повторяя ошибок предыдущих цивилизаций. Настоящая преемственность знаний, имеющая колоссальное значение, была утрачена, а современные божественные науки, открывающие мирный путь, недооцениваются людьми, и поэтому человечество находится в плачевном состоянии. Бог всегда посылал на земли ясновидящих, они защищали от многих бед, лечили, предсказывали, уберегали народы от массовой гибели. Они помогали восстановить связь времен, истинный ход событий, рассказывая о прошлом. Землянам оставалось только сделать правильные выводы, как спастись, как поступать в дальнейшем, чтобы их не настигло горе. Умные люди всегда внимательно относились к такой информации и вникали в знания, как устроен мир. Они изучали исторические события и стремились понять, почему гибли предыдущие цивилизации, оставившие после себя удивительные строения, пирамиды, мегалиты и необычные тексты на древних языках. Эти послания содержали тайные засекреченные знания, предназначенные, для будущих поколений землян. Но даже то, что удалось расшифровать ученым, до сих пор недоступно для большинства людей, информация намеренно скрывается. На сегодняшний день народам не только не хватает знаний. На Земле прервана особая тонкоэнергетическая нить единого развития и уникального познания истины. Это одна из причин, по которой современное человечество разрозненно, как уже говорилось выше, была произведена смена лета исчисления, благодаря которой исчезли более 5000 лет, словно их и не было. Это произошло не случайно, все имеет особый смысл. Такое смещение времени было специально произведено для того, чтобы народы утратили свою защиту, чтобы людьми было легче манипулировать, управлять так, как захочет повелитель. Сейчас люди словно не имеют своих корней, древних традиций, дарующих силу, знания истинной истории, они лишены уникального духовного наследия. Современный человек будто маргинал, не имеющий родины. Он насильно отлучен от своего древнего энергетического центра, который питал весь его род особой силой. Благодаря ему в человеке до сих пор сильны духовные и нравственные константы. Эти божественные основы вечны, и если люди остаются добрыми и не встают на сторону темных сил, то продолжают свое особое энергетическое, духовное развитие. Проходят тысячелетия, и удивительные ученые, одаренные свыше, разгадывают уникальные древние секреты. Так по крупицам, фрагментарно начинает открываться картина, как жили предки, современных народов. Безусловно, они не были столь дикими, неразвитыми или беспомощными, как их хотят представить. Открытия некоторых гениев говорят о том, что на Земле жили умнейшие народы, которые не уничтожали планету и ее недра, а были едины с ней. Они берегли природу и умели управлять тайными силами Земли и космоса. Им покорялись стихии, которые не подвластны современному человеку, шагнувшему в эру земных суперзнаний, позволяющих зомбировать людей, оказывать на них тайное гипнотическое влияние и управлять их сознанием. Один маленький вирус вызвал такой переполох, панику и страх, что по всему миру были приняты беспрецедентные меры. Однако это даже еще не тот вирус, который может принести гибель всему человечеству. Но посмотрите, как уже начала меняться жизнь землян, и как пошатнулся ее привычный уклад. Это и есть испытания и уроки. Это чистка, закономерный результат, которому неуклонно, настойчиво двигалось современное человечество. Люди упрямо не хотели замечать, что приближаются к гибели, они игнорировали. Предупреждения из космоса, не соблюдали божественные законы жизни. В первую очередь, они стремились реализовать свои земные планы. Случалось, что вредили другим, не задумываясь о главном, считали, что все дозволено, так будет продолжаться бесконечно, им не придется отвечать за свои действия. Именно поэтому человечество сейчас проходит жесткие уроки. К сожалению, далеко не все люди понимают, почему их неожиданно настигла целая череда несчастья и неудач. Человечество не раз проходило испытания через болезни и эпидемии. Они всегда давались для того, чтобы люди остановились и задумались, как и куда они идут, к чему приведет выбранный путь. Несмотря на то, что эти уроки были даны в назидание, Бог всегда давал землянам уникальный выход из любых сложных ситуаций. Он посылал им помощь через ясновидящих, одаренных, талантливых людей. Гениальные ученые, врачи, обладающие необыкновенной добротой, всегда спасали землян. Посланникам удавалось помочь тем, кто их понимал и осознавал, что они в своих бескорыстных намерениях осуществляют божественную волю. Вы знаете о том, что в свое время Нострадамус спас десятки тысяч людей от гибели во время эпидемии чумы. С помощью Создателя он сумел переломить ситуацию, используя особое лекарство и необычные виды энергий, он творил чудеса. Ему удалось уберечь людей от мучительных страданий и смерти. Благодаря этому человеку, его вере в Бога и верности Создателю, бескорыстию и колоссальному труду, эпидемия была остановлена. Нострадамус лечил необычным способом, который до сих пор не раскрыт. Не жалея себя, он сотворил то, что было не под силу тысячам врачей. И пока он, не имея сна, потому что ночами готовил лекарства, спасал людей, в другом городе от болезни погибла его семья. Пройдя через это тяжелое испытание, он не увидел поддержки от людей. Горе, которое настигло его, стало причиной травли и издевательств. Других лечил, а свою семью не смог спасти. Это были тяжелые дни, и тот, кто не работал, как Нострадамус, не поймет, через что ему пришлось пройти. Жестокие люди и их злоба, зависть все перевернули, очернили человека, благодаря которому эпидемия не переросла в пандемию и была остановлена. У него не было времени думать ни о себе, ни о своих близких, он спасал людей, а о болезни родных узнал слишком поздно. Поймут ли люди это когда-нибудь, и осталось ли в них что-либо человеческое. Посланник был не только гениальным целителем. Он предсказывал будущее событие, стремился предостеречь человечество от многих бет, мечтал об объединении народов и мире. Однако современники не сумели этого понять, они не смогли постичь уникальность дара этого человека. Ученые мужи и правители не захотели прислушаться к нему. Вместо благодарности он увидел полное неприятие, клевету и издевки. Люди не смогли его услышать и по достоинству оценить, обвинили в том, чего он не совершал. Причины такого отношения просты и понятны. Это зависть и непонимание гениальности, масштабности мышления и возможностей этого человека. Если бы ему не мешали и не вредили, он смог бы помочь миллионам людей. Он видел сквозь века, и его единственной целью было выполнение своей божественной миссии. Он стремился уберечь землян, продлить им жизнь и предостеречь их от роковых шагов, имеющих необратимые последствия и ведущих все человечество к катастрофе. Ему удалось бы это сделать, если бы люди отнеслись к нему добрее и были более человечными. Его видение будущего было спасительным для землян и многих следующих поколений, но они не захотели этого понять и принять. Такое же предвзятое отношение было к Ванге, ее методом лечения и предсказанием. Однако если бы к ней вовремя прислушались, не было бы столько погибших из-за землетрясения в спитаке, удалось бы предотвратить трагедию на подводной лодке Курск и многое, многое другое. За одну свою жизнь она помогла сотням тысяч землян, спасла огромное количество несчастных, больных, попавших в трудное положение людей из разных стран, что в итоге она увидела в ответ на свое добро и колоссальный труд. Большей частью к ней ехали за помощью люди, от которых отказались врачи, кто не мог на протяжении многих лет найти пропавших родственников и друзей, у кого не складывалась семейная жизнь. И ясновидяще удавалось решить любые вопросы любой сложности. После визита к ней очень многие обретали здоровье, счастье и получали разрешение своих проблем. Когда ее помощь была нужна, очередь выстраивалась из сотен людей ежедневно, приезжали и высокопоставленные лица из разных стран. Все стремились получить помощь и совет, по-своему используя ее способности. А когда ясновидящей не стало, ее имя и дар настолько очернили, что не передать словами. Целью и смыслом ее жизни была помощь людям, хотя порой они шли к ней с такими глупыми и второстепенными вопросами, которые могли и сами решить, не занимая ее время у тех, у кого случилась беда, и кто действительно нуждался в помощи. Не берегли Вангу, а она работала на пределе своих сил и возможностей. Отсюда нехватка энергии для восстановления своего здоровья, отсюда болезни. Она тоже, не думала о себе, любила и жалела людей, знала, что они ждут ее помощи и расстраивалась, когда они не понимали элементарных вещей и не серьезно относились к своей жизни, совершали страшные поступки. Всю свою энергию без остатка она отдавала людям, всю свою жизнь подарила им, хотя знала, какая клевета, зависть и злоба льются в ее адрес. Кто из земных людей смог бы жить и помогать людям так же, как Ванга? Не строить свое личное счастье, семью, не создавать себе комфортные условия, а жить так, как она, ежедневно принимая нескончаемые потоки людей, осудить легко, а многие даже не поняли ее доброты, обрушились на нее с такой критикой, с такими обвинениями и негативом, что диву даешься, словно она не лечила людей, а была злодейкой и всем вредила, что происходит с землянами, заслуживают ли оно того, чтобы им продолжали свыше посылать гениев, обладающих способностями, знаниями, особым потенциалом энергий, которые будут дарить его, как и свою жизнь, людям. Монах Авель, Кейси, Матроны и многие другие ясновидящие при жизни не нашли должной поддержки. Это золотой запас наций, это были люди, которые трудились во благо народов и мира, они могли творить то, что другим, невзирая на ранги, было не под силу. Эти люди были посланы Богом на Землю для того, чтобы донести необходимую информацию до жителей нашей планеты, передать им уникальные знания. Владея таким незаменимым потенциалом, человечество могло бы совершить настоящий прорыв вперед и избежать неверных, роковых напрямую ведущих к гибели шагов. Однако недальновидность, современников и нежелание пропускать вперед себя гениев, бескорыстно отдающих свои силы во благо людей, сыграли с землянами злую шутку. В трудные моменты они оказывались без помощи, так как не уважали и не берегли ясновидящих, несерьезно к ним относились и игнорировали их предупреждения. Благодаря любви современников, направленной к этим людям, многие из них уходили из жизни раньше срока, если бы их ценили, не преследовали, не уничтожали, то они могли бы дольше жить, работать и помогали бы людям разных стран. Аналогичное отношение, непонимание и клевета были направлены и ко многим гениальным ученым, таким, как Циолковский Королев и другие. Еще на заре Ховека Циолковский говорил о том, что, можно создать управляемый космический корабль. Его высмеивали и преследовали. А сейчас ученые говорят о том, что НЛО летают, но никто не может раскрыть принципы их работы, энергетическую систему, особенности двигателей и так далее. Если бы в свое время такие гении нашли необходимую поддержку, то россиян давно была бы техника более высокого уровня. Во всем мире авторов уникальных изобретений преследуют, арестовывают, убивают. Можно привести множество примеров, начиная с Чижевского, супругов Киллиан и заканчивая современными учеными. Один вопрос, почему люди не могут разобраться и отличить истину от лжи, бесталантливых людей, работающих во имя мира и добра, истинный прогресс невозможен. В свое время Молдашова тоже оклеветали, подвергли нас смешкам, но он и по сей день идет своим путем к раскрытию древних тайн, невзирая на препятствия. На клеветников не стоит обращать внимание. Они только задерживают развитие цивилизации и не дают землянам гениально подойти к решению современных задач. В Тибете испокон веков лечили особыми методами и знаниями, которые спасали людей от гибели. Официальная медицина не признает. Такие методы, однако не может достичь аналогичных высоких результатов. Лечение базируется на основе применения энергии растений, минералов, на принципах особого воздействия на человека и его тонкие структуры. Эти знания были даны свыше людям, которые обладали высокой духовностью и ставили перед собой благородные, цели. Они умели работать с духами, знали как привлечь их для помощи землянам. Такие таинства открываются избранным. С помощью Бога и особых знаний, дарованных Творцом, посланники много раз спасали человечество от гибели. Нашу планету в разные времена посещали высшие цивилизации. Они передавали людям различные знания и знакомили с удивительными методами лечения, которые им открывал Создатель. В современной действительности некоторые чиновники боятся раскрыть правду об этом, хотя владеют расшифрованными посланиями и засекреченными материалами, они знают смысл и назначение древних артефактов. Эти люди боятся, что народы обретут знания и выйдут из-под контроля, а они сами окажутся никому не нужными. Со временем земляне убедятся в том, что есть другие миры, существуют удивительные цивилизации. Они узнают о том, что Бог есть и Он раскрывает особые науки, позволяющие творить чудеса и совершать невозможное. Все чаще по телевидению показывают одаренных людей, обладающих экстрасенсорными способностями. Они могут не только угадывать и находить ответы на многие вопросы, но и открывают. Секреты известны только избранным. Очевидцы даже не знают, каким образом на это реагировать. Некоторые ясновидящие четко определяют причины, обстоятельства гибели многих людей и прочее. Они озвучивают такие детали, которые невозможно просто угадать. Скептики терпят полная фиаско в своем недоверии и предвзятости. Люди не задумываются над тем, что существуют иные уровни знаний, они открыты далеко не всем. И когда человек сталкивается с необъяснимыми явлениями, то находится в шоке. Тот, кто еще минуту назад высокомерно комментировал действия экстрасенса, торопится занять к нему очередь. Он хочет получить помощь в урегулировании проблем, которые сам не в состоянии разрешить. Когда же люди начнут любить и уважать друг друга? Скоро они поймут, как все устроено на Земле на самом деле. Но перед этим им придется пройти жесткую чистку не только в виде болезней, неизвестных ученым и врачам, но и других сюрпризов. Так работает космический закон справедливости. Если бы ясновидящие правильно применяли свой дар, помогали людям и творили только добро, то современное человечество было бы защищено от многих опасностей. Земляне сумели бы подняться на новый уровень духовного и физического развития. Ясновидение можно использовать по-разному. Незавидная судьба у тех, кто применяет свои силы, идя на поводу у собственных желаний и эмоций, Творец дал возможность людям жить в любви и доброте, творить прекрасное, помогать друг другу и поддерживать окружающих в трудную минуту. Если человек искренне верует в Бога, молит его об исполнении своего предназначения, то Создатель всегда ведет его вперед, защищает и подсказывает, как правильно действовать. В таком случае ни о чем беспокоиться. Поступая в соответствии с законами, с любовью относясь ко всем, эти люди пройдут любые испытания и окажутся на высоте. Божественные силы берегут их. К сожалению, люди не понимают, что творят, когда используют энергии в корыстных целях, ради личной выгоды, осуществления желаний или во вред кому-нибудь. Ясновидение, другие способности, даруются человеку для того, чтобы он выполнил свою миссию, отдавая себя людям и миру. Таково его высшее предназначение. Нострадамус, другие посланники служат ярким примером бескорыстной помощи народам Земли. Творец все дарит людям различным мирам. Он спасает, лечит, продляет жизнь землянам, уберегает планеты. Он делает все, чтобы народы жили счастливо. Так и люди, духовно поднявшись, могут творить настоящие чудеса и спасать землян, которые еще неопытны, не созрели для принятия высших знаний и таинств. Они нуждаются в помощи, поэтому Создатель посылает на Землю одаренных людей с особыми способностями. Когда они поймут, каким путем им надо идти, на Земле начнет укрепляться мир, и войны будут остановлены. Все вместе люди, по мере своих сил и возможностей, обращаясь к Богу каждый на своем языке, сумеют создать тот баланс высоких энергий, который позволит сохранить жизненный потенциал на нашей планете. Почему сейчас не удается этого сделать? Потому что люди не осознают серьезности и опасности своего положения, мало обращаются к Создателю, в действительности не стремятся накопить положительные энергии, часто расстраиваются и злятся. Помимо этого сейчас распространяются знания, которые заводят людей в тупик. Часть землян не понимают, что добровольно становятся жертвами манипуляций. Речь идет о колоссальном распространении магических знаний, НЛП различных методик, ориентированных на осуществление желаний людей. Никто не учитывает, что часто реализация задуманного может отвести человека от его истинного пути. Поэтому люди испокон веков молили Бога о том, чтобы у них было только то, что поможет их Душей реализоваться на Земле. Осуществление некоторых желаний может навредить другим людям, и тогда начинается чистка, идут уроки, месть, ненависть, зависть, желание обладать тем, чем владеют другие или стремления уподобятся кому-либо могут привести к роковым последствиям. В результате вместо положительных, божественных вибраций люди получают потенциал энергий темных сил, так земляне начинают разрушать самих себя, свое здоровье и жизнь. Когда человек начинает настраиваться на других людей с целью усиления собственной силы и энергии, применив при этом определенные методики, он наносит колоссальный вред. И в первую очередь, себе. На тонком плане разворачивается страшная картина. Энергетический донор, на которого настроился завистник, становится жертвой нападения. Таким образом, с ничего не подозревающего человека стягивают энергию, лишают его необходимого жизненного потенциала. Энергетический вампир за счет своей жертвы стремится пополнить собственный ресурс. Так работают темные силы. Если вы хотите обладать чем-то, чем владеют другие люди или хотите быть как они, то этого нужно достигать только честным трудом, работая над собой и творя добро, а не воруя чужие энергии и силы. Не забывайте, что за это с вас будет спрошено, так как это серьезное нарушение божественных законов. Творец и его посланники даруют энергии, ни у кого не забирают их, источники их силы, доброта, любовь, дарение радости другим, помощь людям и добрые дела. Высшей божественной энергии дает сам Создатель по молитвам и делам человека. И поэтому каждый посланник всегда честно своим трудом, молитвами и спасительными для людей делами увеличивает собственный потенциал. Бог дарует этим людям энергии, которых нигде и ни у кого на земле невозможно взять. Он защищает их особым образом, останавливает нападающих на них завистников, давая им уроки. Посланники используют свою силу и знания только во благо других людей, не желая чего-либо чужого и ни у кого не воруя потенциал, энергию или поле. Этот небольшой пример показывает, какой диссонанс создан сейчас на Земле, как нарушение божественных законов приводит к тому, что чистка усиливается. Хорошо, если люди задумаются над этим и, возможно, сделают для себя правильные выводы. Создатель каждому человеку при рождении подарил все необходимые энергии для жизни и дал заповеди, законы, позволяющие преумножить свою силу, долго и счастливо жить на Земле, накапливать энергии любви, силу жизни и другие. К сожалению, как показывает действительность, вместо божественного подхода люди начали воровать энергии друг у друга. Если вы на кого-то настроились определенным образом и тем самым сняли с человека энергии, то кто-то другой впоследствии обязательно снимет ваши. Так начинается цепная реакция и справедливая чистка. Это замкнутый круг, нарушив божественное равновесие другого человека, вы открываете темным силам проход к собственной энергетике. И они, как чистильщики, обязаны вам преподать урок. Хорошо, если люди это, поймут и обратятся к Богу. Оставшись без его высшей защиты, они окажутся бессильными перед атаками темных сущностей. И как итог, впереди будут болезни, разлад в семье, потери друзей и масса, неожиданных неприятностей, Бог не создает для людей эту реальность, и они формируют ее сами своим земным подходом и желаниями. Подобных примеров, когда человек, не задумываясь, отходит от своего истинного пути и начинает неосознанно вредить людям, природе или параллельным мирам, можно привести немало. Из-за своей, недальновидности или по злому умыслу такие земляне ускоряют процессы накопления и концентрации разрушительных энергий. А поскольку все в мире взаимосвязано, снижение энергий даже одного, человека влияет на общий потенциал современной цивилизации. В действительности, для того, чтобы быть здоровым и жить счастливо, нужно совсем немного, любить Бога, людей, помогать им быть добрым и не позволять себе переходить черту, за которой начинается расплата за сотворенное зло. У каждого человека своя судьба. Все люди на нашей планете уникальны и имеют свой неповторимый опыт на Земле и в других мирах. При этом существует тайная сила, удивительный потенциал, который в любой момент сближает всех землян. Это Бог, благодаря ему люди способны любить, чувствовать, творить добро, приумножать красоту и счастье. В этом есть предназначение человека, призванного проявлять только самые лучшие стороны своей личности. Идя своим неповторимым путем, он способен очень высоко подняться в этой жизни и с помощью Создателя преодолеть любые препятствия. Так достигается наивысшая точка земного воплощения, только своим честным трудом и любовью с открытой, чистой душой, дарующей окружающим истину и доброту. Люди мало задумываются о главном, о том, как необходимо жить человеку, каким должно быть его духовное бытие, отношение к ближним, ведь у каждого непростой путь. Земляне часто недовольны своей жизнью, кризисом, болезнями и так далее, им хотелось бы иметь сказочные условия и обстоятельства, больше комфорта, условий, свобод и многочисленных благ. И когда они этого не получают, то перестают ценить жизнь, дарованную Богом, готовы предъявить серьезные претензии. Дорогие люди, не кажется ли вам, что кто-то другой, а не вы расставили акценты на том, какой должна быть современная жизнь, и многие стремятся соответствовать навязанным стандартам. Задумайтесь над тем, что земные блага, богатства и прочие материальные ценности являются ложным ориентиром, они не приносят людям истинного счастья. Человеческая душа стремится совершенно к другому, и все материальное всего лишь средство для существования физического тела. Человеку не так много и надо для того, чтобы поддерживать себя в активном состоянии и быть здоровым. Уходя в другой мир после смерти физического тела, душа не забирает с собой ничего из земного, только свой опыт и духовные наработки. Это тот потенциал тонких энергий, который был накоплен за земную жизнь, положительный или разрушительный. Душа имеет энергетику своих дел, мыслей и слов, это тот багаж, который остается в ее вечном досье. Это как чистый лист бумаги, заполняемый в вечности, ничего нельзя переписать, только, если Бог предоставит такую возможность, отработать в следующей жизни и пройти жесткие испытания, гораздо серьезнее, чем в данном воплощении. Коронавирус, это один из механизмов, позволяющих людям остановиться и задуматься о своем бытие. Каждому человеку давалась возможность творить только добро. Успели ли вы совершить главное на земле в отведенное вам свыше время? Это важный вопрос для любого человека, живущего на земле. Я хочу рассказать вам о своей жизни и о жизни людей моего поколения, всей нашей страны. И если кому-то кажется, что сейчас наступают самые трудные времена, то это не так. Все еще впереди. Важно, что, несмотря на тяжелые условия, войну, в самые сложные моменты люди не отчаивались. Они просили Создателя, надеялись, верили и при этом оставались настоящими людьми. Их ничто не могло сломить, они получали необыкновенную силу от Бога, поэтому миллионы россиян, следующее поколение получили жизнь и сейчас продолжают историю своего рода, война застала нашу семью в Ленинграде. Когда немцы начали бомбить Тихонова, начались страшные пожары, все горело, из-за черного дыма люди буквально задыхались. После массированных, бомбежек, жизнь резко изменилась, люди теряли близких свой кров. Моего отца отозвали в спецвойска, и нам пришлось уехать. Чудом мы остались живы. Мать увезла нас, малых детей, на свою родину, в Воронежскую область. Немцы тогда буквально шли по пятам. Нам пришлось увидеть разрушенные города, мосты, станции, гибель огромного числа людей. Не передать словами, что ты чувствуешь, когда на твоих глазах человеку снарядом отрывают руки, ноги, как за мгновение погибает человек, с которым ты только что был рядом и который еще секунду назад разговаривал с тобой. Мы видели, как бомбили составы, как был уничтожен поезд, на котором мы прибыли. Бог чудесным образом берег и спасал нас. Жизнь в оккупации была непростой, деревня почти полностью разрушена, людей осталось мало, а фашисты зверствовали. Они отбирали последнее и, не задумываясь, расстреливали женщин, детей, стариков. Мы жили в яме примерно 2 на 2 метра, она была глубиной всего 1 метр. Осенью, зимой было очень холодно, крыша была из соломы, ветер, дождь насквозь проникали в наше незамысловатое убежище. Кушать было нечего, воды поблизости тоже не было. В общем выживали чудом. Летом ели крапиву, траву, хлеба вообще не видели, как и другой обычной пищи. Кругом были только убийства и немецкая речь. В живых мы остались только потому, что просили Бога и надеялись на него, молились за спасение людей и остановку врага, за спасение наших жизней. И как бы ни было трудно, он никогда не оставлял в беде, даже после окончания войны жизнь нельзя было назвать легкой. Вплоть до 1950 года магазинов не было. Только одна лавка, да и та всегда пустая, колхозники работали от зари до зари, трудоднее всех было много, но денег не платили, народ очень тяжело жил. Все это было словно вчера. Люди трудились из последних сил, они буквально выживали, но смогли поднять страну. Они отстроили города, создали новые производства. Науки создателя раскрывались необычно, они безграничны, и когда пришло время и мне дали разрешение свыше, я начал лечить и передавать эти знания людям. Вы уже знаете о том, что с помощью Творца можно лечить любые болезни, продлевать жизнь, убирать несчастье и катастрофы. Пациентов было много, мне пришлось столкнуться с горем и несчастьем людей, каждый ждал помощи. Для того чтобы как можно больше людей было излечено, с помощью наук создателя я стал создавать приборы, использовал их при лечении различных болезней, снимал радиацию, так были спасены жизни людей, которые пострадали, от аварий на Чернобыльской АЭС и во многих других чрезвычайных ситуациях. Эти приборы лечат рак, спид, различные другие болезни. Для того чтобы люди могли постичь истину, найти уникальный путь к Богу и своей высшей реализации, с разрешения Творца я начал создавать книги. По ясновидению меня предупредили, что люди стремительно приближаются к опасной черте, тотальному контролю, зомбированию и гибели. У России немало врагов, которые хотят истребить народа нашей страны. Было понятно, что люди не успевают осознать истинный смысл происходящих событий, поэтому в будущем они не смогут предотвратить несчастье и свою смерть. Творец дал мне возможность раскрыть людям правду, пояснить как работают энергии светлых и темных сил. У огромного числа людей появилась возможность с помощью Бога и своего правильного подхода отрегулировать сложные проблемы, возникшие в их жизни. Люди стали молиться, копить энергии, поняли как через книги идет лечение. Это особая тема. Творец разрешил мне раскрыть землянам как работают представители высших цивилизаций, какими энергиями и приборами для лечения людей они владеют. Читатели, которые молились Создателю, получали уникальное лечение, помощники Творца включали инопланетную аппаратуру. И благодаря своей высокой вере в Бога люди исцелялись. Помимо этого были раскрыты секреты древних земных цивилизаций, миссия и работы удивительных людей. Аппаратура, созданная в те далекие времена, работает до сих пор. Эти приборы также активируются, если человек обращается к Богу. Таким образом, создается особое поле, объединяются энергии аппаратов различных древних цивилизаций, а также включаются современные космические приборы, и земляне искренне верующие в Создателя, получают необычное лечение и помощь. Подобная аппаратура работает на расстоянии и активируется с разрешения Творца. С помощью этих приборов по молитвам землян было предотвращено большое количество катастроф, терактов, остановлены военные действия в разных странах. Эта божественная помощь кажется незаметной, но без нее мир уже погрузился бы в хаос. Сотни тысяч людей были спасены чудесным образом, так их уберегал Вседержитель. В моих книгах шаг за шагом я раскрывал людям таинство знаний, которые спасут мир, это произойдет, если земляне поймут, куда их ведет Творец. Новые науки уже помогли многим людям, открыли им возможность с помощью Создателя регулировать сложнейшие вопросы, иконы, любые формулы, заговоры, иллюстрации и фотографии в книгах обладают особыми видами энергий, которые благотворно влияют на человека и усиливают его божественное поле. Пациенты с высокой верой в Творца, попав на лечение ко мне, получали исцеление, потому что искренне молились, а при чтении они в дополнение к этому получали особый заряд и усиливали константу своих энергий. Также я создавал аппаратуру, которая сейчас успешно применяется в различных сферах. С ее помощью предотвращаются природные катаклизмы, различные несчастья, Третья мировая война и так далее. Эти приборы имеют тысячи функций, те пациенты, которые испробовали их действия на себе, избавились от многих болезней, мучивших их долгие годы. В книге Божественные науки. Тайные ключи жизни. Часть 1 мне было свыше разрешено раскрыть секреты лечения инсульта и некоторых других заболеваний. Это было сделано для того, чтобы предотвратить массовую гибель людей из-за микроволнового, ультразвукового, зомбирующего и иного воздействия на землян. Я понимал, что разрушительное воздействие на людей усиливается, и с помощью только обычных земных знаний их не спасти. Люди, которые с высокой верой молятся Богу, уже получили соответствующее лечение и энергетику, защищающую от инфарктов и инсультов. Те, кто уже пережил такие несчастья, благодаря помощи создателей книги, созданной с его разрешения, имеют особый силовой потенциал для восстановления своего здоровья. Эта помощь оказалась необходимой огромному числу людей. Однако не все так однозначно. Несколько лет назад оборотни в погонах требовали от меня, чтобы я перестал писать книги и заниматься лечением людей. Они грозились, что закроют мои сайты и запретят мне доносить до людей правду. Они пытались обвинить меня в экстремизме, но эти обвинения ложные. Я стремлюсь уберечь людей от беды, довожу до них ту информацию свыше, которую необходимо передать для того, чтобы они были спасены. Несмотря на угрозы я продолжил писать книги, за это время их было создано немало, и вы уже смогли их прочитать. Истина превыше всего, в этих изданиях содержится важная информация, я знаю, что люди воспользуются ею в будущем, и она очень поможет им, уже сейчас знания из этих книг помогают землянам справиться с болезнями и сложными ситуациями. Жаль, что не все люди понимают, что информация дается им Богом заранее, и благодаря этому они могут избежать неверных шагов, негативных последствий и тяжелых несчастей. В свое время я описывал, как лечил генерала Романова, и уже на первом сеансе были удивительные результаты, но, к сожалению, меня не поняли люди, находившиеся в то время у власти. Если бы они дали мне возможность долечить его с помощью божественных наук, то его здоровье было бы полностью восстановлено. Однако этого не произошло. Некоторые лица боялись, что Романов заговорит. Я многое предсказывал, стремился уберечь людей от различных несчастей. Так, например, я предупреждал руководство, комиссара города Перми о том, что Пермский полк может погибнуть в Чечне, что этого можно избежать, если задержать выезд полка всего на два дня. Очень жаль, что к информации, данные свыше не прислушались. Тогда мне ответили приказ есть приказ, люди были посланы на верную смерть, почти весь Пермский полк погиб. Можно привести массу подобных примеров. Однако среди них есть и другие случаи, когда люди прислушивались ко мне и делали то, что было необходимо для их спасения. Так были сохранены жизни, многих российских офицеров и солдат, воевавших в Чечне и других горячих точках, предотвращены теракты и некоторые авиакатастрофы. Я всегда радуюсь и благодарю Бога за то, что удалось спасти жизни людям. К сожалению, и сейчас многие далеки от понимания серьезности ситуации, которая сложилась в нашей стране и в целом на планете. Мне не раз доводилось слышать высказывания о том, что не нужно писать книги и делать приборы, это никому уже не интересно. И поэтому мне свыше сказали дать перерыв людям, не публиковать новые материалы и не раскрывать следующие знания. Оказалось, что в период чистки и новых испытаний многие не готовы к тем ситуациям, которые сами создали. Люди не могут разрешить проблемы, связанные с коронавирусом, им сложно в этих условиях сохранить здоровье и спокойствие. Хотя некоторые и были о себе высокого мнения, переоценив себя, они во многих ситуациях оказались беспомощны. Не хватило знаний, силы и энергий. Так нужны людям новые приборы и науки, или нет, время движется вперед, принося с собой новые реалии, а люди начинают мгновенно отставать и уже не справляются с наступившей действительностью. Если бы россияне и представители других стран серьезно относились к информации, идущей через божественных людей, то у них было бы меньше несчастья и болезней. Думаю, когда-нибудь они разберутся и в этом вопросе. О коронавирусе. Коронавирус обнажил большое количество проблем в отечественной медицине. Коснусь только некоторых из них. Оказалось, что в малых городах и поселках нет медучреждений, в которых людям. Могли бы оказать достойную квалифицированную помощь, нет специалистов, в глубинке не работают фельдшерские пункты и так далее. Люди беспомощны и растеряны. Долгое время на это не обращалось должного внимания, система помощи населению постепенно разваливалась на протяжении многих лет. Сейчас супермедицина есть, только в отдельных городах страны, значительная часть россиян может оказаться в труднейшем положении, и скоро эта проблема встанет особенно остро. Помимо этого у людей все чаще возникает вопрос, почему россияне вынуждены всем миром собирать деньги на лечение и спасать несчастных больных детей. Каждый день по телевидению вы слышите, помогите, спасите ребенка, необходимо приобрести дорогостоящие лекарства, которых нет в нашей стране или срочно провести операцию, и это возможно только за границей. А где же российская медицина? Для того, чтобы ребенок выжил, родители вынуждены просить подаяния. Разве за такую жизнь воевали и гибли ваши деды и прадеды, неужели в нашей стране нет талантливых людей, которые могли бы разрешить эти проблемы? Конечно же, гении есть, но они не имеют возможности применить свои силы для того, чтобы создать технологии, которые станут передовыми во всем мире. Если вы хотите изменить эту ситуацию к лучшему, просите Бога об этом, молитесь, чтобы талантливые врачи и ученые смогли выполнить свое предназначение и притворили в жизнь то, что поручил им Создатель. Это особенно важно сейчас, когда земляне и мир находятся в опасности. Речь идет об особом биоэнергетическом ударе, направленном против людей, коронавирус, это новый вид болезни от темных сил, о нем предупреждалось заблаговременно. Несколько лет назад в книгах я писал о том, что люди столкнутся с этой бедой, новый вид болезни будет неизвестным специалистам, хотя симптоматика будет схожа с другими известными заболеваниями. Эта информация была проигнорирована, и сейчас беда нагрянула неожиданно для многих. Эта новая болезнь имеет 72 симптома и может вызывать 55 заболеваний. На сегодняшний день ученые и врачи не знают истинных причин и последствий этого вируса. Он будет иметь четыре волны, и если, люди не начнут всерьез молиться Богу, то сначала погибнет 8 миллионов. Это очередной этап чистки, я уже предупреждал о том, сколько человек пострадает и лишится жизни в Москве, Санкт-Петербурге, Перми, других городах в результате чистки. Эти испытания уже начались, нужно только вникнуть в суть происходящего. Далее земляне столкнутся с другим вирусом, он будет более опасным и коварным, человечество понесет большие потери. И впереди не только новые болезни. Природа и все стихии проявят себя, неожиданно и покажут свою истинную силу перед человеком. Люди долгое время не обращали должного внимания на планету, животных и окружающие миры, и сейчас многое начнет вставать на свои места. Земляне очень скоро поймут, что они не властны над планетой и ее тайными силами. Сейчас человечество столкнулось с необычной болезнью, с энергетической опасностью на тонком и физическом уровнях, и люди не могут ей противостоять. Безусловно, без помощи Бога, высоких энергий и специальных знаний им не справятся с этой проблемой. Подобные ситуации возникали на Земле и раньше. В свое время гиперборея столкнулась с аналогичным несчастьем. Это было заболевание, напоминающее коронавирус, оно имело массу схожих симптомов. С каждой новой волной заболевания смертность людей возрастала. Когда гиперборейцы поняли, что столкнулись с неизвестной им болезнью, посланной темными силами, они начали молить Бога о помощи. Творец подсказал им, как победить заболевание и спастись, с его помощью они создали лекарство и прибор, который энергетически побеждал этот вирус. С разрешения Создателя хочу показать вам этот прибор. На рисунке представлены схемы, описание аппарата, а также формулы, нейтрализующие вирус и восстанавливающие клетку. Гиперборейцам было объявлено о том, что нужно молить Бога о прощении грехов, защите и исцелении. Ученые, создавшие новый аппарат, также молились Создателю, им удалось помочь населению. Болезнь была побеждена, и человечество выжило, надолго забыв об этой. Так и сейчас, если земляне начнут молиться Вседержителю, с его разрешения будет создан прибор, который лечит коронавирус, другие новые и известные болезни. Этот инструмент будет лечить на расстоянии. Не играет роли, на каком языке вы обращаетесь к Богу, если ваша молитва искренна, и вы стремитесь творить добро, то аппаратура будет включена для помощи. По вашей вере вам и будет. Надеюсь, что на этот раз люди более ответственно подойдут к своей жизни, здоровью и будущему. Все зависит от вас, вашей веры в Бога и поведение. Пермикий. Просите Бога о том, чтобы этот прибор был изготовлен в Перми или в России, он будет лечить не только коронавирусные заболевания, но и рак, больных онкологией в Пермском края очень много. Все в ваших руках, придет время, не сразу, но люди поймут, как им надо жить, и тогда такие тяжелые заболевания будут побеждены. Мне удалось вылечить немало людей, которые болели раком, и они живут уже более 20-30 лет, забыв о болезни. Истина им была пояснена, а причины несчастья убраны. Так, повернувшись к Создателю, они получили в дар от него здоровье и счастливые годы. Если вы делаете один шаг навстречу к Богу, то он к вам 10. Он всегда рядом с вами защитит, поддержит и окажет вам необходимую помощь. Главное, чтобы и вы были добрыми, любили людей и мир, подаренный вам. С уважением, Александр Георгиевич Бакаев, отрывок из книги «Гибель цивилизации» или «Рывок человечества вперед». Часть 1. Трансформация человеческого сознания, как изменить судьбу и отойти от гибели. Каждый день люди видят, как стремительно меняются события. Жизнь усложняется, современные реалии невозможно сравнить с тем, что происходило 10, 20 и более лет назад. Негативных моментов становится все больше. Земляне не заметили, как сами усложнили свой путь. Сегодняшняя реальность – результат межличностных, коллективных, международных взаимоотношений. Напряженность в мире растет, недовольство людей очевидно. Каково же закономерное развитие событий, куда движется цивилизация, впереди – войны различного характера, межнациональные конфликты, массовые выступления, погромы и Третья мировая война. Вот к чему человечество приблизилось вплотную. Отсутствие необходимых знаний и новых наук сыграло свою роковую роль. История и особенности появления людей на Земле были намеренно скрыты от человечества. Народам неизвестно истинное развитие цивилизации на нашей планете, информация искажена, и земляне не владеют важнейшими знаниями. Многое было сделано для того, чтобы люди были уверены в своем происхождении от обезьян, думали, что это их настоящие предки, а человек является наивысшей ступенью развития всех биологических форм. Таким образом, людям нет смысла эволюционировать, так как они уже достигли своего предела. На самом деле все далеко не так, считать себя производным от обезьяны – величайшее заблуждение. Это умозаключение, далекое от истины и мудрости, занижает ценность человеческой личности, души, ее призвание и предназначение, ставит человека на один уровень с животными. Это делалось лишь для того, чтобы людьми было легче управлять как животными бездумными и слепо подчиняющимися воле пастуха, который манипулирует их сознанием. Куда ведут таких животных? На бойню. Я просил Бога о том, чтобы мне дали пояснить в этом материале о других жизнях людей, о том, как они живут в особых местах на Земле и на других планетах. Мне было показано, как появились люди, кто их сотворил, как они развиваются, какими знаниями владеют и какова продолжительность их жизни. Рассказали для чего трудятся гении, которые могут жить несколько сот и более лет. Науки, открытые им свыше бесконечно развиваются. Новые знания доступны всем, кто несет добро в мир. Часть правителей на Земле отвергли такой путь, и в результате люди остались в неведении, отошли от истины. Они далеки от тех знаний, которыми владели их настоящие предки, обладавшие высокой духовностью и мудростью. Люди, вам дана возможность сделать вывод и осуществить жизненно важный выбор, осознать, кто вы, с кем вы и куда движетесь. Вы можете вникнуть в суть происходящих событий, понять, чего не хватает человечеству, почему люди так много болеют и мало живут. Разрушительные процессы охватили всю Землю. Темные силы запустили в реализацию на нашей планете самый смертоносный проект, и люди, идущие у них на поводу, успешно в нем участвуют. Впереди массовое сокращение численности населения планеты. Никто не будет разбираться в причинах этого глобального процесса. Болезни, неожиданные катастрофы и другие несчастья коснутся многих стран мира. Каждая семья будет в одиночку переживать свое горе. Не стоит забывать и о том, что угроза ядерной катастрофы так же реальна, как и Третья мировая война. Однако при всей сложности ситуации такой вариант, навязанный человечеству темными силами, не является единственным. У современной цивилизации есть альтернативная перспектива, но она будет открыта только в том случае, если земляне повернутся к Богу и добру. Неумение прощать друг друга, нежелание жить в мире и согласие со всеми, отсутствие любви и дружбы между людьми привели к отрицательному результату. Современная цивилизация, ее руководители избрали ложные цели. Они не стремились к созданию гармоничного общества, достижению мира, согласия между народами и к духовному единению людей, ориентировались на получение материального, земного благополучия, ставили задачу повысить уровень жизни. В итоге человек отдалился от Бога, природы, истины и начал катастрофически быстро терять здоровье и силы. Он утратил знания предков, которые позволяли человеку быть единым с Творцом и всеми мирами. С их помощью люди умели восстанавливать и исцелять себя, они использовали божественную силу и особые тайные науки. В конечном итоге человечество получило медицину, которая может произвести сложнейшие операции по удалению органов, постановке высокотехнологичных протезов, шунтов и так далее. Однако при этом современная медицина не способна возродить, обновить ткани или вырастить органы человека, восстановить первозданное здоровье и настроить четкую работу всего организма. Это особая тема. Несмотря на то, что якобы уровень жизни современных людей растет, у них появились автомобили, жилье, но счастья нет. Современная жизнь несет массу, угроз, взрывы газа в домах, автомобильные аварии, крушение самолетов, множество техногенных катастроф, болезней, постоянные стрессы, и при всем этом вы хотите быть здоровыми. Без единства энергий, свободного мышления, без божественной любви невозможно быть счастливым, цельным, здоровым, творящим человеком. Давайте посмотрим, какая информация заложена в современных людях, в их энергетике, ДНК, в биохимической системе их тел. Зная эту информацию, вы сможете понять, почему в вашей жизни происходят те или иные события, почему именно так складывается ваша судьба. Хотя при просьбе к Богу ее можно было бы изменить и пойти более серьезным, сложным, но интересным путем, принося людям колоссальную помощь. Биохимическая таблица тела человека, расшифровка, вариативность, особенности тела человека, его строение, наследственность, изменения в структуре ткани и другие. 1. АРП особенности тела, вызванные такими причинами, как амбициозность, земные цели, построение земного счастья и собственного благополучия, часто в ущерб другим. Отсутствие помощи людям и ориентация на достижение земных иллюзорных целей, материальных благ. 2. СБТ особенности тела, вызванные деформацией, поле, измененного из-за четкой ориентации только на себя. Тотальный эгоизм, построение жизни в угоду себе, приспособленчество, уход от выполнения своих обязанностей, эксплуатация других людей, обман. 3. ЭТР, особенности тела, вызванные деформацией полевых структур в результате неправильного отношения к людям. Человек привык брать, а не отдавать, получать от других то, что мог бы создать или сделать сам. Нет искренности, открытости. Недоверие к людям, зависть, замкнутость, духовное одиночество. 4. Ход, патологические изменения в теле, вызванные блокировкой важнейших созидательных энергий, идущих от Творца. Человек сам отвернулся от Бога, не принял божественной воли в отношении себя, а также испытаний и уроков, которые были даны свыше с целью развития его души. 5. ДТР изменения, вызванные разрушительной программой темных сил, которая работает над телом, даже здоровым. Полное неприятие условий, в которые человек поставлен свыше. Отказ от прохождения испытаний и выполнения своей миссии. Мгновенное решение, неверие в Бога, отход от Него, отказ от своего Креста. Свыше с человека снимают все энергии. 6. СБН изменения в теле, вызванные нестабильными энергиями человека. Причины, сомнения в Боге, в себе, в своем божественном предназначении и пути. То верю, то не верю, это неправильный подход. Такие люди не нужны ни Богу, ни темным силам. Жизнь дана для того, чтобы люди стали цельными, целеустремленными, никого и ничего не боялись, шли до конца с верой в Бога и преодолевали любые препятствия на своем пути. Сомневающийся человек, колеблющийся в своей вере, не способен дойти до конца и выполнить свое высшее предназначение. Ответственный момент он может отказаться от своей стези и в решающий миг, когда остался один шаг, не совершит его, тем самым перечеркнув все, что им было до этого достигнуто. Не имея необходимого результата, недовыполнив поставленные задачи, он может усложнить работу и жизнь другим людям. Если вы пошли своим особым путем, идите до конца, просите Бога и ничего не бойтесь. Таково высшее призвание человека. 7. Р. Восстановление здоровья, выход из любых болезней, выход из небытия, возврат грешников к Богу, исправление ошибок и грехов, восстановление взаимопонимания с людьми, выполнение своей миссии, отработка собственных грехов, прохождение всех уроков и любых испытаний с Богом, воссоединение со своей душой, возврат к Богу, стагнация, уровень энергетического застоя, снижение общего потенциала людей, энергетическая номинанта человека, его суть, доминирующие черты характера влияют на здоровье и состояние тела. Энергетический застоев людей ведет к замедлению и остановке не только их эволюции, но и всей цивилизации, блокированию развития земных наук и научных открытий от Бога. 1. Берий, злоба, обида, вспыльчивость, мстительность и так далее. Эти энергии на 60% снижают продолжительность жизни человека. 2. Гаджи, жадность, алчность, хитрость, ложь, алкоголь и так далее. 3. Терий, потери любви, отсутствие божественных чувств. 4. Кромный человек находится во власти темных сил, связь с Творцом утрачена. Ни во что не верит, Бога не просит. 5. Стин, развоплощение души. 6. Орди, остановка в развитии, нерешительность, страх, боязнь брать на себя ответственность, колебания, сомнения в принятии решений, безверия. 7. Атоний, покаяние, всепрощение, адекватный самоанализ с обращением к Богу. Исправление существующей ситуации. Повышение уровня жизненной силы и энергии. Гравитерция, показатель, определяющий, насколько человек затормозил себя в развитии. Гравитяжесть, терция, отклонение от начального пути. Фон руда, универсальный состав крови, тип строения клеток крови и другие. Течение крови создает магнитное колебание биополя человека. От состава и энергии крови зависит частота и сила этих колебаний, сила поля, полей человека, биостат, здоровье человека, его долголетие, сила жизненной энергии. Симполе, степень взаимосвязи человека с Богом, окружающим миром, природой, идиллия, гармоничное сосуществование, слияние и единение. Симполе также показывает степень нарушения гармонии, полное ее отсутствие. Наличие особой памяти о главенстве божественного единения во всем во Вселенной. Аратан, система прохода человека вперед. Продвижение, торможение или полная остановка, эста. Итак, люди на Земле имеют энергетические, биологические, патологические и иные особенности, которые напрямую связаны с их поведением, характером и целями. Энергетика человека зависит от его духовности. Даже в немощном теле может быть необычная сила, особый духовный потенциал. И наоборот, в здоровом с виду человеке может быть разрушительная энергия, ведущая к смерти, или полное отсутствие силы и слабость воли. Для чего человеку даются испытания, тяжелые события в жизни и болезни. Все индивидуально. Может работать родовая программа или коды уничтожения. Человеку могут дать остановку свыше из-за неверного поведения, в некоторых случаях он страдает из-за воздействия темных сил, работающих через других людей, колдунов, чернокнижников и так далее они наносят вред, разрушают здоровье и жизнь. Часто людям через болезни или тяжелые события даются испытания от Вседержителя для дальнейшего духовного восхождения. Они проходят испытания на веру и полное принятие Божественной воли в отношении себя. Ярчайший пример этому Иисус Христос, Он прошел тяжелый путь предательства, клевету, гонения, распятия, издевательства и мученические страдания на кресте. Это были самые сложные испытания. От Него всегда шло только добро, Он открывал людям знания и дарил исцеление. Но в ответ они поступили с Ним крайне жестоко. Иисус Христос с огромной верой преодолел все препятствия, прошел все свои испытания и простил людей, Он всегда молился за них Богу Отцу. Будучи в человеческом теле, Он чувствовал очень сильную боль, но не озлобился, не возненавидел кого-либо. Он своим примером показал, насколько людям нужно быть добрыми, как надо уметь прощать, чтобы не уподобиться злу. Только в прощении и в вере в Бога истинное спасение. Такова была воля Творца и таковы были испытания Иисуса Христа. Пройдя их от начала до конца, Он стал человеком Богом. Несмотря на страдания, Он остался добр и милосерден по отношению к людям, Он любил их как Создатель. Смотря на тех, кто издевался над Ним, распятым на кресте, Он молил Творца простить этих людей. Так вся цивилизация получила главный урок, смысл которого еще не разгадан до конца. Иисус Христос ни разу не предал Бога и не искал путей, как избежать испытаний. Он честно проходил все, что было неспослано ему свыше. Гонения, скитания, обучение людей, исцеление больных, воскрешение Лазаря, все требовало колоссальных энергетических затрат. Зная будущее событие, Он смело двигался вперед и проходил все испытания как от темных сил, так и от Бога. Люди, которые сумеют преодолеть себя, свои слабости, пройдут свои испытания до конца и останутся при этом добрыми, простыми всем все простят и будут верны Создателю, сумеют перейти на следующую ступень своего духовного, вечного развития. Иисус Христос показал людям, насколько можно быть милосердным и любить всех. Так человек может понять, кто такие люди Боги, и какими нужно быть, чтобы приблизиться к их уровню. Биалхимическая таблица Люди-Боги Расшифровка Люди-Боги живут тысячи лет. Они имеют совершенно иные виды энергий, полей, способности и возможности, обладают уникальными знаниями. Они имели удивительное воплощение и на протяжении всего времени своего существования изучали жизнь, различные миры и осваивали науки, как помогать людям и представителям многочисленных миров. Они контактируют с теми землянами, которые несут добро и нацелены на помощь другим людям. Их уникальные особенности отражены в таблице, часть этой информации будет для вас раскрыта. Полярная символярность, особая тонкоэнергетическая система, находящаяся за пределами человеческого поля, это сверхполя, которое определяет возможности людей-богов, их развитие ничем не ограничено и бесконечно во времени. Энд, ключ входа в поле божественных биалхимических преобразований во времени. Трансформация идет поэтапно и строго индивидуально. Главное в этом процессе, наличие энергии любви. Именно с их помощью идут все изменения и происходит запуск особой энергетической системы любви. Это любовь-мудрость, 1, тириллий, да запитка новыми энергетическими системами. Увеличение потенциала на 70%, 2, ковидий, усиливает поле, 3, квантум, да запитка особыми энергиями на квантовом уровне. Качественное изменение квантового поля тела, 4, дирий, создание нового поля, убирается все лишнее, 5, трули, переход в другое качество, 6, анди, исцеление и продление жизни, 7, холентум, особая стадийность, переход на очень длинную жизнь, 8, дарий, новый временный отсчет, в равно, 9, горемус, формирование огненного тела, 10, лакунтий, всевременное лечение, 11, гротекс, открытие Святой Троицы, 12, слантий, управление всем. Люди-боги наделены особой, сложной миссией. Они спасают человечество, развивают новые науки на разных планетах, аннулируют катастрофы, если люди об этом молят Создателя. Они защищают планеты, цивилизации, контролируют космическое пространство. И на Земле, и в других галактиках они трудятся для сохранения жизни и помощи Вседержителю. На нашей планете они спасли много народов, защитили их от темных сил и уничтожения. В своем большинстве люди-боги были обычными землянами, которые имели колоссальную веру в Творца. Они были добры и ко всем относились с огромной любовью, благодарили за подаренную жизнь и возможность помогать людям. С каждым воплощением они поднимались выше, то есть становились еще добрее, милосерднее. Они научились жить в энергиях всепрощения и Божественной творящей любви. Поэтому Вседержитель открывал им новые знания, тайные науки и ставил перед ними все более сложные задачи. Они проходили тяжелейшие испытания, болезни, несчастья, предательства, в некоторых жизнях они погибали от рук убийц, но не предавали Создателя. Так эти люди становились людьми-богами. И сейчас у современных землян есть шанс не уйти в чистку, а повернуться к Богу, начать молиться и помогать людям. Эти земляне смогут встать на правильный путь и продолжить свою эволюцию. Если человек понял свое истинное предназначение и начал исправлять ситуацию, он также с любовью к Создателю и всем окружающим может достигнуть высот и начать путь восхождения, который способен довести его до уровня трансформации в людей-богов. Так неожиданно у человечества Земли может измениться судьба, и на нашей планете наступит Золотой век. Все зависит от ваших целей, веры в Создателя, принятых решений и действий. Только Божественная Любовь и Доброта способны изменить мир и всю цивилизацию. Вседержитель творит чудеса, главное, чтобы люди захотели сохранить мир, дружбу, взаимопонимание и жили в согласии друг с другом. Тогда никакие несчастья и болезни не смогут помешать им выжить и исполнить свое высшее предназначение. О коронавирусе. Коронавирус известен давно. Этому вирусу сотни тысяч лет, он есть, на других планетах, однако земные ученые вмешались в его структуру, они внесли изменения в его геном, и это имело определенные последствия. Так, например, была видоизменена система энергетических элементов, внедрен, ген быстрого роста и размножения, этот ген искусственного происхождения, поскольку вирус быстро размножается и каждое новое поколение мутирует, изменения позволяют ему быстро приспосабливаться к новым условиям. Цель мутации – стать сильнее. В одной из программ мутации заложено, быстрое проникновение в клетку человека и его энергетические системы. Встраиваясь в геном человека, коронавирус частично перепрограммирует его. Он дает информацию о том, что вирус становится постоянным спутником человека, его частью. Взламывается энергетическая система распознавания свой-чужой. Это внедрение сравнимо с клещом, который по своей сути такой же вредитель, чистильщик от темных сил. Он впрыскивает в тело человека яд и обезболивает место укуса, поэтому люди не чувствуют, как клещ впивается, он внедряется незаметно для них. Так и, коронавирус незаметно проникает в организм. И только после того, как он внедрился, размножился и уже поразил часть органа, появляются симптомы болезни. Коронавирус проникает во все органы и ткани, в кровеносную, кроветворную, лимфатическую, костную систему, ЦНС и так далее он попадает в спинномозговую жидкость, через дыхательные пути с током крови он проникает в сердце и так далее. Оставаясь в них, он поражает органы-мишени, которые энергетически ослаблены. Это могут быть легкие, сердце, головной мозг, почки, печень и другие. Часто ухудшается обоняние, а также зрение, слух и так далее. Коронавирус оседает в тканях любого типа и вида, например, в сердце, он может поражать стенки сосудов, клапаны, ткани сердца и вызывает там, воспаление, коронавирус разрушает печень и поэтому возникает, сильнейшая интоксикация, стойкого стабильного иммунитета к нему у большинства людей не, вырабатывается, потому что он постоянно мутирует. Не все тесты способны, выявить наличие вируса, его можно определить только с помощью полного, лабораторного анализа, часто исходя из картины значительного поражения, больного органа. Коронавирус способен маскироваться. Опасность его в том, что он проникает в структуру ДНК человека. Для людей это может иметь тяжелые последствия, так как нарушается энергетический баланс всего организма. ДНК человека находится под специальным кодом защиты. Однако, когда люди отходят от Бога, ДНК оказывается частично раскрыта для вмешательства, так как защита не работает или ДНК не обновляется. Взломав код ДНК человека, темные силы начинают им управлять. Коронавирус – это программа темных сил, программа чистки людей. Она, работает на уничтожение части человечества. Если объяснять на простом уровне, то коронавирус создан из материнской виртуальной клетки, которая имеет свое назначение и программу. Строение коронавируса на тонком и физическом уровнях имеет особенности. Вирус состоит, 1, из тела, в котором находится ядро-носитель. РНК, в нем зашифрована программа и жизненный потенциал вируса, 2, дополнительный энергетический генератор, 3, модуль управления вирусом. В РНК вируса есть потаенный блок, резерв информации, в нем, содержится сведения о том, сколько проживет вирус, какое количество, модификации он может дать, его слабые и сильные стороны. При, необходимости эта программа темных сил может быть направлена на, поражение животных, рыб, птиц, человека, а также растений, это репетиция, темных сил перед мегавирусом, реабилитация, восстановление, человека и животных после, коронавируса сложна и длительно, заболевание ведет к сокращению срока, жизни иногда стремительно. Сейчас вы можете ознакомиться, с, энергетической системой и потенциалом коронавируса. Они отражены в, таблице, биохимическая таблица, коронавируса, люди, которые будут просить Бога, сумеют расшифровать системы, коронавируса, а те, кто с большой верой будут обращаться к Создателю, своими словами, сумеют восстановить свое здоровье, по вашей вере вам и будет. Итак, в таблице указаны параметры коронавируса, которые, показывают, насколько он изменчив и коварен, римская 1, 1 поколение, коронавируса, римская 2, 2 поколения коронавируса, римская 3, 3 поколения, если добавятся еще три конфигурации структуры коронавируса, которые отмечены пунктиром, он превратится в мегавирус, который будет, способен поражать людей, животных и так далее он будет приводить к мгновенной смерти. Лекарства от коронавируса не существует, так как эта программа, искусственно созданное существо, которое не подается земной логике, не подвластно традиционным методам лечения, программу коронавируса напрямую изменяет Сатана. То лечение, которое сейчас применяется в большинстве стран мира, лишь заглушает течение болезни на какое-то время, но в подавляющем, большинстве не приносит полного выздоровления и восстановления всех, жизненно важных функций на том уровне, которые были у пациента до болезни. При снижении энергетики человека дремлющий вирус, который, переходит в спящее состояние, может проявиться и вновь ударить по, органам-мишеням, другие органы, другая форма болезни. К этому моменту, вирус перейдет на уровень 5 поколения, изучит организм конкретного, человека и приспособится к нему окончательно. Главная задача вируса, забрать энергию человека, разрушить, структуру его ДНК, геном и остановить продолжение рода. Дети будут рождаться с разрушенной иммунной системой и ослабленные в сотни раз. Это в конечном итоге, по замыслам темных сил, приведет к вырождению человеческого рода. Такова суть коронавируса. Особенностью коронавируса является и то, что он разрушает временную систему клетки. Клеточное время сжимается и включается. Программа деградации клетки. Это ГМО-вирус. Все системы организма, в том числе иммунная, гуморальная и нервная, мгновенно выходят из строя. Если представить, что человеческий организм, сложнейшая компьютерная система, то коронавирус, является мощным энергоинформационным, вирусом нового поколения, и в некоторых случаях вся человеческая система, выходит из строя. А восстановить ее, убрать смертоносный вирус и исцелить, может только создатель человека, Бог. Люди хотели влиять на этот вирус, но скоро он выйдет из-под. Управление. Не стоит возлагать всю ответственность на врачей, они, бессильны перед этой новой энергоинформационной системой и так же, как, и многие, не до конца понимают ее природу и не могут аннулировать. Последствия поражения физического тела человека. В некоторых случаях, ответственным лицам придется делать вид, что ситуация находится под. контролем. Для того, чтобы действительно остановить распространение болезни. Людям необходимо молиться Богу. Даже если человек уже заболел, при обращении к Создателю, если он с большой верой молится, помощь будет, оказана свыше. Это испытание и чистка для землян. И очень важно, правильно подойти к этой теме, от этого зависит ваша жизнь и судьба. Такими испытаниями людей поворачивают к Богу, они даются для того, чтобы людям меньше уходили в земное и для того, чтобы душа не была, расформирована, чтобы ее уберечь в любых обстоятельствах. Почему ослабленные люди не могут быстро победить болезнь? Пораженной коронавирусом клетки меняется клеточное время. А именно, происходит блокирование общего времени и деформация текущего, сиюминутного, секундного, времени. Если развитие заболевания происходит, в этом режиме, то в таких случаях жизнь останавливается. Помимо этого, коронавирус воздействует на клетку таким образом, что, происходит разрушение древних систем времени проматеринских, клеточных структур, могут пострадать стволовые клетки и так далее, так начинается пробой и мощная утечка энергий. На человека влияют энергии, темных сил и система разрушительных полей, это активация режима, апокалипсиса, темные силы выводят человека в антивремя и стремятся перевести его в антибытие. Воздействуя на организм, коронавирус разрушает поле клетки, затем поле системы клеток, затем поле органа. Если люди просят Бога, то системы темных сил блокируются, негативное воздействие останавливается. Из отрицательного, минусового, уровня Бог выводит человека в парадигму положительных энергий, в особое поле жизни. Особенности поражения сердца при коронавируса. У некоторых людей коронавирус поражает сердце. Помимо упадка сил и слабости у человека начинаются боли в сердце, тошнота, рвота, головокружение и другие. В мышце, ткани сердца возникает патологический очаг, воспаление клеток, поражение их систем, что в дальнейшем приводит к некрозу. Коронавирус сжирает клетку за клеткой, оставляя продукты, распада, кровь, системы организма не могут вывести их, так как нарушена. Гуморальная регуляция этого отдела, в результате сердце стареет на 5, 10, 20, и более лет. Если поражен энергетический водитель сердца, ситуация, значительно усложняется, что в таких случаях могут сделать врачи. Консервативное лечение не, помогает, при показаниях они могут предложить операцию, но как вы сами, понимаете, это не решит проблемы со здоровьем, поскольку коронавирус, продолжает отравлять и уничтожать человека, как уже было сказано, попав в организм, коронавирус дремлет в нескольких отделах сердца, печени, легких, головного мозга до, определенного времени, как только у человека произойдет сброс энергии, темными силами будет запущена программа на его полное уничтожение, как вы понимаете, обычными земными лекарствами подобные, болезни не лечатся. Аналогичным образом погибли несколько земных, цивилизаций, в живых остались лишь единицы, те, кто просил Бога и был, защищен. Этим людям свыше была сохранена жизнь для того, чтобы они, положили начало следующей, духовно более развитой цивилизации, новой, вирус уже на подходе, готовы ли современные народы к нему, дорогие люди. Во все времена человечество проходило сложное, испытание, таковы условия жизни на Земле. Современная цивилизация не, исключение, важно, чтобы люди правильно поняли для чего им даются, уроки и испытания, как бы человек не ошибался, всегда с Богом есть выход, из любых ситуаций, без выходного положения не бывает, нужно просто, успокоиться и с большой верой обратиться к Создателю, помолиться о спасении людей, сохранении России, всего мира, об остановке войн, болезней, и катастроф. Обращаясь с искренними молитвами к Богу, вы сможете, предотвратить самые тяжелые ситуации как в нашей стране, так и на всей планете. Всегда Россию хотели поработить, разделить, уничтожить, но люди, золотой запас нашей страны обращались к Творцу, святым, каждый на, в своем языке молился Создателю о спасении. Так Россия выживала и, спасалась в любые времена. И сейчас наступил момент, когда очень важно, сохранить положительные энергии, только они помогут народу выжить, преодолеть любые препятствия, выстоять в сложнейших ситуациях, путь в город богов, путь передачи знаний открыт для тех, кто верен. Создателю и стремиться исправить себя в лучшую сторону, неся людям. Только добро, посланники Творца берегут землян и готовы помочь им еще в, большей степени, но для этого необходимо, чтобы люди успокоились и стали, больше в любых ситуациях мысленно обращаться к Вседержителю. Тогда он, позрешит использовать посланникам особые резервы энергий для лечения, людей, космическую аппаратуру, которая способна останавливать болезни, и войны. Как видите, очень многое зависит от вас самих и от вашей веры. Гении поймут, как можно отрегулировать любые ситуации и не допустят, реализации сценария темных сил. Согласно их планам, вторая пандемия, должна унести огромное количество жизней людей, а третья пандемия будет последняя. Людям на планете Земля дан уникальный шанс разобраться, почему. Так происходит, сделать выводы и понять, что у человечества есть, возможность выжить, более того, перейти в золотой век, изменить ход. События и получить новые знания. Человек будет управлять своим телом с, помощью Бога начнет лечить любые болезни. Земляне могут узнать, как, живут люди на других планетах и как они выходили из подобных ситуаций. Пришло время серьезных испытаний и для современного человечества. Если, оно не допустит глобальной войны, то есть люди начнут молиться об остановке негативных процессов, то судьба цивилизации изменится. Лучшую сторону, какое решение вы примете, от этого будет зависеть, дальнейшее развитие всех ситуаций. С уважением, Александр Георгиевич Бакаев. Путь землян, переход от тьмы к божественному свету. Уважаемые читатели, вы знаете, что человечество давно ищет способы, как получить энергию, которая позволила бы людям разрешить любые проблемы. Благодаря такой энергии могли бы работать любые инструменты, аппараты, технические средства, и сегодня этот вопрос особенно актуален. На Земле существуют различные энергосистемы, способные давать свет, начиная с ветряных мельниц и заканчивая атомными электростанциями. Созданы генераторы, которые работают на бензине, керосине, дестапливе или на газу. Они позволяют людям использовать энергию для выполнения определенных видов работ. Однако получение такой энергии, очень трудоемкий процесс, необходимо строить ветряки, возводить плотины, добывать газ, нефть и так далее. Сейчас люди используют и солнечные батареи, они способны давать свет, так необходимый человеку. Установка солнечных батарей для автономного существования и получения достаточного количества энергии сложна для частного лица и слишком дорого обходится. Это ненадежно и ненадолго, поэтому для многих возможность полностью перейти на подобные системы остается мечтой. Человечество столкнулось с серьезной проблемой, где взять такой объем энергии, чтобы он позволил решить вопросы современной цивилизации. При этом не стоит забывать о том, что чем больше в мире строится АЭС, тем опаснее становится жить людям. Аварии на Чернобыльской АЭС и на Фукусиме яркое подтверждение этому. В современных условиях, когда на Земле идет чистка и энергии планеты нестабильны, может произойти неожиданное. В результате природных катаклизмов, землетрясений такие опасные объекты могут быть разрушены. Для того чтобы этого не произошло, людям надо молиться Богу. Путь, по которому сейчас идет человечество, ведет в тупик. Но кое-что еще можно исправить. Представьте себе, что произошло бы, если бы 300 лет назад людям сказали о том, что существуют солнечные батареи, дающие свет. Никто бы не поверил, в ответ только посмеялись бы и назвали это фантазией. Увы, но такие батареи действительно дают свет, и они существовали еще в предыдущих земных цивилизациях. Сейчас вопрос получения дешевой электрической энергии имеет важное значение. При этом есть науки, которые позволяют получить ее вне стандарта. И человечество давно владело бы такими знаниями, если бы люди просили создателя, а чиновники не скрывали правду о том, что существуют науки Творца, не были воинственно настроены и не стремились бы поработать других людей. Как часто они перекрывали дорогу гением, талантом и не поддерживали их. Огромное количество изобретений просто не дали донести до народа. Человечество серьезно задержалось в развитии. Не владея новыми науками, люди пришли к печальному результату. Проблемы копятся десятилетиями, и их становится все труднее решать. Людям все сложнее жить, цены на ЖКХ, электроэнергию и газ все время растут. Альтернатива есть. Космические братья, развивающие божественные науки, создали универсальную аппаратуру. При помощи наук вседержителя они открыли новейшие технологии и активно их используют. Так, например, они создали двигатель, который модифицирует энергии пирамид и является универсальным носителем электричества. Двигатель дает свет, тепло, выполняет функции сварочного аппарата и многие другие. Его вес всего 4 килограмма, мощность 10 копеек вторнику, 220, он работает тысячи лет без ремонта. Нет вредного излучения, шума, работает как универсальный накопитель или солнечная батарея. Такие двигатели используют представители высших цивилизаций и люди-боги для осуществления многих проектов, призванные спасти и защитить народа. Подобные аппараты были созданы еще тысячелетия назад, люди успешно используют их и сейчас, усовершенствуют, модернизируют и так далее. Раньше я подсказывал людям, как им подойти к этой теме и создать подобную аппаратуру, но они не сумели вникнуть в суть этих новинок. И сейчас, как бы это фантастически не звучало, я опишу, как работает аппарат, которым уже давно могли бы пользоваться народы Земли. Найдутся талантливые люди, они сумеют понять, о чем идет речь. В будущем они смогут развить новые направления. Скорые ядерные отходы люди-гении сумеют запустить в работу, не принося вреда человечеству и окружающему миру. И это не предел. Есть возможность создать уникальные новинки, которые принесут колоссальную пользу человечеству. Еще много лет назад я писал в своих книгах, когда люди поймут истину, что лучше жить без войн и беречь мир, то тогда они сумеют перейти в золотой век и будут жить как одна семья. А сейчас человечество подошло к рубежу, жить на Земле или погибнуть. Людям нужно помнить, что во все времена некоторые ученые, правители намеренно тормозил развитие наук. Они не воспринимали всерьез и отвергали любые изобретения и новинки, которые могли принести пользу народам Земли. А через 200-300 лет восхищались этими же открытиями и гением из народа. Увы, никто не ответил за задержку новинок мирового масштаба. Уважаемые читатели, сейчас вашему вниманию будет представлен универсальный двигатель, который работает вне всяких стандартов. В отрывке из книги «Послание землянам», опубликованном мною ранее, было показано, как работают энергии пирамид, эффект Киллиана. Аппарат, который будет представлен сейчас, способен генерировать колоссальный заряд энергий. И для этого не нужны АЭС, ТЭЦ и ГРЭС, не нужны космические станции и подобные технологии. Двигатель работает на энергиях пирамид. Это уникальная система, которая позволяет буквально творить чудеса. Вы знаете, что несколько лет назад в Москве была создана пирамида высотой более 20 метров. В ней даже зимой не замерзала вода, когда температура опускалась ниже минус 25 градусов, происходили необычные процессы с растениями и людьми, находившимися внутри. Причина в том, что работали особые виды энергий. Гении из народа, ученые, которые всерьез заинтересуют этой темой и будут молиться Богу о том, чтобы принести пользу народу, смогут вникнуть в суть и понять секреты этой технологии. В будущем они сумеют создать двигатель, который поможет землянам разрешить многие проблемы, сделают ценнейшую для людей энергию бесплатной. По вере вашей да будет вам. Такая альтернатива очень нужна, только помните, что подход должен быть гениальным. Во всем есть плюс и минус, открытие должно приносить только пользу, а не вред людям и миру. Тогда вы будете на правильном пути. Итак, ознакомьтесь с аппаратом космических братьев. Устройство двигателя Артрон, двигатель Артрон, вес 4 кг, мощность 10 копеек вторнику, 220, гарантия 1000 лет. 1. Зарядный блок, 2. Коммутатор запитки энергиями, 3. Преобразователь, 4. Регулятор времени преобразования энергий, 5. Основной реактор, 6. Система основания дисбаланса, 7. Центровая балансировочная энергия, 8. Блок энергий, накопитель, расчет работы двигателя Артрон, снятие энергии с пирамид для работы реактора. Уважаемые читатели, вы знаете, что на Земле огромное количество автомобилей. Все они разные, но принцип работы двигателя един. В них используется бензин или дистопливо, а двигатель Артрон работает в эфирно-энергетическом режиме. Это обеспечивает особый вид функциональности и многоцелевое использование аппарата. Он уникален по скорости накаливания энергии и передачи их на расстояние. Если бы раньше в России и других странах не было жестокого режима и люди поняли бы, что воинствующий атеизм – величайшая ошибка, и если бы они не уничтожали ясновидящих, а верили в Бога, то уже давно работали бы с другими цивилизациями. Великий атеизм значительно отбросил народы назад, так людей завели в тупик и подвели к настоящему рабству. Если бы земляне просили Бога, то современная цивилизация развелась бы удивительным образом и жизнь была бы совершенно иной. Сейчас люди обладали бы новыми знаниями и имели полную свободу, как на других планетах, были бы защищены от зомбирования, тотального контроля и управления. Россияне! Просите Бога за нашу страну, за всех руководителей, чтобы они нашли гениальный выход из сложнейших ситуаций в нашем государстве, и чтобы Создатель помог им уберечь народа. Молитесь за всех землян. Науки Творца используют в любых мирах, если бы раньше руководители и простые люди поняли, что им свыше давалась возможность изменить фатальное течение событий, то я внедрил бы эти науки еще 60 лет назад. Они открывают путь к новейшей технике, уникальному лечению, созданию лекарств, аппаратов и так далее. Пандемии не только остановят врагов, которые стремятся уничтожить мирное население Земли, но и других злодеев. Если бы люди истинно верили и шли к Богу, то работали бы сейчас с представителями высших миров и жили бы без войн. Задумайтесь, все рядом. И Божественный путь, и наоборот. Остается только сделать вывод, куда вам идти дальше. С уважением, Александр Георгиевич Бакаев, Александр Георгиевич Бакаев, главы из книги «Путь к Божественному исцелению», от автора. Дорогие люди, 2020 год вошел в историю человечества как год. Начало серьезных испытаний для землян, к тому, что происходит сейчас. На планете, нет равнодушных, в Библии было сказано о наступлении. Этих времен, Кейси, Ванга, другие предсказатели и ясновидящие, предупреждали о войнах, новых болезнях и многих других несчастьях, природные, техногенные катастрофы и катаклизмы, конфликты, столкновения людей в разных странах, обнищание населения и многие другие беды являются доказательством того, что земляне пошли тяжелейшим путем. Создатель уберегал их от этого, как вы сами видите, следствием действия людей оказалась, реализация не самого лучшего варианта развития современной цивилизации. Процесс запущен, и в глобальном плане человечество его не сможет остановить. Люди получили справедливую чистку. Она, коснется каждого человека. Еще более 30 лет назад я предупреждал людей о том, что начнутся катастрофы, будут падать самолеты, появятся новые болезни, с которыми люди не справятся. Предупреждал о том, что этих несчастий будет так много, они коснутся каждой семьи, каждого человека. Наступят времена, когда чиновники не смогут помочь людям. Посмотрите, что сейчас происходит во многих странах мира. Население болеет, нищает, люди теряют работу, распадаются семьи, не выдержав испытаний, некоторые люди начинают деградировать. Всего, этого можно было избежать, если бы люди вовремя прислушались к предупреждениям, которые были даны задолго до наступления этих событий, то сейчас многое было бы иначе. Творец давал мне возможность предупредить народы заранее. Он, показывал истинный выход из создавшегося положения, это повышение, духовности землян, снижение энергии агрессии, эгоизма, обид, завистей, многих других. Во всех своих книгах и фильмах я неоднократно, поднимал этот вопрос. У землян был реальный шанс отойти от войны, катастроф. Мне было дано свыше пояснить, что земля, живой организм, и если люди не будут ее беречь, то она начнет сама себя, очищать, люди переоценив себя, своими действиями привели к сильнейшему загрязнению планеты. Более того, их негативные энергии, агрессия стали разрушать биополя Земли, нарушать энергетические процессы в параллельных мирах. Об этом мною говорилось не раз с надеждой, что люди услышат меня и волю Бога и сумеют уберечь себя, планету и удивительные миры. К сожалению, они остались глухие, слепые и не поняли, как Бог их хотел уберечь. Он до сих пор стремится помочь им в самых безвыходных ситуациях, которые они сами создали. Именно поэтому, благодаря Вседержителю, вы сейчас читаете эти главы. Мне не дано раскрыть все секреты, потому что часть людей, истинно не веруют в Бога. Кроме того, любых посланников Создателя, они готовы оклеветать из-за зависти и злобы, стремятся ложно обвинить, их во многом унизить и распять, как Иисуса Христа. Люди очень часто переоценивают самих себя, уверены, что выше других, но при этом они, недооценивают тех, кто их спасал в самые тяжелые моменты их жизни. Они быстро забывают о чудесном спасении, не задумываясь о главном. О том, что кто-то отдавал свои энергии, силы и жизнь для того, чтобы, они выжили, безучастность, недопонимание людьми смысла происходящих, событий, нежелание понять, что современная цивилизация, стремительно приближается к гибели, неискренность и ложь повлияли, на судьбу всего человечества. Некоторые люди безразличны и душевно, холодны к окружающим, все больше отдаляются друг от друга, негодуют, и злятся. Не стоит забывать о том, что запущенный бумеранг негативных энергий всегда возвращается к своему источнику. Как показывают современные события, люди остались, равнодушными к предупреждениям, данным свыше. Проигнорировали информацию, которая была дана для их спасения. Сейчас им приходится пожинать плоды своих трудов. К большому, к сожалению, земляне не остановились в своей воинственности, неуклонно приближаются к началу самой страшной в истории, современного человечества Третьей мировой войны. Неужели на Земле, мало бы и без этого. Сейчас настал момент, когда надо остановиться и всерьез, задуматься, почему так много несчастья на Земле, и дело совершенно. Не в том, как перемещаются планеты, или насколько активны Солнце, другие космические объекты, или какие астероиды приближаются к Земле. Все дело в людях, их уже останавливают свыше. Остается. Только понять, почему. Земляне сами допустили, чтобы темные силы вмешались в их жизнь и судьбу, теперь темные силы манипулируют многими людьми, ведут их к гибели. Творец не дает, чтобы души некоторых землян ушли. В небытие, он посылает людям знаки, предупреждения. Жаль, что. Некоторые глухи к этим сигналам и не понимают, что уже находятся на. Краю гибели. Земляне своими действиями усугубили ситуацию. Однако при. Этом некоторые люди недовольствуют, почему Бог их не спасает. Неверие, сомнения, обиды, мстительность, мысленные пожелания зла. Другим людям и сотворение зла, это только часть причин, по которым. Они оказались в тяжелейшем положении. Сейчас люди находятся в ожидании чуда, думают, что все плохое. Скоро уйдет, исчезнет и настанет другая, спокойная и прекрасная жизнь. Само собой ничего не происходит. А что земляне сделали для того, чтобы всем стало лучше жить? Некоторые из них продолжают мыслить и действовать по-прежнему. Они обсуждают и осуждают окружающих, они многим недовольны, всех критикуют и иногда обрушиваются на, людей с проклятиями, так они увеличивают разрушительный, потенциал и приближают к себе события, которые станут для них, жестким уроком. Это чистка, как вы видите, все справедливо. Если бы люди осознали свои, грехи и поняли, какие решения и действия приблизили их к краху, то, они с помощью Творца смогли бы многое изменить. Выход есть, это ваша остановка в негативных мыслях, эмоциях, переживаниях, поворот к Богу, полное принятие того, что происходит с вами и всеми людьми. Так работает Божественный Закон. Справедливости, сейчас очень важно проявление любви, доброты к людям. Человека спасут его добрые дела, а не критиканство, оно ничего, не изменит. Хорошо, если вы поймете, что не просто так попали в данную жизненную ситуацию, вас остановили свыше. А вот за что, этом вам необходимо самим разобраться. Бог не дает человеку испытаний сверх меры, он ждет, когда вы все осознаете и исправите положение, когда будете всегда с ним, станете добрыми и начнете по-настоящему любить людей. Только так можно спасти вашу душу и не допустить, чтобы она ушла к темным силам, чтобы была с Богом. Выбор всегда остается за вами. Если бы люди, истинно верили в Бога, любили всех и творили только добро, то они уже владели бы новыми науками. Многое зависит от вас и вашего выбора. Александр Георгиевич Бакаев, Будущее в руках людей, в предыдущих статьях, которые были опубликованы в 2020 году, я предупреждал людей о том, что коронавирус управляем и несет большую опасность для человечества, остановка в истинном духовном. Развитие и отдаление большого числа людей от Бога привели к тому, что пандемия захватила весь мир, на пороге новый вирус, который принесет немало сюрпризов для землян и заберет огромное количество жизни. Люди истощены морально, физически и энергетически. Их потенциал не столь высок, чтобы они могли полностью справиться с пандемией. Ситуация на планете меняется в зависимости от того, как люди мыслят, действуют и каков их уровень агрессии. Вы сами все видите своими глазами, можно с уверенностью говорить о том, что агрессия людей в некоторых странах приближается к критическому уровню. Это свидетельствует о том, что в этих странах ситуация с коронавирусом будет и дальше усложняться. Более того, произойдут катастрофы. Причина в том, что из-за низких энергий людей, их негативных эмоций и воинственности происходит полная разбалансировка полей человечества и планеты. Земляне не хотят остановиться в своей агрессии. Это приведет к тому, что погибнут десятки, сотни миллионов землян. Коронавирус еще покажет свою коварность и мощь. Человек без Бога не защищен от подобных атак темных сил. У людей есть шанс отойти от зла и сатаны, но для этого необходимо изменить себя, начать мыслить, действовать и, реагировать на все совершенно иным образом. Если бы люди сразу поняли, насколько опасно противостояние, народов, развитие военных, биологических и других технологий, направленных на создание химического, биоэнергетического и информационного оружия, то действительность была бы совершенно иной. Народы жили бы сейчас мирно и счастливо. Земляне должны были изучать совершенно другие науки, развивать мирные направления. Божественный путь цивилизации предполагал освоение особых наук, и земляне уже должны были в совершенстве владеть ними, об одной из них и пойдет далее речь. Если бы люди изучили эту науку, то не допустили бы на Земле возникновения таких заболеваний, как, коронавирус, спид и многие другие. Вы ознакомитесь с наукой божественного исцеления. Это наука, будущего, она начнет раскрываться тем землянам, кто истинно верует, Бога, любит его, всех людей и умеет прощать. Это будут люди, которые с помощью Создателя начнут творить чудеса. Мне свыше разрешено. Только приоткрыть тайну, светлые силы ждут, когда земляне созреют, для того, чтобы им можно было передать новейшие знания и науки. Все. Зависит от вас, у человечества два пути, либо духовное возрождение, поворот к Создателю, набор высоких энергий, дружелюбие, взаимопомощь, либо цивилизация ждет гибель. Сейчас над Землей дежурит много космических кораблей, светлых сил, посланники защищают людей и сдерживают начало. Глобальные войны работают над предотвращением многих катастроф. Однако земляне, не задумываясь, стремятся к обострению ситуации. Они многое делают для того, чтобы чистка усилилась. Впереди тяжелые события. Если вы хотите выжить, то пора остановиться и задуматься о том, какими вы должны быть и как вам нужно поступать в дальнейшем. О науке Божественного исцеления. Человек состоит из бессмертной души и целого комплекса или системы тел, физического, материального и тонких. Они невидимы, имеют различные вибрации и поля. У каждого человека это сложнейшее. Энергетическая система взаимосвязи души и тел функционирует по-разному, нет ни одного повторения. Когда эта тонкая взаимосвязь нарушается, например, в результате вредоносной разрушительной программы, у человека может возникнуть болезнь. Только на первый взгляд может показаться, что люди, которым поставлен один и тот же, диагноз, имеют одно заболевание и переживают его одинаково, существует аналогичная патология, но даже если одна и та же болезнь, все люди болеют по-разному, длительность заболевания, интенсивность боли, состояние, нервной системы, стрессоустойчивость и другие особенности крайне, индивидуальны, даже головную или зубную боль каждый человек, переживает по-разному, болезнь приносит человеку страдания, меняется. Его душевное состояние и настроение, его мысли часто связаны с теми обстоятельствами жизни, в которых он находится, и с теми людьми, которые его окружают. Сознание наполняется особенными воспоминаниями, ощущениями, мечтами и страхами, определенным, иногда сильным волнением, от этого душевного состояния зависит его самочувствие, отношение к боли, терпение и течение самого заболевания. Примечательно, что один и тот же человек в зависимости, от возраста и обстоятельств одну и ту же болезнь переживает по-разному, в детстве одни ощущения, в зрелом возрасте, другие, иная, картина течения болезни, ее характер и последствия, как видите, все индивидуально, а значит и лечение должно быть, каждый раз особым, нацеленным на полное выздоровление человека с, учетом его сегодняшнего состояния, особенностей взаимодействия, тонких энергий и полей, такой подход к человеку в божественной, системе, она уникальна, позволяет восстановить здоровье в особых, режимах времени, для того, чтобы постичь, как она работает, каким образом, человек может победить любые недуги и выздороветь, необходимо, разобраться в главном вопросе. Важно понимать, кто такой человек, чем суть его прихода на Землю и каково его истинное устройство, речь не идет о строении физического тела или особенностях ЦНС, сердечно-сосудистой, лимфатической и других систем, это подход с точки зрения земной науки, которая рассматривает всего лишь одну часть, сложнейшей божественной системы под названием человек, а именно, его материальную оболочку, в действительности он устроен намного, сложнее, чем принято считать земной наукой, об этом и пойдет далее речь, о божественном предназначении человека, душа, главная составляющая человека, его основа, без нее он не, может полноценно существовать, человек без души, это зомби, который выполняет команды хозяина, вы знаете, что некоторые люди, применяют магии от темных сил, например, вуду, они проводят обряды, ритуалы, используют специальные вещества для воздействия на человека и таким образом блокируют его энергии, магисты перекрывают каналы, которые отвечают за взаимодействие души, системы тел, человек, который не просит бога, попадает под действие, разрушительной программы от темных сил, созданной с целью, порабощения, так появляются люди-зомби, точнее, это один из способов, зомбирования, они не могут управлять собой, не знают, как им выйти из этого, состояние ничего не помнят, при этом слепо подчиняются командам, выполняют тяжелую физическую работу, могут стать членами, террористических группировок и т.д. Для того, чтобы вести человека в такое состояние, помимо ритуала используются напитки, в состав которых входят особые растения и другие компоненты, обладающие мощным воздействием на головной мозг. Человек без веры в создателей и без божественной защиты, оказывается бессилен перед таким воздействием. Его душа, энергетически заблокирована, и он не может контролировать себя и управлять своим физическим телом. Так работают темные силы, люди, которые просят бога, имеют высокую веру и творят добро, защищены создателям и не попадают под такое зомбирование. Творец уберегает их, душа, это особая энергетическая субстанция из высших миров. В ней сосредоточены тайные энергии Бога, эти энергии обеспечивают связь человека с Творцом, душа способна проходить сквозь миры, пространство для нее не существует земного времени. После гибели человека, разрушения его физического тела, душа не умирает. Она, начинает свой путь за пределами материального мира, покинув, ограниченное пространство физического тела, душа остается сама, собой, она владеет всем багажом накопленных знаний, и закончившаяся земная жизнь человека становится пройденным этапом, в течение, которого душа приобрела особый опыт. Люди знают о том, что душа бессмертна вечно, однако это, суждение нуждается в более глубоком понимании. Человеческая душа, представляет собой сложнейшую тонкоэнергетическую систему, она, наделена необычными свойствами, их невозможно постичь земным умом, душа имеет особую память, способности у нее уникальное, развитие, опыт, она обладает божественными свойствами, которые, являются таинством души, она имеет вечные энергии, у нее есть свой, особый потенциал, сила души, как видите, эта тема гораздо более, серьезная и глубокая, земные знания в этом вопросе очень, поверхностны. Известно, что душа может существовать в уникальных, вечных, режимах, но было бы неправомерно считать, что человек, который, творит зло, после жизни отработает свои грехи и может снова в других, жизнях, до бесконечности, продолжать вредить людям. Это далеко не так. Творец создал ваши души, вы как его истинные дети, его, частицы, огненные искры высшего мира были призваны развивать свое, божественное начало и подниматься вверх, продолжая свою, созидательную эволюцию и творя добро, как Вседержитель, души, достигшие духовных высот, могут сотворять, созидать, усовершенствовать миры и улучшать жизнь цивилизаций. Многие из них на разных планетах продвигали человечество вперед, лечили людей, помогали им развивать новые науки, умножали энергии любви и добра, у каждой души есть свой божественный знак. Вседержитель всегда все знает о человеке, его тайных намерениях и устремлениях, души, призваны эволюционировать в мирных направлениях. Сатана стремится разрушить божественное, но он не имеет той, силы и не может оказаться выше Вседержителя, каким бы арсеналом, средств он не обладал, сколько бы не накопил разрушительных, энергий, он не может создать творящую, созидающую, чудотворную душу, как Бог, поэтому темно, темные силы охотятся за душами людей, стремятся их завербовать, они используют их в своих целях для того, чтобы разрушить созданное Богом, навредить людям, забрать их, энергии и силу. Темные сущности не могут делать то, на что способен, человек, пребывающий в земном мире. Особые виды энергии, сила человека, союз его души и тел, позволяет ему осуществлять многое, он может трудиться и приносить, пользу людям, создавать лекарства и лечить людей, осваивать науки, применять их во многих направлениях. Однако человек способен сотворить и зло, совершить теракт, уничтожить завод, а с, детские учреждения, к этому его толкают темные силы, завладев душой, человека, они по сути, начинают им полностью управлять, потеряв свою истинную духовную свободу, люди попадают в, настоящее рабство. Темные силы заставляют их творить зло против. Собственные воли, люди очень уязвимы, если не просят вседержителя. Агенты сатаны хотят постепенно захватить и поработить все. Человечество. Они толкают землян к чудовищным преступлениям. Они, хотят, чтобы люди покинув планету, данную Богом, начали разрушать. Мир и жизнь на других космических объектах, звездах нашей Вселенной. По законам космоса нельзя забирать ресурсы других планет. На Земле есть все необходимое для того, чтобы человечество жило безбедно. Многие тысячелетия, нужно только беречь ресурсы Земли и правильно, их использовать, развивать мирные технологии. Огромные территории, вода, воздух находятся в руках людей, любые полезные ископаемые, можно использовать с умом и пользой для народов, а не во вред им при, это можно не доводить Землю до истощения. Источники энергии, нефть, газ не бесконечно на Земле, вместо того, чтобы перейти на безопасные энергоносители, данные Богом. Применять науки Творца, как это делали представители многих предыдущих земных цивилизаций, сейчас люди развивают дорогостоящие проекты, которые имеют цель захватить другие планеты, и завладеть их ресурсами. Разработка проектов Звездных войн, противостояние людей и все вышеописанное навязано темными силами. Это проекты, которые реализуются с целью поработить или уничтожить, землян. Задумайтесь об этом. В каждом воплощении душа предстает перед Богом, перед этим. Ей даются знаки, предупреждения, человеку придется отвечать за все, содеянное, существует предел, до которого человек, имеющий, сотворенную Богом душу, может творить зло. Создатель не допускает, чтобы люди нанесли колоссальный вред своей или другим душам, миру, он останавливает зло, забирает душу и уводит ее в отработку. Человек, вредящий другим, не понимает, какой урон он наносит себе им, но после смерти его душа все осознает и увидит последствия. В следующем воплощении память о прошлых деяниях человека, будет закрыта. Родившись на земле, большинству людей не помнят, насколько правильно они поступали в прошлом, покорились ли темным силам, были ли предателями или убийцами и так далее, Бог милосерден, он, прощает и помогает людям. Однако есть предел и закон, который действует неотвратимо, каждой душе дают возможность исправиться. Иногда даруют новое воплощение с тем, чтобы вместо падения и гибели, человек смог духовно подняться и продолжить свою эволюцию. Однако, если он на протяжении нескольких жизней, несмотря на прощение Бога, не справляется с ситуациями, вновь и вновь встает на путь зла и темных сил, то происходит полная остановка, Бог расформировывает такую душу, потому что она принесла много зла в мир, при этом человек не хочет исправляться и корректировки не подлежит. Таким образом, душа, перестала выполнять свое первоначальное предназначение, ее энергии, не подлежат восстановлению. А знаете ли вы, какими были ваши предыдущие воплощения, все, ли было там правильно, не подвергалась ли ваша душа губительным, атакам зла и сумели ли вы тогда противостоять им, это знает только, Бог, но задумайтесь, а может быть в этой жизни у вас последний шанс, что тогда, человек на земле, таинство души человека хранит творец, и людям пока не дано, знать о секретах сотворения души, ее глубинных особенностях и, свойствах, но приоритет души над физическим телом и всеми другими, тонкими структурами человека бесспорен, как бы люди не пытались постичь эти тайны сейчас, они не смогут проникнуть в секреты бытия, души, несмотря на то, что земляне не молятся о постижении таинств, создатели и мало знают о своих душах, они чувствуют их, иногда, человек принимает сигналы от своей души, она стремится до нестыда, него самое важное, порой люди говорят, душа болит, душевно благодарю и т.д. Действительно, все встает на свои места, когда человек воспринимает сигнал от души, особый энергетический поток, часто это происходит на уровне предчувствия, интуиции, и в результате человек принимает правильное решение, и именно это его спасает. Функции души, грандиозны, они не укладываются в земные рамки и необъяснимы с точки зрения обыденного мышления. В некоторых случаях человек, чувствует свою душу, когда находит родственных себе по духу людей, которые близки ему по-настоящему. Душа способна творить чудеса, она может направлять человека, уводить его дальше по пути жизни, она способна его уберечь и дать, Откровение. Душа дарует человеку силу, и в самый трудный момент, когда он слаб, она дает ему импульс божественной энергии, и эта, энергия позволяет ему вновь возродиться из небытия. Так происходит, когда ваша душа едина с Богом. Об уникальности человеческих душ говорят их феноменальные, способности, в любом возрасте человек может раскрыть потаенную силу, своей души и проявить открыто для всех свой потенциал и талант. Это всего лишь небольшая часть того, чем была одарена Богом его душа, у каждого человека есть свой уникальный опыт души, особой пути, достижения в тонком мире, Бог никогда не отправит на планету, неподготовленные души, которые не справятся с поставленными, с выше задачами. Их специально обучают и готовят к испытаниям. Нет ситуаций, с которыми бы душа на земле не справилась, если, человек будет верить в Создателя и от всего сердца молить его, какими бы ни были испытания, вопрос в том, повернется ли человек к Богу, будет ли он его молить и захочет ли услышать, понять свою душу и осознать главное, он сам не просто живое существо, животное с инстинктами, привычками, болезнями и болью, а гораздо большее, возвышенное творение, человек, это единство божественного, духовного начала, души и уникальных по своему строению, функциональности тел и других тонкоэнергетических структур. Человек, это чудо, сотворенное Богом, он послан в мир не для, того, чтобы страдать, мучиться, болеть и умирать, его призвание, обрести себя в Боге, раскрыть в себе высший потенциал, помогать, людям осваивать новые науки, научиться себя восстанавливать, лечить, и вновь продолжать творить как Создатель только добро, любовь и мир. Человек с Богом способен возвращать к жизни все, что начало, угасать, но призвано цвести, благоухать и дарить людям божественные энергии. Дорогие люди, каждый из вас, Творец, вы, Творцы Любли, Доброты и Прекрасного, красота ваших душ непременно раскроется, расцветет, и вы, наконец, поймете, кто вы есть на самом деле, какими, вам надо стать и для чего вас создал Бог. Система тел, связь с душой, духовная система человека, у каждого человека существует несколько тел, в зависимости от, духовного развития и космического уровня души люди имеют семи более, тел, одни тела даются человеку при его формировании и рождении, другие, тонкоэнергетические тела формируются в процессе духовной, эволюции и взаимодействия с Богом, великие посвященные имеют, особые миссии и трудятся во имя спасения народов, Бог им дарует дополнительные тела для того, чтобы они творили добро для людей, имели больше энергетических и функциональных возможностей, любое тело человека имеет определенные характеристики, функции и особенности. Различные тела даны человеку для того, чтобы, он мог мыслить, творить, выполнять любые действия, связывался с, другими мирами и влиять на действительность, изменяя ее в лучшую, сторону, каждое тело имеет особые отличительные черты, во всех телах, физическом и тонкоэнергетических, происходят важнейшие для жизни, человека энерго-процелесы. В каждом теле работают духи светлых сил, они невидимы. Простым глазом, они обеспечивают функционирование сложнейших, энергетических систем человека, так например, они работают для того, чтобы он мог самостоятельно передвигаться, разговаривать совершал, тысячи операций, мог анализировать, мыслить, делать выводы. Они, следят за тем, чтобы все системы организма, ЦНС, сердечно-сосудистая, кроветворная и так далее, работали согласованно и не было сбоев, любое тело человека имеет особый энергетический код, поэтому, коды видны такие особенности, как уровень функциональности тела, матричная степень развития, частота вибраций, а также уровень, тонкого мира, из энергий которого создано это тело и многое другое. В системе создателя человек рассматривается как сложнейшее, универсальное божественное творение, в котором есть единство души, духа, системы тел и других тонких структур, таких как поле, энергии, время и т.д. Благодаря этому единству существует особая система, энергетический генератор, который запитывает тело, тело. Этот потенциал используется для совершения определенных видов работ. Каждого тела существует свой резерв энергий. Однако современные земляне не знают об этом и как следствие не используют его. Они, поверхностно знают строение тела человека, и когда теряют силу энергии, то пытаются взять или снять энергии с других людей. Иногда, они стремятся зарядиться энергиями природы. Люди и не подозревают о том, какой резерв, ресурс энергий таится в них самих. Он может быть, раскрыт по воле Создателя, если человек молит Бога, и звучает. Положительные энергии, имеет светлые мысли, творит добро и т.д. Каждое тело имеет свои секреты и работает по-разному. Вседержитель может увеличить запас энергий, а может и остановить их. Поступление, заблокировать их передачу единому. Энергоинформация и онному центру человека, так свыше останавливают. Людей, которые творят зло, и сколько бы они ни ходили по врачам, полностью восстановить здоровье не смогут. Только в том случае, если они перестанут злиться, обижаться, осуждать, завидовать, если они, изменятся в лучшую сторону и повернутся к Богу не на словах, а на деле, то тогда Творец вмешается и поможет, он восстановит нормальное, течение энергий, и человек постепенно возвратится к Константе. Его, жизнь, судьба и здоровье скорректируют свыше. Худший вариант будет изменен. Темные силы стремятся разрушить энергетические тела людей, вывести их из состояния Божественного равновесия, это может, проявиться по-разному. Так, например, при атаке темных сил человек, может серьезно пострадать, неожиданно заболеть и даже впасть в кому. Только Создатели Светлые Силы способны остановить такую атаку и вернуть человека к жизни. При его высокой вере в Творца они могут восстановить систему тел и дать ему новый импульс жизненной силы. Несмотря на различия и многофункциональность тел человека, у них есть единая основа, особая матричная структура, которая напрямую, связана с Душой и Духовными системами. Благодаря Единству с, Создателем и уникальной Божественной Матрицей человек является, цельным неповторимым творением Вседержителя, он защищен свыше, от духовного уничтожения, если не отходит от Творца и его духовных, законов, он имеет такие виды энергий, которых нет ни у кого в, физическом мире. Животные, птицы, рыбы, растения, минералы, обладают другими вибрациями, полевыми структурами и иными особенностями. Человек уникален, его сложнейшая энергоинформационная система, структура и духовная суть позволяют ему не только слышать, видеть, говорить и мыслить, но и создавать сложнейшие устройства и управлять многофункциональными механизмами. Более того, он имеет, способности, талант, интуицию, может обладать предвидением и д. Все это было бы невозможно без особого тонкоэнергетического единства, души, духа и тел. Итак, человек, сложнейшее, уникальное, созданное Богом, существо, человек имеет душу, систему тел и обладает Божественным, Духом, сила которого раскрывается в том случае, если человек любит Создателя, людей, стремится раскрыть свою Божественную сути, выполнить свою миссию, его задача, привнести в этот мир добро, любовь, радость, сделать его более светлым и Божественным, своими, бескорыстными деяниями, помощью людям, незлобливостью, всепрощением человек открывает себе путь вперед с Богом, в единстве со своей Душой и Святым Духом люди на Земле, находят уникальный эволюционный путь, он приводит их к раскрытию, своей высшей миссии, тайн вечного бытия души, секретов космоса, законов эволюции человечества. Дорогие читатели, если вы будете молиться Создателю и серьезно подойдете ко всему вышесказанному, то чудесные события, могут произойти с вами в любом возрасте, бывает, что и дети очень, чутко понимают свою душу и видят окружающих насквозь, и в среднем, в возрасте у людей, повернувшихся к Богу, открываются способности, Иф, годы мудрости человек способен творить чудеса своей верой в Бога, любовью и добротой, для Создателя не существует границ времен и пространств, не, важно, сколько сейчас вам лет, какой тернистый путь вы прошли, главное другое, поняв раз и навсегда, что вы являетесь частицей, Создателя так же как в вас течет кровь и энергия ваших родителей, вы, сможете понять истину. Родители по воле Бога создали тело для вас, а Вседержитель создал вашу душу и все духовные системы, особые, энергетические тела, и благодаря этому удивительному слиянию, духовного, тонкого, невидимого начала и плоти вы появились на свет, и вы сами выбираете, к чему вам стремиться, какой путь, избрать, вам самим решать, кем вы будете жить и кто вы являетесь на, самом деле, вас хотят убедить в том, что вы животное более развитое, с, инстинктами, и вы должны выжить в этом мире, думая только о, пропитании, материальных благах и заботясь в том же духе о своих, детях, в действительности вы являетесь высокодуховным существом, которое может развиваться необычным образом, обрести способности, талант и принести пользу людям, как это делает Бог, ваш отец и отец, ваших родителей, выбор за вами, секреты воды, исцеление водой, вода на земле имеет колоссальные секреты, несмотря на то, что, ученые как будто знают ее химическую формулу, вода постоянно, меняется, она меняет свою энергетику, силу, молекулярное время и так далее, вода представляет собой особую субстанцию, обладающую особым, энергоинформационным полем, зарядом и необычным, энергопотенциалом, эта субстанция имеет несколько подуровней, зависимости от матричной клетки воды и ее структуры, а также от, клеточного времени вода может обладать различными свойствами, например, исцелять, однако ученые Земли еще не раскрыли этот секрет, и не владеют такими знаниями, вы слышали, что существует живая и мертвая вода, это, действительно так, раньше на Земле, когда вода была в первозданном, виде, нетронутой человеческой цивилизации, когда не было кислотных, дождей и прочее, вода работала уникальным образом, мертвая вода, уничтожала вредные микробы, вирусы, бактерии и прочее, она могла, очистить тело человека от всего вредоносного, живая вода заряжала обновленное тело и давала ему энергию и жизненную силу, особый, потенциал, который буквально оживлял человека, несмотря на его, болезни, травмы или увечья, в этой системе работают духи воды, высшего порядка, и только с помощью Бога человек получал, удивительное исцеление, и происходило чудо, это уникальная, живительная вода, дарованная создателем, сейчас время, энергии и действительность изменились, системы, мертвой и живой воды работают по-другому, не так, как раньше, и все, что вы можете узнать и прочитать, уже устарело, вода, это мощный, энергоинформационный элемент, это значит, что она впитывает в себя, энергии людей, их мысли и желания, она аккумулирует в себе энергии взрывов, разрушительный потенциал ядерных испытаний, войн, излучений G4, G5 и последующих и прочее подобные излучения могут, уничтожить высшие биоэнергии человека, сюда же относятся, химические, биохимические, энергетические, радиационные, лазерные, другие излучения, они уничтожают клетки крови, иммунную и иные, системы человека, а также клетки воды, человек, употребляющий такую воду, заряженную современной цивилизацией, будет болеть, если он не просит Бога, задумайтесь над тем, что сейчас происходит на земле, вы знаете, что мысль материальна, можно испугаться, перестать верить в добро и победу, сдаться перед, обстоятельствами и погибнуть, а можно аккумулировать свою веру и силу в Боге и обратиться к нему, он всегда поможет, если вы не имеете, сомнений и обращаетесь к нему как к родному отцу, самому близкому, человеку, он никогда не предаст вас и никому не расскажет как вам, тяжело, но поможет, только не расстраивайтесь, не плачьте, не жалейте себя и никого не вините в своих испытаниях, а лучше всего поблагодарите Бога за эти испытания и возможность возмужать и стать сильнее, поблагодарите за боль, физическую или душевную, она дана вам свыше, ее дали только для того, чтобы вы стали сильнее и мудрее, становитесь сильными для того, чтобы вопреки всему выжить, помочь Богу провести свет на планету, помочь людям, вы можете стать уникальным примером выживания, вы, наконец, сумеете обрести мир со всеми и спокойствие, в таких, ситуациях очень важно ваше всепрощение всех, бескорыстное, стремление творить добро Богу и людям, которые идут так же, как и вы, и не находят счастья и какого-либо понимания, любите друг друга, это, самое ценное в жизни, если вы никого не любите и не спасаете с Богом, то кто будет любить и спасать вас, в трудные минуты не думайте о себе, думайте о других, которым, еще тяжелее, но они молча, с молитвой проходят свои испытания, а, может быть им надо помочь, это так, в эту минуту кому-то еще, тяжелее, чем вам, у вас все может измениться в лучшую сторону, а как же Иисус Христос проходил свои испытания, рядом с ним, не было врачей, не было какой-либо помощи, его просто распяли, ранили его тело, ни за что, он не совершил никакого зла, как некоторые на земле, он никому не завидовал, ни на кого не злился, никого не убил и никому не желал гибели, никого не проклинал, он, исцелял от смертельных болезней, кормил, поил, лечил, людей, он, воскрешал мертвых, возвращал их к жизни, он учил людей, как, подойти к этим наукам и знаниям, показывал им, что Бог есть, что он, всегда рядом и помогает всем, кто обращается к нему с помощью, искренней душевной молитвы, а что люди сделали с ним, за что, за то, что он гениальнее, добрее и талантливее, чем они, так он не проклинал их, не злился и не, обижался, а молил за них, Господи, прости их, ибо не ведают, что, творят, научитесь прощать, и вы будете спасены, задумайтесь, всегда ли вы правильно поступали, всегда ли вы ценили своих близких или обижали и хотели использовать их в своих интересах, Бог всегда вовремя дает сигналы и дарует возможность, исправиться и пойти другим путем, путем добра, любви, свободы, счастья, живите в любви, цените, берегите друг друга, и тогда Бог даст вам взаимопонимание, любая хитрость и расчет, от темных сил, случается, что люди умнеют и начинают видеть, как к ним, относятся на самом деле, в свое время скрытые намерения с хитрым, расчетом обязательно раскрываются, не обижайтесь, что коварные планы рухнут и у вас все рассыплется, свыше давался шанс идти честно, помогать людям, любить и ценить ближних, быть искренними, не обманывать окружающих и дарить им только любовь, радости, поддержку, если бы люди так жили изначально, без хитрости и обмана, то они не оказались бы в тех обстоятельствах, в которых находится сейчас, у Бога все справедливо, то, что вы делали тайно, Он все видел, Он давал время остановиться и исправиться, а поскольку этого не произошло, начались справедливые уроки, существуют секреты лечения водой, посвященные лечились, помощью Создателя, молитвы и воды, это особое таинство, и секреты, будут раскрыты только тем, кто искренне верит в Бога и молит его, Он, любит и помогает каждому человеку, но очень важно вам ответить на, главный вопрос, сумеете ли вы измениться в лучшую сторону, все, рядом с вами, ведь заповеди были даны еще тысячелетия назад, Божия Матерь, Божия Матерь была послана на Землю с очень сложной миссией, Мария должна была с самого детства пройти через тяжелые испытания, решение поступить вопреки земным законам и общепринятым правилам, она не побоялась этого, благодаря ее вере и верности Богу, она достойно прошла все испытания и выполнила свою миссию, благодаря Создателю и Богородице на Землю, как и было предсказано в Библии, пришел Иисус Христос, Спаситель людей и мира, земляне еще, не до конца понимают сложности миссий посланников и тайного, смысла их прихода на Землю, для того чтобы постичь эту истину, нужно время, необходимо огромная вера в Творца и умение принять, Божественную волю в отношении себя, Божия Матерь, заступница, защитница людей, она и сейчас, удивительным образом помогает землянам, она знает душу каждого, человека, который к ней обращается за помощью, в течение своей, жизни на Земле она молила Создателя и очень любила людей, Богородица накопила удивительные энергии, она помогала, страждущим, спасала людей от быт, искренне верила в Бога и молилась, за всех, Творец всегда помогал и продолжает помогать землянам по, молитвам Богородицы, на многих иконах лик Божией Матери печален, она скорбит, вместе с людьми, которых постигло горе, с теми, кто обращается к ней, за помощью, как это часто бывает, люди поворачиваются к Богу в тех, случаях, когда их уже настигло несчастье и им никто не может помочь, они остаются один на один со своими горестями, и в такие моменты, многие из них обращают свои искренние мольбы о помощи Создателю и, Божией Матери, они молятся от всего сердца и души, Богоматерь откликается на каждую искреннюю душевную, молитву, она, Матери Иисуса Христа, он претерпел страдания, мученическую гибель на кресте ради прощения и спасения людей, он, отдал за них свою жизнь, и Богородица любит каждого человека всем, своим сердцем и всегда готова помочь вам, чтобы не случилось, она, любого человека любит как своего сына или дочь, именно поэтому ее, скорбный взгляд, ее искренний душевный отзыв на ваше страдание, говорит о том, что она разделяет с вами вашу боль, утрату, душевное, страдание, Божия Матерь берет на себя часть вашего горя или несчастья, она молится Богу и утешает вас, она молча помогает вам нести вашу ношу в то время, когда далеко не все из окружающих вас понимают, в этом ее сила и уникальность, когда вам тяжело, и вы, молитесь, она с большой любовью уберегает вас и помогает вам понять, как исправить положение, и чтобы не произошло, она всегда готова, защитить вас, если вы искренне стремитесь быть Создателем. Божия Матерь оберегает людей на протяжении тысячелетий. Сейчас она молится за землян и не допускает самого страшного, она совершает чудеса исцеления, сохраняет семьи и защищает детей, останавливает войны, не случайно во многих странах мира точат иконы, Богородицы, она приходит к людям и помогает необычным, непонятным для землян образом, каждый раз, когда вы горячо, молитесь ей, она помогает вашей душе, иногда для того, чтобы человек сумел подняться на более, высокий уровень и пройти дальше, ему необходимо достойно пройти, тяжелые испытания, они посланы свыше, и в этот момент Богородица, поддерживает его дух, молится за него и способствует его продвижению, вверх, в свое время она тоже проходила тяжелейшие испытания, и она, является примером для всех людей, благодаря высокой вере в Бога она, сумела преодолеть любые препятствия на своем пути, испытания от, темных сил и осталась верна Вседержителю, Богородица, как и всегда, в такой трудный для землян период, рядом с ними, и люди еще живы благодаря помощи Творца, Иисуса, Христа, Божией Матери и Святых, люди, которые серьезно подойдут к, этой теме, увидят чудеса, которые они творят, не забывайте, благодарить Создателя и всех его посланников за ту помощь, которая, оказывается людям на нашей планете, сейчас они все помогают, человечеству, главное, чтобы земляне остановились в совершении зла и, сумели сохранить любовь, доброту к людям и положительные энергии, это мы в спасение, по вере вашей вам и будет, всегда благодарите Бога, Иисуса Христа, Божию Матери всех, святых, потому что они невидимым для вас образом спасают вас, в любых сложных ситуациях и не допускают многих несчастий, если вы с, Богом, то они всегда рядом с вами, заключение, впереди человечество ждут серьезные испытания, современная, цивилизация находится на краю гибели, к сожалению, люди мало, прилагают усилий для своего спасения, они надеются, что с, наступлением нового года все проблемы разрешатся сами собой, они, ошибаются, у большинства нет понимания того, что события 2020 года, стали справедливыми уроками, это результаты того пути, который, выбрали люди, без доброты и Бога, все больше землян начинают, впадать в уныние, даже если весь мир посадить на карантин, заставить, людей сидеть дома и носить маски при редких выходах на улицу, то это, не защитит их от испытаний, земляне не ценили ту жизнь, которую им подарил Бог и, некоторые из них повернулись к сатане и стали работать на, уничтожение народов нашей планеты, можно привести массу примеров, это курс некоторых лиц на развязывание войн, создание зомбирующих, технологий, а также технологий тотального контроля людей, уничтожение инакомыслящих, освоение космического пространства с целью контроля и уничтожения граждан определенных стран и многое другое, посмотрите что стало с природой и экологией, посмотрите что, стало с людьми, сколько рождается больных детей, а сколько, бесплодных женщин и мужчин, это все результаты развития, современной цивилизации, много ли среди вас абсолютно здоровых, людей, болезни поражают все человечество, а оно как будто этого не замечает, бурно развивается земная медицина, задайте себе вопрос, а дойдет ли до всех людей квалифицированная помощь, можете ли вы, быть уверены в том, что для вас найдется врач, который спасет в, трудную минуту, все больше людей задумываются над вопросом что они не нужны, такова реальная действительность, ее люди создавали на, протяжении многих лет и неуклонно двигались к закономерному исходу, событий, посмотрите что происходит с молодежью, детьми, как, интернет влияет на них, что они знают о реальной жизни и ее, перипетиях, человечество пришло к тому, что нравственные законы все, более теряют свою значимость, дети находятся в негативной энергетике, а это серьезный признак вырождения человечества, а ведь это сами люди допустили, чтобы в их жизнь вмешались темные силы и неокрепшие детские умы попали в их сети, какими будут следующие поколения, вы являетесь свидетелями заката цивилизации, многие делают, вид, что ничего не происходит, люди скучают по тусовкам, путешествиям, но ничего не делают для того, чтобы этот мир выжил, планета была сохранена, земля начала сбрасывать с себя людей, которые так долго вредили ей и не хотели прислушиваться к предупреждениям, данным Богом, в тех местах, где люди не просят создателей и ведут себя, агрессивно, будет больше происходить несчастье, будут конфликты, войны, люди начнут больше и тяжелее болеть ковидом и другими, заболеваниями, чистка будет продолжаться, история знает немало примеров, когда в подобных ситуациях, духовные лидеры или руководители государства обращались к народу, призывали молиться Богу о спасении или остановке врага, так не раз, было в России, в Японии, когда ее хотели захватить, и люди после, обращения к ним императора стали молиться, неожиданно поднялся, сильнейший ветер начался шторм, и вся вражеская флотилия была, потоплена, подобные примеры можно найти и в истории других государств, сейчас наступило такое время, когда нельзя терять ни секунды, нужно стремиться сохранять положительные энергии, объединяться, народам, укреплять дружбу и понимать, что никто не сможет остановить, зло, кроме Бога, темные силы все больше стремятся навредить людям, захватить планету, в такой ситуации землян может спасти только, Создатель, сейчас очень важно молиться и объединяться для, сотворения добрых дел, в этом, спасение человечества, бездействия, в таком вопросе приведет к большим трагедиям, Бог и светлые силы берегут землян, помогают святые, спасают, людей, эскадра светлых сил дежурит над рядом стран и защищают их, сейчас уже невозможно скрыть от людей, что инопланетные, цивилизации проявляются все чаще, вы знаете, что в свое время, президент Калмыкии открыто говорил о том, что он контактировал с, представителями другой цивилизации, и уже тогда они ставили вопрос о поднятии духовности землян, и пока этого не произойдет им ни о чем говорить с людьми, они не могут передать знания или рассказать о себе, потому что земляне просто этого не поймут, они предупреждали о том, что люди сами себя уничтожают, и нужно остановиться, иначе будет поздно, раньше мне свыше давали предупредить землян, что во многих, странах накоплена негативная энергетика, сейчас положение, усугубилось, уже было пояснено, чем это может закончиться, в России, тоже нестабильная ситуация, люди злятся, негодуют, но это не выход из, создавшегося положения, они даже недопонимают, сколько времени, будет идти пандемия и чистка людей на всей планете, там где будет критическое снижение энергий, начнутся катастрофы и землетрясения, так, в некоторых городах, в том числе и Перми, может произойти, землетрясения, могут погибнуть люди, надеясь, что жители сделают, правильные выводы и обратятся к Богу, Иисусу Христу, Божией Матери, и Святым, если люди правильно поймут, то многих катастроф, болезней, и войн им еще удастся избежать, светлые силы включатся в работу и устранят надвигающуюся опасность, но все зависит от людей, от их устремлений и действий, надеюсь, что на этот раз люди подойдут ко всему более серьезно, в этом будет их спасение, по вере вашей да будет вам, с уважением, Александр Георгиевич Бакаев. Спасибо, вам за просмотр видео, если понравились видео, ставьте лайк, оставляйте комментарий, и поделитесь видео в социальных сетях, также поднимайте свой уровень божественной энергии, будете здоровы, и счастливы, всего вам, наилучшего.